Здравствуйте, здравствуйте, друзья! У нас последний слот флей-офф разыгрывается прямо сейчас. Добрый вечер, доброй ночи, доброе утро! И это NIP против Копенгаген Флеймс. Сочный матчап. На самом деле здесь все best of three очень интересно смотрится. Я, конечно же, традиционно надеюсь на три карты. Но посмотрим, как здесь будут выступать Флеймс. На самом деле очевидно, что они немножко все-таки андердоги в этом противостоянии. И НИП вроде как по ощущениям на бумаге. Довольно симпатичная команда, которая может выходить в плей-офф. Есть дифьюз-киты у шведов прямо сейчас и активности от Флеймс на улице. Первый килл оформляется Роу и падает Хампус. Никодос находит минус по девайсу. Вот так вот начинается у нас тут пистолеточка за атаку. Да, пляшут там пока что. НИП теряют одного за другим. Пытается Плопски исправить ситуацию. Вместе с ЛНЗ у него это не получается. Падает еще один у нас игрок защиты. Тут разве что резко как-то выйдет в спину. Ой, это было очень долго. Убивает одного Плопски, помогает. Но тут-то бомба должна как-то выйти уже на позицию где-то. Где она вообще? На улице пока что еще тусовка. Как же не летит, да? И не летит, и не стреляется. И Джаби уже в спину заходит. Очевидно, что команде НИП стоило поиграть немножечко на серверах Сайбершока, Эйм Дезмач и прокачать свою стрельбу перед началом этой встречи. Что-то совсем у ребят с юспиков не полетело в пистолетном. Но и теперь я думаю, что Флеймс прекрасно понимает, что у оппонента должен быть форсбай. 2-0 на НИП, победитель на первой карте. Такое предложение от Паримач прямо сейчас. Традиционно вся необходимая информация по баннеру, по трансляции. Ну что, быстрый выход, да? У нас будет сейчас на точку А или Б. Джаби спускается в вентиле. Рез пока его не мог даже остановить. По информации на улице, ноль пока что у команды НИП. Там был только девайс со скаутами. Нужно бы уже спускаться на точку Б. Понимает, это команда защиты. Атака занимала довольно активно Сикрет. И разве что Хампуш тут сможет что-то придумать. Может быть, кого-то первого подрезать. Или вообще поработать вместе с девайсом. Так, там было попадание со скаута уже по Зифону. Джаби не спешит на выход. Вместе с ним Хампу слобит от Роя, который открывал двойные двери. Закидывается, конечно, массой гранат. Точка Б, вернее, даже подходы к ней. Это вилка. Через нее команда НИП не может действовать. И снова себя находят эти ребята в не очень хорошем положении. Потому что они не могут вообще на карте себя поставить так, чтобы убить хоть кого-то здесь из команды Копенгаген Флеймс. Ну что, будет ли команда Флеймс с удивлением на этом ивенте, в этом матчапе? Пока довольно бодрое начало. Мы уже не первый раз замечали подобные истории от Флеймса. Я думаю, что у нас в чате найдется довольно много людей, которые были бы неплохо. Не против? Не против и неплохо они относятся к команде Копенгаген Флеймс, особенно после первой стадии, после того, как они себя проявили. Вообще у нас тут довольно интересная встреча между командами НИП, которых обижали наши гранды, и Копенгаген Флеймс, которые успели обидеть тоже довольно сильные команды. Так что где-то даже ты не знаешь, чего ожидать от этих ребят. Они вот очень такие взрывоопасные, что ли. И, конечно же, хотят выйти в топ-8 мажора. Это мечта каждого из игроков, которых вы сейчас видите на экранах. Ну, Петрик сказал, что 1.7 — это сладкий кэф на НИП. И я, честно говоря, здесь все-таки выбрал бы момент для того, чтобы поймать кэф на Флеймс, потому что я не вижу здесь такого большого перевеса, скажем так, с точки зрения понимания того, кто фаворит, учитывая то, как НИПы сыграли против Гамбит и Нави. Даже в этом разрезе, в этом контексте уже произошла определенная переоценка в рамках одного турнира. Да, ты знаешь, что самое печальное в системе вообще команды НИП на этом турнире, то, что они не показали себя как волевая команда. То есть если уже что-то идет не так, то все, до конца уже мы падаем с этим якорем вниз, тонем. И в этом раунде себя чувствует уверенно на улице команда Копенгаген Флеймс. Проход на секрет. Там уже три человека находятся. Один уже может даже выйти на точку Б. Но понятное дело, что он не будет играть в соло. Надо подождать. Хукси здесь уже готов рубить. На дистанции Плопски на точку Б тоже перетягивается. Там пока что Лэнзи. И, возможно, с этих деглов они что-то себя... Да и найдут. Хампус пока что под девяткой. Работает уже с трофейным скаутом. Вроде как там он падал от Девайса. Так. Хукси только что забрали. Проход на улице. Будет еще раз у Хампуса есть возможность убить Роя. Он воспользовался ею. Дальше выход на девятку. Но там уже Джаби под ней. Контролит выход от лидера команды NIP. Это было очень просто. Бомба устанавливается. Плопски и Линус. Так его зовут, кстати, вообще. Или ЛНЗ, как любят у нас в чате. Мне нравится Линус. Вообще, это очень красивое имя. Да, очень красивое имя. Ну и сейчас-то Плопски тоже красиво забирает Зифона. Как тебе такое? Даже можно попытаться взять этот раунд, учитывая, что есть Галил и Мак-10. Я так думал, уже времени нет как бы. А тут... Половина бомбы еще. Ситуация нарисовалась? Ситуация. Для Джаби. Тоже на подфарм. Никодос, кстати, был красный. Там один хп у него оставался. Это был тактический фит, да? Тактическая ситуация. Под Джаби, да? В итоге, братик, ты там подфармишься. Ну что, да? Да, он получал кучу урона. Да, все так. Все было просчитано. Конечно, юмор юмором, но Копенгаген Флеймс – это очень серьезная команда. И, понятное дело, что не будет никакой недооценки соперника команды NAP. Но хочется в это верить. Как они могут вообще так отнестись к оппоненту, которые таких у нас титанов уже успели обыграть на этом турнире. Да и сами NAP, я бы не сказал, что прям блистают. Но что-то мне подсказывает, что это будет очень неоднозначная игра. Вообще, как пойдет на первой карте, так оно и закончится. Пока идет хорошо у Копенгагена. Тупо два хейтера сели на комментаторах. Куда? Кого хейтить? Ты что, мы всех любим, нет? Я только что знал, что я хейтер. Я люблю команду Флеймс, которая под стену смоков проходит на B. Я люблю это. Это лайк. Слушай, вообще, многие из наших зрителей посмотрели только что Virtus.pro против Face и уже успокоились и просто могут еще раз включиться в красивый Counter-Strike, скажем так. Это правда. Я думаю, что выбирайте своего фаворита, друзья, и рассказывайте нам в чате, за кого вы болеете. Я думаю, что вот именно Копенгаген Флеймс – это просто команда, которая заработала очень много сердец за то, как она играет. Даже ладно, они там побеждают, но как они это делают? На стиле? Проход у нас просматривается. Не проход, а выбивание через вилку. Хороший такой, если смотреть по позициям, сплит-выход, просматривается от NAB. Но время сейчас играет против шведов. Хампус находит фраг по Рои. Хокси здесь будет тоже дуэль уважная у Зайфона. Он падает, и проблемы здесь у Флеймс 2 в 5 ситуации. Пока этот ритейк смотрится как очень чистым, но есть дефюз-киты. Джаби! Там дефюз, конечно, имеется, да? Да. Все нормально. Джаби, конечно, тоже неплохо поработал. Постарался, выбил экономику. Три минуса, и да, довольно команда NAP в Хампус, например, хорошо поработал. Только что, если бы не он, то вряд ли бы так вот чисто, как ты сказал, была бы выбита эта точка. Грязи-то много, набросали там команды атаки. Все было хорошо по позициям, но не перестреляли Хампуса. А первые фраги при таком ритейке – это самое важное, самое главное, что может быть. Первый, да, ниндзя в пижамах. Но все еще у команды Копенгаген Флэймс есть хороший бай, куча позиций. Гранаты уже тоже имеются для того, чтобы пройти на улицу. Там, кстати, Хампус как-то внедряется не очень уверенно в секрет. Но девайс не дает пройти по улице Джаби. Читает еще и второго, замечает ногу. Одного из игроков в атаке наказывает Зифона. Девайс на чеку. Два первых минуса от Николая Ритца в этой карте. Третий залетающий по Хокси. Информация была получена, тоже погиб отреза. И последний Никодос не сможет выйти на точку. А там все хорошо у Плопски, тут на двойку там. Слушай, ну два подряд очень неуверенных раунда от НИПов. И тут показывает уже Девайс. Девайс – это определенная икона стиля игры на карте Денюк в защите с АВП. Да, да, ему было важно включиться. Этот парень, вообще смотреть за ним демки на НЮКе в защите – это кайф. Да, только вот ты знаешь, присутствует пока что какая-то нестабильность в игре Николая Ритца. Слушай, так всегда было. Саш, просто раньше команда компенсировала это, понимаешь? А сейчас команда по уровню все-таки не Астралис. И тут нужно это тоже понимать, при всем уважении. Да, да, пока. Очень много здесь дают пространства Девайсу, для него это тир. В общем-то… Как же кусает там со Скалейбой игрок атаки. У Девайса не пошла игра, честно. Вот он сделал два минуса – окей. Он продолжает стреляться, да. Он хочет, видимо, попадать, знаешь? Но как он стрелялся, он, видимо, хочет установить свое знамя. На НЮКе. На улице просто, что я здесь, друзья. Будет очень сложно пройти эту позицию. Я в гнезде. Но выкуривает, выжигает пока что команда Копенгаген Флеймс Девайса. Понятное дело, что она не возьмет этот раунд, скорее всего. Учитывая, как же активно двигается по улице Хампус, вместе со своими тиммейтами не дают пройти еще и Джаби. Последний Никодос. И это даже человек без бомбы, который идет на рампу. Там нетипичная позиция от ЛНЗ. Забирает он Никодоса и уже равный счет между этими командами. И НИП вернулись в игру сразу же. Да, хорошее настроение. Пошла вода по трубам. Все четенько. И тут уже интересно, что будут предлагать Копенгаген Флеймс. Что мы видели? Мы видели стену смоков, проход на Б и только что что был за раунд? Просто тусовка на улице была. Нет, это была ЭКО. Вот оружейный перед этим. Что они делали? На Сикрет проходили. Выход Б через Сикрет. А, то есть у них два выхода на Б подряд в оружейных. Понял. Хорошо. Ну, на Ани еще так не... Ну, да, да. Был раунд против пистолетов на А, разве что там, антифорс у них. Не-не-не, я имею в виду именно на оружейных. Таких не было красивых раскидок, каких-то сплитов, ничего не было. Пока нет, но имеется такой в арсенале команды Копенгаген Флеймс. Мы в это верим. Надеемся, что они будут рубиться против НИП. И ниндзя в пижамах будут получать больше экшена в раундах. Экшен это вообще второе имя команды Копенгаген. Любители не побегать. Любители очень агрессивно поиграть. И сейчас на улице пытаются найти у нас девайса. Не получается роя убить его, хотя красным оставляет он Николая Рица. 12% у снайпера команды NIP. Плапский находит Джаби Хампус, включается из секрета. И пока улица... Это не козырь команды Копенгаген Флеймс. Это им объясняют сейчас. Ты знаешь, NIP очень круто ее вообще контролят. Прям красиво, очень модно. Так, снова в этот угол встанет у нас Линус. И могут уже его чекать. Игроки атаки нет, нетипично. Все-таки за палочкой. Забирает Зифона и падает также Никодос, который хотел выйти на размен с АВП. Линус такой думает, а второй АВК нам нужен? Нет, наверное, все-таки нет. А они играли, кстати, в два АВК. Ну, на рампе АВП это всегда хорошая история для опорника. Приятно, конечно, находиться там, но АВК вроде он не забрал. Нет, калаш. Четыре калаша в защите. Как тебе такое? Нормально. Это хорошие подарочки такие с красной ленточкой подарены были только что большинство из команды NIP. Но вообще за эти раунды покупные. И Копенгаген Флеймс Бэк Ту Пистолетус будут сейчас с арморами, конечно, играют. Но снова два человека на улице. Может быть, кто-то там на скале покажется. Ну, а девайс на готове с АВП. Снова, кстати, флешбек из этой скалой, конечно. Как они его там дергают. Сейчас, оп, оп, оп. Слушай, я видел это. Я, конечно, депредсказатель. Я не являюсь шаманом, каким-то техно-шаманом Counter-Strike, но я видел этот подход. Потому что я в ситуации девайса был тысячу раз. Слушай, ну это, вот я люблю Counter-Strike. Это, знаешь, когда ты все смотришь, просто, ну вот. Да. Ну, что наколдует нам еще команда Копенгаген Флеймс? Это тоже интересно. Потому что, да, АВП, понятное дело, не дам. Ой, какая флешечка сексуальная была от Хампуса. Но Хукси вовремя чекает его. Нормально прошлись ребята с пустынными орлами. Рес находит минус по Рауи. Тем не менее, эти минуса были эффектными. Но обратите внимание, как реализовывают свое численное преимущество Флеймс. Им не удается это сделать. АЛНЗФО, он находит, Зайфо находит минус по Никодозу. Есть все-таки еще 2 кило, несмотря на то, что ситуация в какой-то момент была 3 в 3. Линус, 1 в 2. Есть по нему информация. И что мы будем делать? Неужели НАБА пойдет? Тогда будет Мегамозг. Учитывая, что противники тоже спускаются в коннектор. Вернее, в секрет, простите. И АЛНЗ уже наготове на вилке, но еще смотрит спину. Там 20 секунд до конца. Надо бы выйти вместе сейчас с игроком атаки. АЛНЗ не убил. Но есть Молик под Хукси. Как же это неприятно сейчас. Капитан команды Копенгаген Флеймс. Горит уже. Выпад. Линус убивает его. Дальше 1 на 1 ситуация. Дигл решил постреляться. На бомбу поиграй, нет? Поиграй на бомбу. Нет. Это Копенгаген Флеймс. Слушай, вот в этом вся эта команда. Потому что ты бы поиграл на бомбу. Я бы поиграл на бомбу. Слесар из чата поиграл бы на бомбу. Но не Зифон. Понимаешь? И в итоге что у нас? Борода в этом рамке. Ты стреляешься со мной? Ты хочешь поиметь меня? Да я сам тебя поимею. Да, именно так это и было. И вот это диглы, конечно, на улице. Еще раз повтор от наших операторов. Но, конечно, нужно посмотреть за этими замечательными фрагами. Часто подобное происходит. И как же хорош тут Зифон. Заряжен на успех, конечно. Видно, что ребята с диглами побегали на Сайбершок и на Славу. Перед этим матчем... Ну, крепко они попадают. Вот этот раунд, наверное, вообще, знаешь... Он хорош тем, чтобы показывать, насколько красивая игра. Контер-страйк местами может быть, как этот выход на Джапи. Посмотрите на этот трипл килл. Он просто, понимаешь? Он встал на скейт и просто выехал. Красиво, квадрокилл на Джапи. Легчайшие. Боже, как же... Что? А так можно? Так можно было, оказывается. Да. То есть просто... Просто чел в сону. Джапи! Ай-яй-яй! Снялся. Да, ты знаешь, вот я как раз хотел сказать о том, что да, так можно было бы. И плюс у Девайса включился протокол не умереть от Джапи. Протокол принят в исполнение. Сейчас у Девайса будет уже сейв. Показали нам Джапи только что. Красавчик, конечно, хорошо вышел на точку А и выводит команду Копенгагенфлейм вперед. И как же огоньки эти хороши. Вот как за эту команду? Понятно, я сейчас говорю не как зритель. К тебе за нее... Вот если бы я просто был бы сейчас у себя дома перед телевизором, я не мог бы найти ответ, как за эту команду не болеть. Да, да. Очень симпатично. Очень симпатично. Притом ты знаешь, пытаешься найти какую-то мысль, где-то какие-то идеи. Ты вообще фокусируешься на другом. Ты смотришь за тем, как расположен оппонент. И тут ты видишь просто ни с того ни с сего соло-концерт. И этот соло-концерт настолько высококачественный, высокоуровневый. Ну, в смысле, я не знаю, как это объяснить. Вот разве можно было так играть в Counter-Strike? Вот в Counter-Strike. Джаби выходит на А, забирает одного, забирает вот просто... Да, жестко, конечно, прочитал всех. Все хотят иметь в команде такого тиммейта. Да, да. Джаби, гоу килл, конечно. Я бы хотел с таким попадаться постоянно где-то в матчмейкинге, на фейсете. Ну, может быть, надо поменять свой никнейм на Джаби. Хотя бы так, у тебя будет такой тиммейт, в общем-то, в табуляции где-то в киллфиде. Не факт, в табуляции будет. Девайс АВП на рампе, кстати, это довольно интересная встреча, может быть, с Никодозом. Тут тоже опасается поджима через рампу, через радио. И Девайс тут близок, конечно, к тому, чтобы сделать свой фраг. Но решил откинуться смоком и уже, наверное, будет меняться с ЛНЗ. Нет, нет, пока на дистанции Девайс держит эту позицию. Джаби под скрипом. Никодоз потихоньку перетягивается под улицу. Там находился Хукси. Все это время будет раскидка стеной смоков. Конечно, хорошо, что мы видим подобные раунды, но понятно, что это не будет все время работать. Об этом тоже задумались Копенгаген Флеймс. И делают раскидку в минуту в среднем тайминге. Весьма похвальное решение. Они могут под эту стену смоков изображать что-то определенно. Хукси находит минус по Хампусу. Это Сикрет был? Да. Это важно было. Смотри, Девайса тоже читали, но не убили. Только что там была подсадка. Неплохая Девайс. Не отпускает еще и Зифона. Вау. Девайс идет дальше. Николай Рец готов отстаивать эту территорию, но было бы слишком. Уже убивает еще третьего. Рец удивляет Хукси на отходе. Роя выходит на рампу там ЛНЗ, пока не может с ним воевать нормально. Вот эта флешка неплохая. Правда, добивает там уже до конца. Дотапливает ЛНЗ. Последний остался Джаби. И этот парень, с которым нельзя шутить. Вау, что за им вообще? Боже, бой. И у нас сначала на рампе. Это было очень опасно. Но все-таки пятые раунды команды NIP появляются. Вовремя. Вовремя убили улицу. И вовремя поджался Девайс под рампу. РС классно отпушил пристройку. Сделал, словил там оппонента. Тут были местами очень интересные действия. Кстати, Девайс тоже после двух киллов. Пошел на третьего. Да, сыграл так, ну не тривиально, я бы сказал. Он пошел под пушил радио. 2.05 дает на команду Копенгаген Флеймс наш партнер. Компания Parimatch 1.72 на команду NIP. И еще бонусом вам залетает стопроцентный бонус на первый депозит. Как бы это ни звучало, простите за татологию. И что на скрипе? На скрипе у нас Хампус и РС. Они не хотят, чтобы никто из игроков атаки выходил сюда вообще под шифтом на вентиле. Поэтому спускается туда один из них. Это Хампус. Девайс пока что за ангаром. Тут Никодос АВП может его поймать. У Николая Ритца. Тонец на пеской винтовки. А он играет, как будто у него есть она. Очень странно это было от Коли. Да. Николай. Ну как-то не собрано. Забыл, может быть, что у нее АВП АМ-ка в руках была. Тут Никодос. Мог еще второго удивлять. Это Хампус. Моликом отрезает выход на секрет. Тут еще и Рой может подойти под девятку. Под окном можно, да. Все что угодно. Все что угодно. Очень много тактик есть сейчас в арсенале команды Копенгаген Флеймс. И тут встреча на Эльбе. Джаби и Рес. Кто кого. Но я думаю, что Джаби. У него лучший угол был. И Рес даже не подозревал в том, что будет скрип у нас поджиматься. Плопский оказывается в будке. Убивает Зефона. Не видит второго противника под девяткой. Пока никого у нас нету атаки. Хампус убивает Джаби. И Рой в спине. Уб, лопский. Все еще преимущество по живой силе у команды. Копенгаген Флеймс. Еще имеется девятка. Вау. ННЗ правда. Убивает Хукси. Дальше видит еще и пропрыжку от Нико Зозас. Тут тот с АВП пытался как-то убегать. Что происходит в этом раунде? По всем фронтам какая-то война. Это просто хаос. Да. Ампус на улице есть информация о расположении оппонента. Как минимум одного. А вот теперь есть понимание того, что бомба Б. И сейчас НИПы могут очень быстро выпушить отсюда сплэнта Рои. Но Рои. Как же он хорош. Да. Очень хорош. И убивает еще и Линуса. На выходе Чейджерс Рампу. Прочитан последний. 6-5. И близка, конечно, к Эпингаген Флеймс. Постоянно к взятию этих раундов. У них атака получается часто по улице. По выходам от Джаби на точку. А, короче, этим они зарабатывают себе эти 6 очков. А у НИП нет денег. Нет денег. И Девайс, конечно, не отыгрывает до конца, честно. Вот его позиция проходится довольно просто оппонентами. Будь то у него там АВП или МК. Тут быстрый выход на точку А готовится. Судя по всему ДУА. Зифон первый. Дашки неплохие залетели. Там слепой был Плопский. Не разобрался с собой. Девятка тоже подключается. Рез выбивает бомбу. Дальше убивает еще и Роя. Как это хорошо получается у него. Дальше третий. Нет. Хукси на месте. Но и Зифон не дает выйти Линзи на размен через 9. Последний. Ближе, вернее, к точке А остался у нас Девайс. Где там Хампус еще? А Хампус гуляет еще по улице. Девайс на улице. А, Хампус под окнами. Да, Девайс на улице. Сейчас пушит лобби. Ну, такой хороший решили сыграть. Это играть быстрый раунд. Флеймс. Чувак вообще через будку вылетал на ноге. Так легко все было. Не было смущения никакого здесь у Датчан. Ну, и Нипп проигрывает очередной раунд. Забирает Флеймс себе седьмой. Это было что? Это был Форс. Да. Почему? А что вообще там на руках было? Форс на победу половине, да? Вообще там такой супер плохой байп. Ну, как тебе сказать, с пистолетами, с фарморами. Ну, типа можно ли было сделать просто эко и потом сделать фулл байп в следующем? Да, можно. То есть они решили форсить? Думаю, да. Понял. Там 2000 должно быть. Не, ну если там был прям ресет. Сейчас посмотрим. 200, 200. Ну да, то есть там был ресет, короче говоря. Ну ладно, решили в итоге. Ну, действительно, может быть мы не обратили внимания и не было бы денег в любом случае, чтобы нормально купить сейчас, но... Я тебе скажу, что в таком сценарии Флеймс уже начинает не первый матч свой в активной, бодрой атаке. Вторая половина нужна. В том, чтобы набрать кучу раундов. Это правда. Там типа классно пострелять, побегать. Вот в этом аспекте они хороши. Дальше уже, знаешь, вопрос дистанции и стабильности. Ну это адекватное замечание, Алексей. Согласен с тобой. Тут как бы у нас огоньки не перегорели. Потому что мы помним с тобой матч против кого они там играли? G2. Против G2, да, точно. Все было просто шикарно. На LG. Их выхваливали, так выхваливали, облизывали эту команду. И в итоге они там наруфлились уже в защиту. Сели в лужу. Сели в лужу, да. Потому что и форсы у них тоже бывают такие себе спорные моменты. Вообще агрессивная команда. Видно, что Хокси, капитан, который не любит отсиживаться где-то там. Он хочет играть первым номером и где-то идет на риск. Это авантюрист настоящий. Это Хан Соло. Команды Копенгаген Флеймс. Пока без особого экшена. Я так понимаю, что хотят собрать себе инфу. Флеймсы. Тут выпад от Плопски. Его поджигали, потому это легчайший минус от Роя. Рест пока что на будке. Может быть, кого-то он найдет здесь. Найдет АВП от Никадо. Зачитается все. Девайс попадает по голове. Дальше выпад будет через девятку, но только на АВП. Вот его чекает. Хорошо дергает Николарис противника. Но бомба уже подошла. По дефолту ЛНЗ. Убивает одного. Дальше Калаш на месте. И девайс последний остался. Нина долго его хватило. 8-5. Копенгаген Флеймс забирает себе эту сторону. Уже. Атака у них, конечно, хороша. Очень широка. Очень агрессивно. Разнообразно, креативно. Да. Спокойно. Рой там. Тут напряжение. Слышишь? Ты еще раз так сделаешь. Что-то Резу говорит, кстати. Я тебе сейчас подзатыльник дам. Ну так, по эмоциям просматривается трета, что действительно мало что получается для команды. Ты бэканул и мне послышалось. Я не понял. Ты просто посмотрел на Реза. А Реза-то что? Он играет у нас при стройке. Ему сложно. Его часто перестреливают то Хокси, то Никодос. Тоже с АВП может показаться там. В общем. Надежда. Команды NIP на эти два последних раунда. Статистика на ваших экранах. У нас по головам вообще не стреляет команда NIP. Посмотри. 40% самый высокий хэдшот рейд у NIP. На нюке. Еще раз. 22-28%. 40% хэдшот рейд. У Реза? У ЛНЗ вроде как вообще. Команда пока не стреляет. Я к тому веду, что она не перестреливает калаши и не попадает в голову. В моем понимании по стрельбе Реза и ЛНЗ здесь самые сильные стрелки. Сильные стрелки? Да, именно как ты говоришь по хэдшот рейду. В смысле в общем, в среднем. В моем понимании это чуваки, которые очень хорошо работают по наводке. То есть у них наводка просто на высочайшем уровне. Наводочка. Наводочка в голову. Наводочка. А куда летит команда Копенгаген Флеймс? Выходит на пустую рампу, но понимает, что где-то должен быть под ними один из оппонентов. Что? Можно поинтересоваться? Очень интересная тактика, да? Что? Почему так? То есть девайс остался в окнах, он смотрит улицу. Нет, там есть внизу еще один. Хорошо, а чел внизу что делает? Контролит. Что он контролит? Подожди, можно четверочка? Вот смотри, у нас внизу, а там еще и Хампус был. Хампус и ЛНЗ. ЛНЗ, да. Вот, ЛНЗ где? Он где-то, видишь, он где-то на планете там гуляет. Да, да, смотрит вилку. Выход, наверное, Хампус. Уже однажды появлялся на секрете, и даже неплохо у него это получалось. Но Никодос готов в этом моменте его ловить. Джобби перестреливает резок, где это было. Выход через скрипт, да. В итоге дверь у нас запилена, и готова выходить команда Копенгаген Флеймс. Куда? По девятку, правильно. Пловский-то можно удивить. Рой выскакивает. Нет! На дуло попадает в итоге Пловский, его перестреливает. Никодос зажидается Хампуса на улице. А тут девайса пропустили, только что не прочекали пристройки. Пытается против него выйти. Никодос! И как же байтит на Зифона! Ой-ой-ой, это было очень красиво. Зифон Никодос! Бомба! Ну что ты будешь делать? Заберет, нет? Успеет? Да не успеет, скорее всего. Нет, подожди, успевает? Нет. Пять. Сейчас будет. Ну, четыре секунды надо. Нет! Не успеет! Сейчас уже нет. К сожалению, не получается. И забыли бомбу только что в этом экшене. Очень много было классных дуэлей в этом раунде. Но, видишь, не подумали о самом главном. Мне кажется, что они сами потеряли, знаешь, вот нить раунда им надо было... Они нашли какие-то определенные зоны для себя, стали открываться, стали двигаться неплохо, да? То есть там начала появляться у них схема. Я видел, что бомба лежит в лобби. Недоконтролили. Контролили, контролили, да недоконтролили. Да, обидно, конечно, такое проигрывать, потому что, ну как, много чего сделала команда Копенгаген Флеймс в этом раунде. Но ты забираешь, по-моему, в такой ситуации с собой вместе. Хампус как поджимается у нас под улицу. Уже под ящиком могут его и не прочекать. Там флажка полетела, по нее выпад от Хампуса. Забирает он Никодоза, это АВП. Хорошее приобретение. Не знаю, будет ли кто-то с этим АВиком дальше играть. С маком закрывается скрип. Хампус уже и в него готов тоже внедряться. Или в вентили. Это все-таки второй вариант. Джаби там уже находится, и по нему не было информации, как он прошел. Хампус просто кричит сейчас своим тиммейтам, но Рез не знает, что ему ответить. Джаби пока что в соло играет у нас на рампу. Рез пытается найти его, замечает. Эта спина отрабатывается. Все еще преимущество для NIP. А здесь уже, видишь, идет смещение под Джаби, а тиммейт уже погиб. И через Сикрет двигается Флеймс в сторону базы Б. Да, ну, видишь, наконец-то дошли до раундов NIP, где у них что-то под контролем. Хотя бы. То есть за счет Реза, за счет того, что он смог только что найти Джаби. Вот и уже нормально можно отработать это большинство. Нет особой позиции у команды Копенгаген. Это только выход через Сикрет. Третий игрок туда тоже подтягивается. И сейчас будет подсадка. Или даже без нее врыв на Реза. Так, Хукси готова удивлять. Это было очень опасно, но нет попадания по голове. Рез перетягивается ближе к точке Б. Дивайс уже над противниками. Хукси на месте. Дивайс выбивает бомбу. Телепортируется у нас Дивайс еще и на Хукси. Последнего читает Николай Ридс. Есть трипл килл под концовку этой половины. 8-7 в пользу команды Копенгаген. Флеймса забрали они эту сторону за атаку. Могут выдохнуть. Но для NIP такая довольно рабочая в итоге половина получилась. То есть, да, счет-то не самый приятный. Слушай, как и против Na'Vi. Да, у них первая сторона плюс-минус там была рабочая. Но потом шо? Куда? Как играть на улице? Где там чекать проходы от электроника, от всех остальных? Ну, тут понятно, у нас Копенгаген и Флеймс это не на Ви. Как бы разный уровень, да? Да, и это разный уровень. Но все-таки Флеймсы свой минимум, максимум, не знаю, на что они наделись, собрали. Это комфортный счет. И какова тактика будет выбрана этими ребятами? То бишь, NIP, сейчас у них уже атака. Часто те нюки, которые я комментировал на этом турнире, атака просто идет на А. То есть, то ли это фейк, то ли это просто быстрый выход. И там все, знаешь, сводится к перестрелкам через будку. Как сыграют береты, например. Да. То есть, на не будет берет. У защиты, кстати, тоже примечательно то, что Флеймс не берут такие девайсы. И нет дефьюз китов тоже примечательно. Да. Но на нюке мы же уже общались, что это не так преступно. Да, если будет быстрый ретейк, если не затянут раунд. Это понятно. Это все понятно. Это, в принципе, можно... Это справедливо можно применять к абсолютно любой карте. Если у вас расчет на быстрый ретейк, и вы понимаете, что вот вы в случае этого выхода делаете это, а в случае того следующий какой-то мув, то, в общем-то, это не преступление. Выход на А, судя по всему, уже случается у нас. Роя делает минус. Как же ты здесь Хукси не забрал? Плопский и ЛНД делают по фрагу. Никотос на размене. Роя подключается. Забирает Хаббана. Брифа Зайфона нет. Это раунд Зифона, конечно. Ладно, еще Роя попытается, но по нему информация тоже имеется. Там на пиксере прыгает Плопский. Не замечает никого. Рез! С хедшотом третьим, кстати, в этом раунде отправляет следующий Роя. Зифон. Зифон должен был кого-то убить, потому что он-то в экшене был. Он внедрялся именно в тот момент, в ту секунду, когда противники даже на него не смотрели. И, кстати, как тебе вообще вот П-2000 пистолет, который тоже не так часто у нас на раундах показывается. Здесь был он у команды Копенгаген Флеймс. Хотя смотришь, у тебя 90% матчей просто с юспиками. Если говорить о дефолтном пистолете, но есть адепты П-2000. Тоже радует. Вот разнообразие здесь, но и форс. Команды Копенгаген Флеймс есть скаут плюс 4 пистолета. Это Диглы и ЦЗ-75. Смок в ангар здесь пока особо не пыток. Прощупывают улицу, не торопятся. Где скаут? По идее, улицы где-то нет. Это где-то на Хэвене, под Хэвеном что-то такое. Под Хэвеном. Да, еще и будет Рампус, судя по всему, халпать. Какой выход от Роя, вау. Ну, заметили секрет, только что Хампус. Зифон его переезжает. Тут же выход на точку А. Готовится Смоком закрывать атаку пристройку. Уже там дым имеется у Хокси. Позиции нет против Калаша. Сам вышел, сам проиграл здесь. И Роя никого не ловит. На девятке Джаби получает под себя Молик. Тут бы Смоком закрыться. Но его, скорее всего, не будет. Слушай, надо постараться засейвить Галилу этот. Это очень будет хорошее приобретение. И Галилу, и Скаллот, и Дегл, конечно, нужно уже уходить. НИП готовы врываться на девятый раунд. Выходить вперед. Напоминаю, что это первая карта в данный Best of 3. И это выбор команды Копенгаген, Флеймс. Дальше Инферно и третье Ancient. Как тебе Флеймс против Нип? Ну, в принципе, я имею в виду, что Пика и Нюк здесь против Нипов. Ты особо там, ну, не так, чтобы фаворит на этой карте. Я не говорю, что Нип круто играет Нюк. Но эта команда никогда не будет банить Нюк. И она не против. А в некоторых матчапах еще и сама будет его выбирать. Вот для меня Копенгаген, Флеймс, это загадка на Инферно именно. Нип-то мы видели. Это вообще карты, на которые они надеются, постоянно полагаются в Best of 3. А мы полагаемся, как всегда, на нашего партнера, компанию Пари Матч. С точки зрения коэффициентов, на все абсолютные встречи на Мажоре. Это первая карта 2.15 на Копенгаген Флеймс. Конечно же, намного меньше на Нип. Забирайте бонус 100% на первый депозит. Под стримом у нас есть баннер. Переходите по нему и участвуйте в различных акциях от Пари Матча. Очередной раунд от Скаута, от Дегла и Галила Роя. Это тоже очень важно, как они сейчас будут выступать против МАК-десятых. Плопский Хампус, а те довольно активно чекают улицу. Там уже Хампус вообще был готов в заплыв долгий заходить на точку Б. Но, понятно, надо вернуться, у него нет поддержки. Что интересно, смотри, сейчас Роя с Галилом через Сикрет, я так понял. Но он дальше не пошел. На самом деле, он сейчас много информации собирает для своей команды. То есть, смотри, Роя находится в Сикрете, да? При этом стак на А в три ствола. И Скаут на рампе. И эту же стену смоков, которую накинули Нипы, они же под нее не прошли на Сикрет. Это информация. То есть, в Флеймс просто нужно подождать. И надо, пожалуйста, лезть в будку. Нет, ну слушай, есть вот этот угол в будке один. Близко. Можно убить, но умереть. Опять же, тут сложно уйти. Хокси не убивает никого. Встречается с Девайсом. Там на двойке не прочекали Реза, но... Вернее, Зефона. Рез погиб. ЛНЗ тут же на размине. Никодос понимает, что... Ой, Молик взорвался в итоге в воздухе. Так что можно еще открыться. Противники ставят бомбу. Пристройки где-то убили. Да, видимо, пытался он выйти из пристройки со смока даже. Да. 10-8. Пока все хорошо. Найпи стабилизировали за атаку. Все нормально. Но тут неоднозначная ситуация. Все-таки до Девайсов еще не добралась. Команда Копенгаген. Флэймс. Тут, конечно, будет очень важный вопрос в реакции на происходящее. Что Флэймс? Как они будут вообще двигаться по карте в защите? Потому что, в общем-то, на Нюке, по-хорошему, то, как Диффенс смещается по точкам, по зонам играет, это ключ, наверное, к хорошей обороне. То есть тут сидеть просто статично не работает. Ну да, вот Никодос, например, может провести очень много времени под КТ, под выходом с АВП, но сейчас нужно двигаться, потому что эти смоки, они уже о чем-то договорят. Ну, то есть, опять же, смотри, тут окей, ты не двигаешься, стоишь в статистической позиции, что там по секрету? Что по Б, что вообще там по контролю рампы, будка, инфа, то есть, да, что вообще происходит? Один рой на точке Б. Вот, пока только один рой смог, да, есть реакция. Смотрим дальше. То есть понимают сейчас Флэймс зону, в которой находятся они, правильно? Там еще вроде в будку поджимается один человек, судя по карте. Я могу ошибаться, конечно, она такая маленькая. Но восьмерка точно смотрит будку, и там, может быть, даже пиксель есть на то, чтобы проверить. Ноль потом. Так что информация должна быть в наличии у команды Копенгаген Флэймс. Сейчас выход на Роя. Заметит голову, но убьет ли? Вот в чем вопрос. Там все-таки выходят серьезные девайсы. Реза. Падает от Роя. Тут же реакция. Отход на двойные двери. Открывается одна еще раз. Попытка врыва на Роя. Только третий уже Хампус справляется с ним. Зефон. На линейке пока закрыто. Хампуса замечает. Но пока у него слишком коварная позиция, на самом деле. Ой, это было опасно. Хампуса он перестреливает. Остаются только Плопский и ЛНЗ. Выпад! И Плопский тоже погибает. Это как-то они вместе сыграли шведы. Остался только молодой Линус. Против четверых противников, которые еще и контролят бомбу. Там у нас где-то на рампе, на вилке вернее. И надо бы найти вентили, скорее всего. А там уже не Кадос АВП. Четко. Первый свой девайсный раунд забирает команда Каппингагенфлеймс. Вот. Четко, красиво. Было сыграно все грамотно. Теперь есть информация у NAP. И как они этой информацией будут распоряжаться. То есть сейчас мы увидим выводы, которые сделали. И, по-моему, кстати, паузу взяли. Тоже здесь трет, скорее всего, сказал об этом. Ребята, смотрите. Они играли глубоко. То есть был ранний секрет. Что там еще? Мы не контролили карту. То есть давайте играть шире. Все. Ну, как-то, мне кажется, вот так. И не могут попробовать добавить скорости. Они могут добавить пластики. Попробовать как-то быстро, например, сыграть пристройку. Знаешь, когда есть имитация выхода фаста, допустим. И кто-то быстро улицу под шумок. Вообще есть очень прикольный... Ну, был, по крайней мере, конечно, раунд. Такой классический. Три плюс два раш базы А через пристройку и дом. То есть будка двери раскидывается, играет пассивно. И троица пушит улицу, как вариант. ЛНЗ. А где это было? Это был выход из пристройки, да. Не повезло. Будем считать так Рою. Рез убивает еще и Зефона. Это на рампе. Открывается еще одна территория, свободная для команды ИНП, чтобы пройти на точку Б. Бомба туда у нас и отправляется, скорее всего. Но тут еще есть Джаби, который может убивать. Уже не раз показывал свой АИМ. Ну и здесь нужно его тоже подрубать. Услышали его. Он топнул, его услышали. То есть Рез сказал об этом. Аккуратничает пока что ребята из команды. ИНП. Джаби выходит, убивает Хампуса. Только сейчас залетает флешка. Как-то бессинхронно пока что Джаби ждет. И еще и Реза убивает. И вот Лензи! Как же! Что делают Нипы вообще? Они пытаются поломать Джаби, хотя у них был весь плент. Рез слышал его. Ты понимаешь, Рез слышал его. Да. В том-то и проблема, что у них был плент. Как бы понимаешь, там Джаби-то понятно, что он может там как-то сыграть. Какие же смоки у вас? Они начали втроем пушить контрол рум. То есть очевидно, что у оппонента там позиция-то получше будет. Ситуация 1 на 2. Все еще тут может разрулить Плопский. Ставит бомбу на короткий. Очень играбельно. Из короткого пока у нас никто не выходит. И Джаби битый. Тут тоже стоит это отметить. От Хокси многое зависит в этой ситуации. Он еще опасается выхода через короткий. Но там двери даже не открыты. Об этом сейчас должен сообщить Джаби. О том, что дверь есть на месте. Так что противник, если и играет, то только на пленте. Потому что двойные двери тоже закрыты. Очень долго Хокси там двигается. И сейчас это может быть просто две... О! Что? Он в прыжке ему дал? Или успел приземлиться на перила? Я не знаю. Это просто демон. Это просто демон. Джаби взял раунд. Нип отдал раунд. Вот я бы так сказал. Да. Ну серьезно. То есть у вас есть инфа по челу. Ну, как-то... То есть мы вроде вместе его выбиваем. Да? Вроде же, ну, был же. Он топнул. Ты понимаешь? Он на ступеньках топнул. И Реста в этом сказал. Три в пять. А в ситуации такие легчайшие минусы от Джаби. Показал себя, конечно, тут и свой АИМ. Первый. Второй. Перетяжка спрея, конечно, тоже была жесткая. А, нет. Успел он приземлиться там на перила. Ладно. Но это было жестко в любом случае. Мы-то смотрели на этот момент от лица игрока команды атаки. Но там залетело вообще что-то незаконное. Джаби доволен собой. Довольна вся аудитория у нас в чате, которая поддерживает команду Копенгаген Флеймс. Потому что это уже 10-10. И вы еще больше удовольствия получаете. Учитывая, что такие подарки вам приготовили компания Паримач. Заходите на сайт isports.pm.twitch и связывайте аккаунты. И получайте свои подарки. 10-10. 21-й раунд. И уже игра от девайса. Кстати, от Калаша, от Николая Арица. Все остальные с пистолетами. Есть только два армора в этом раунде у команды NIP. И вообще без раскида. Тут разве что надежда, что Николай кого-то подрежет на улице. Что будет поджим в ноль. И на рампе. Что сами Копенгаген Флеймс захотят зарубиться. Но пока у них такого желания не наблюдается. Ты видишь, NIP создают себе неплохие ситуации, но не доигрывают. А такие... Вот представь, если Флеймс такое не прощает, то естественно, что сделали в подобных случаях команды посильнее. Да, так и есть. Не будем показывать. Команды посильнее уже сделали, конечно. И вчера и позавчера тут NIP поняли, что они здесь пока лишние на празднике жизни. Но и для того, чтобы добыть себе путевку на то самое шоу, именуемое плей-офф, надо отойти от своих принципов где-то даже. И удивить команду Копенгаген Флеймс пока это не получается. Шведская команда, кстати. Да? Очень важно, что мы и живем в Стокгольме. В Стокгольме. А Вичи Арена будет расстроена. Конечно, очень много шведов хотели бы увидеть Хампуса и компанию здесь на арене. Ну, что поделаешь. Оллов Мейстера тоже не увидят. Да, кстати. Ну, счет 10-10. Так уже что-то... Ну, есть проблема, понимаешь? Есть проблема в игре. Да, мы говорим о проблемах. Правда. Приносят больше уязвимости, они показывают у своих противников, нежели наоборот. NIP где-то находят прорехи. У Копенгаген, Зифон и Никодос работают. LNZ где он там находит эти минусы из Дегла? Правда, потом уже сгорает от Роя. Неплохой выход, но Плопский на улице должен помочь с врывом на точку А. Это, кстати, как раз была пристройка, судя по всему. Там LNZ тоже проявлял себя. Девайс. Неужели не читается у нас опорник на А? А там Джаби. А Джаби непроходимый. И в этой ситуации тоже стоит твердо на своем Джаби. Зарабатывает 22-й фраг. Джаби закапывает вообще жестко. Так что арене, да, должна задуматься команда NIP. Понятно, что они могут думать вот сейчас, если там не выйдет, затащить на карте NUK, дальше Inferno. Но на Inferno не знаю, не знаю. Тут такие Копенгаген Flames могут тоже удивлять. Хотя надо бы посмотреть, что у них там вообще по статистике Inferno. Есть закуп сейчас от Flames, как, собственно, и от NIP. У них был такой полу-бай в прошлом раунде. Ну и сейчас. Что по идеям? Вообще чувствуется, что немножко есть смущение в игре команды NIP. Тот момент, когда они отыграли прикольно в атаке, динамично-пластично. Они в итоге насидели в окне на базе B, в контрл-руме. То есть была классная идея, была хорошая реализация, но вот не доиграли. Что здесь? Дальше мы видим стену смоков, отрезали никодоза. Классная, кстати, стена смоков. Нравится мне, симпатичная. Умеют. Выглядит, да, умеют. Надымили тут. Роя. Задумался о том, что это может быть выход на Сикрет, потому сам перетягивается через... Вентиль и Джаби! Где ты, родненький? Забирает лобские резать и пытались выйти через скрип, через пристройку. Тут появляется только Лензи, но опять же, он с Девайсом. В ситуации 2 на 4. На точку уже не выйти. Там Роя с вентиля врывается, убивает одну спину и вторую тоже чешет. Джаби будет сниться в кошмар. Матинный Джаби. Точно. А Джаби просто рофлит уже. Все у него там идет нормально. Кто? Что? Девайс? NIP Девайс, Джаби. Кто вы там? Джаби. Друзья, ну если, короче, вот выходит команда Копенгаген Флеймс у нас плей-офф. Хочу наклейку Джаби. Вот я покупаю Джаби. Покупаю Джаби. А у тебя есть свой Джаби? Слушай, это будет уже как, знаешь... Это мой Джаби. Это будет как мужская цепер ГО, типа статус мужчины. Вот эта наклейка Джаби должен быть у тебя. Если ты хочешь получить статус красавчика на мажоре... Продано. Продано. Джаби слепой, правда, там за него работают тиммейты, но надо бы, чтобы они тоже тут кого-то убили, наверное. Джаби не всех же забирают у нас в этой катке. Хампус и Рес остались при этом в быстром выходе. Проваливается команда NIP, и тут уже вопрос времени, когда доработают до последнего. Слушай, ну учитывая, что это мое третье Best of 3 на сегодня, я считаю, что здесь тоже должно быть три карты. Нам нужно три карты для того, чтобы посмотреть хороший Counter-Strike, много экшена. То есть, Flames сейчас безошибочно добирают нюк. Смотрим Inferno, и там будет видно, в общем. Экономически заканчивается ничем для NIP. Никого они вообще не потеряли здесь. Точнее, Flames никого не потеряли. Последний Хампус включил режим Трайхардера. Слушай, я вот смотрю на Хампуса, на девайса, так они посмотрели на прическу Джаби и сами себе такую захотели тоже. Да, на лету просто уже даже переформатировал Хампус. Да, но надо просто немножко отрастить себе волос, для того, чтобы быть как Джаби. Это новые тренды, Джаби. Там, кстати, у нас еще есть на месте. Может быть, он заберет? Нет, Никодос в итоге. Что у нас там получается? Нет, это не... Думал, что там Тиммейс может быть, но нет. Рой никого не убивал. И N1310 было бы неплохо поставить себе еще паузу. Поу работает над этой атакой команде NIP. Может быть, рампу включить, кстати. Шоумен Джаби! The showman! The showman! Greatest showman! Не знаю даже, кто круче, Джаби или Хью Джекман. Джаби точно круче. Конечно, Джаби сейчас. У него звездный час, опять же-таки. Приятно очень наблюдать за командой Копенгаген Флеймс. И этот парень, кстати, имеет 75% хедшотов. Да он лепит там такого, что за атаку, что за диффенс вообще... Жесткий перец. Ну что, фулл закуп от NIP. Что по идеям? Что с идеями? Ну, были же раунды хорошие от NIP в атаке. Вот начало даже. Вот раунды с мыслью. Ребят, ну покажите нам что-нибудь. Давайте так, чтобы это было удивление. Потому что пока Флеймс, ну вот, в целом, да, готовы к тому, что происходит на карте. И постоянно есть какой-то герой по типу Джаби. Постоянно есть Джаби. Слишком много Джаби. Есть, во-первых, уже дисбаланс в командах, потому что с одной стороны у нас есть такой парень. И пройти его реально очень сложно, друзья. Потому что это вот какая-то турелька у тебя стоит на точке А. Она еще передвигается, понятное дело. На Б он тоже встречал. Вообще работает, короче, у нас не только АВик по всей карте, но и Джаби. С маками закрывается улица. Тут Роя пока в секрете. Очень закрыто. Не открывается. И после молика тем более не будет выходить. Это было бы слишком опасно. Тут попытка выкурить секрет, если бы там Роя поднялся чуть выше за стенку. У команды NIP. Сейчас включается Рой. Флешка для Хампуса пытается загонять, но уже дальше не стоит идти. А Зифон все это дело слушает в ангаре. И Зифон, кстати, рано или поздно прочекает улицу. Скажет, что ничего нет, ребят. Там если и есть секреты, то только один человек. Кстати, это Хампус, который может удивить Роя. Я так понимаю, это будет поздний сплит через рампу на Б, что ли, или нет? А, нет, стоп. Или вентиль спускаться. А может и вентиль. Ну что, в четвером вентиля полезут, но это глупо. Ну, отреза... Скорее на А, видишь, под вентиль сыграют Хампус. Ну, или Хампус найдет кого-то на Б, и можно спускаться под смог вентиля. Кто знает, как сыграть сейчас. И это Джаби. Убивает одного девайса. Дальше Зифон запомнился одним минусом. Спускается все-таки на точку б. Команда NIP, я к этому готова или нет? Рой только на точке. Находится на линейке над коротким. И Никодос тоже на перетяжке найдет выйти. Блобский. Не получается Хампус. Последний дорабатывает по нему Хокси. Легчайший раунд для команды Копенгаген Флеймс. И мы видим, что на данный момент, друзья, атака NIP не готова. Слушай, но мысль есть, Саш. Мысль есть, конечно. Но видим мы, что постоянно на шаг впереди находится Копенгаген Флеймс. Это да, это вот то, о чем я говорил. Я говорил об этом, что насколько важно вот эти вот передвижения и пластика в диффенсе. Она есть. Вот мы с тобой, да, вот мы видим, как идет смещение под Б, и мы задаем себе вопрос. А что там на Б вообще? А тут раз, а у нас уже чел на линейке идет. И АВИК с вилки контролит. Вот четко, ну четко, то есть реально четко. Очень, очень, очень четко и очень прикольно играет Флеймс. Да, готовы спокойно уже дорабатывать. У противника нет денег. Все запасы золотовалютные закончились у команды NIP. И исходя из этого, они сейчас будут, наверное, что-то придумывать на точку А. Ждем выпад от Мак-десятки LNZ. А там у нас Хукси на планете с Калашом. На девятке тоже появляется АВИК. Флешка довольно неплохая, Джаби в скрипе пока закрыт. Забирает одного. Пытается выйти на него Пловский. Без шансов. Рой тоже включается через вентили. Как же реактивно действует команда защиты. Вот только вот первые флешки полетели на выход через будку. Через скрип, кстати, никто не вышел у нас только что. Да и было сложно, учитывая смок там. Постоянно обновляющиеся игроками атаки, вернее защиты. Летит еще один под Хампуса. Бомба, напоминаю, потеряна. Она под подошвой команды Копенгаген Флеймс у скрипа. А девайс решил поиграть немножко в долгую. Выход под девятку, но Хампуса только что потерял. Это крах, и это должен быть выход на пятнадцатый. Хотя, нет, смотрят. Смотрят девятку. Этим занимается Zephon. Девайс будто прочувствовал это. Потому не поспешил, но надо или поздно будет выходить. Вот ты знаешь, атака пока что от NIP здесь на карте нюк безысходность. Вроде пытается, ты говоришь, есть мысль о том, чтобы пройти через секретку на улицу, раскидать. Вот как сейчас, например, ворваться на точку, а под массу флешек и слепых опорников перестреляют. Но мы видим, насколько быстро реагирует команда Копенгаген Флеймс. И не работают эти раскидки. Слушай, но я вот что-то подумал про то, что Флеймс могут выйти в топ-8. Да. И я к тому, что это очень такая... Это, наверное, самая яркая история Золушки будет в случае победы над NIP. Ну, есть у нас, конечно, Фурия, да? Мы можем сказать, что вот Фурия тоже удивление. Да, эти ребята уже давно здесь у нас. Ну, в целом, я имею в виду, на тир-1 уровне играют уже несколько лет они как здесь. Копенгаген Флеймс – это команда, которая переживала не самые лучшие времена. Последние года 2-3, там была постоянная смена составов. Что только не происходило с этим стэгом, скажем так. Но сейчас это будет большое достижение. Я бы их сравнивал только с Энтропик, только немного успешнее, исходя из того, что у нас происходит сейчас. Знаешь, и там, и там просто ребята, которые уже поиграли, которые уже где-то себя показали в каких-то командах и, наконец-то, собрались для того, чтобы на мажоре влететь в топ-8. У Энтропик это не получилось, но ближе к плей-оффу оказалась команда Копенгаген Флеймс. Забирает карту свою, кстати. Нюха, не Пика, Ли, но как же это было уверенно? Это было очень уверенно, и последний раунд в том числе это показал наглядно. Ну и в целом вся игра, да, то есть, во-первых, 8-7 первая половина. Это атака. Да, то есть и сейчас в защите. Это было... Что вы можете сказать, друзья, в защиту команды NIP? Напишите нам, интересно почитать ваши сообщения в чате. Больше активности, больше болельщиков для NIP сейчас важно, потому что, ну, как-то может быть последняя катка в этой стадии, такая односторонняя. Была односторонняя только КТ от команды Копенгаген Флеймс. Мы надеемся, что на Инферно подъедет и Девайс, и Хампус, и они смогут составить конкуренцию Джаби. Это очень важно. Да, но хотелось бы посмотреть в таком красивом матчапе третью карту, друзья. Давайте уйдем на небольшую паузу, и уже вернемся со студии Аналитики. Не переключайтесь. Ситуация один в один. Надо что-то делать. Хедшот. Отлично. Мулаки тиммейтам. Мулаки тиммейтам. Мулаки тиммейтам. Паримач. Паримач. Играют они. Побеждаешь ты. Субтитры делал DimaTorzok И да, задания не всегда легкие. Тебе придется изучать физику бани-хопа или сюрфа, чтобы выполнять миссии. Все это возможно только с премиум-подпиской, которая в течение мажора будет со скидкой в 21%. Удачной игры и разминки на CyberShock! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кобенгаген Флэймс, друзья. Это очень крепкий орешек для НИПов. И если у тебя в составе есть такой парень, как Джабби, то, наверное, можно не беспокоиться за Денюк. Ну, если честно, парень впечатляет своей игрой. И даже не то чтобы 4 минуса из калаша в какой-то безвыгодной ситуации. Просто он хорош. И если я пройду дальше, купите его стикеры. Сто процентов, конечно, я уже перезадумался над тем, чтобы его стикерочек приобрести. Но стоит отметить, что пока у него еще нет стикерочка. Ему еще нужно выиграть одну карту НИП. Если на Денюке это у них получилось, то далеко не факт, что получится на 2-й карте. Я могу сказать, что НИП слишком высоко зарейтили из-за того, что они выиграли просто 2 первых Best of 1. Причем на одной и той же карте на Инферно. Плюс, конечно, в том, что она будет сейчас сыграна. Но минус НИП заключается в другом. В том, что в Best of 3 победы они еще не одерживали. Даже на одной карте. Они вот играют 3-е Best of 3, везде 2-0 против Na'Vi, 2-0 против Gambit, 1-0 сейчас уже против Копенгаген Flames. И такая тенденция. Все похоже на то, что и тут карты они больше не возьмут. В общем, у нас, как ты видишь, Степа, разделились мнения. Разногласия, разногласия в студии аналитики. Разногласия в студии аналитики. Сейчас будем спорить, там такие моменты будем смотреть. Мы посмотрим моменты обязательно, но личный скилл ребят из Копенгаген Flames не спорим. То есть у нас будет раунд, где были 5 хэдшотов из дегла. Слушай, ну есть такое... И будет потом 2 раунда от Джаби. Круто! Ну то есть ребята круто работают. Есть такое понятие, называется игра жизни. И вот у Джаби сейчас на НЮКе было нечто похожее к этому. Нет, да больше похоже на то, что Джаби выдают турнир жизни. И получит MVP, MVP получит, да, станет лучшим игроком планеты. Ну смотри, Копенгаген Flames уже обыгрывали Gambit'ов. И не один раз уже дважды обыгрывали Gambit'ов. В своей истории. Если они могут обыграть Gambit, и у них в принципе сетка такая, что дойти до финала они могут. То есть у них история будет следующая. Они выходят с плей-офф, там они обыгрывают G2. Это реально. После этого они побеждают в полуфинале, допустим, тех же самых героев, которых они уже обыгрывали. И им нужно всего лишь, чтобы Gambit победили Na'Vi, и они становятся чемпионами мажора. Вот та самая история про Золушку. Нет, ну знаешь, лучше финала Копенгаген Flames Gambit я просто на этом мейджоре представить не могу. Потому что там такая история противостояния, ну это просто фантастика. Ребята, круто, круто, пусть так будет. Ну если так будет, конечно, я с ним ляп перед Михаилом и его умение там анализировать и рассматривать во всех этих командах более сильную. Но пока, ну я вижу, что да, Копенгаген Flames это серьезная команда. Да, они классно индивидуально подкованы. Да, они не сломились психологически в самом решающем матче пока. И они смотрятся крайне уверенно. И Джаби выдал сейчас нюк, ну феноменальный, ну скажем так, не дефолтный для себя. И очень много было моментов, где у него очень жестко пошла стрельба. И это, конечно, безусловно стало причиной, возможно, их даже победы на целой карте. Потому что Нипы просто в конце концов уже не знали, что делать, куда идти, как построить свою атаку так, чтобы нас этот Джаби из аквариума не поубил. Я могу сказать, что Джаби, то есть тут понятно, что неплохая командная игра от команды из Дании. Но при этом при всем Джаби и Раеш выдали реально феноменальную игру. Они просто все попытки Нипов закрыли изначально. То есть они все просто разбились от Джаби, разбились от хелпучего Емура Эджа. И поэтому на Инферно такого, конечно же, не произойдет. Но сам факт того, что Нипы вели в этот момент, то есть каким они что-то вели до того, как они отдали АК? 4-3, короче. Вот они ведут 4-3 и в очень непростом находится положение команды из Дании. Но при этом при всем у них получается вот таким вот образом переладить. Если можно, давайте включим девайсы. И вот здесь мы сейчас будем долго спорить. Потому что это вообще любимая штука у Саши. Это спорить на Нюке. Сейчас паузу, паузу, паузу. Вот смотрите. Вот здесь видно только голову игрока. Двойной зум. Ты примерно знаешь, что играешь ты, наверное, против форса. Давайте на замедленном. Я вот могу сказать, что со своей тренерской стороны я против таких пиков от моего игрока, моего снайпера. Просто потому, что у него видна только голова. И террористу тут стрелять только в нее и приходит. Давайте на замедленном включим. И если можно, выключим... X-Ray. X-Ray. И смотрим за Джаби. Вот он медленно. Он выцеливает секрет. Смотрит, что там будет происходить. Девайс в это время за красным. И в целом он пытается на скалу смотреть. Ну и символично, что именно Джаби даст этот первый хэдшот. Потому что Джаби просто однозначно хорош. Да, он будет здесь долго смотреть, пока ничего не происходит. Наверное, нам чуть-чуть быстрее. Просто не хочется пропустить момент. А там Зефон. Это Зефон давал минус. Нет, ну Джаби хорош. Слушай, ну как же жестко Джаби повертел. Он же Диггл сейчас. Джаби контролирует важную позицию. Сейчас он... Мы понимаем, что... Ребята, нам надо отмотать этот момент, если что, и показать еще раз от лица только Зефона. Потому что мы думали, что Джаби сделал этот килл. А это сделал другой игрок, да. Ну давайте... Тут как-то демочка сейчас быстро отмотается, потому что это в самом начале. Смотри, тут на самом деле все пять убийств в этом раунде будут стрелять иглом. Это точно. Это вообще раунд феноменальный. То есть он, мне кажется, ударил по... Включаем Зефона. ...плану на игру. Команду НИП очень жестко, в дефенсе особенно. А Зефон сидел рядом с Джаби. Зефон сидел рядом с Джаби. Значит, он тут сначала заметит, как девайс за этим ящиком там двигается. Просто посмотрите, как человек ставит прицел. Во-первых, видно только голову того же самого Зефона. То есть Сави, как-то видно, тоже по голове стреляет. И вы примерно в одинаковом положении стреляете по головам. Вот сейчас, я думаю, что Зефон выстрелит успешно. То есть и зачем тебе вот такая перестрелка по головам? Если ты с АВиком, а человек с деглом. Ну, я не согласен с тем, что это стоило того. Вот он. Вот все по голове. Прекрасный выбор. Так, я не понимаю, а в чем вопрос? Вопрос в том, что для чего девайс это делает? Ну, давайте посмотрим от лица девайса. Ну, типа со стороны девайса это 100% легчайший изи килл, который он обязан делать. И точно так же у него видна одна голова, в которую он хочет попасть. Только для чего ему это делать? Ну, чтобы сделать энтри килл. Потому что у него авик. Да нет. Против него играет дигл, который далеко не факт, что попадет в такое расстояние. Как не факт? Ну, как не факт? Ну, это типа раз, не знаю, в игру залетать. Мы говорим о командах, которые, понимаешь, я тебе объясню, Петрик, мы говорим про самых жестких чуваков. Это мейджор, это чемпионат мира. Тут все только самые лучшие. И вот девайс, как бы, который... Вот посмотри, что видит девайс. Ну, девайс в голову. Вот он с двойным зумом туда смотрит. Ты думаешь, ему так легко попасть в эту голову? Конечно, легко. Почему же ты так... Ребята, пишите ваши комментарии. Ну, кому легче с такого расстояния? Давай посмотрим, как он отлетел. Посмотри, он же сейчас выстрелит, наверное, по голове попробует попасть. Кому легче с такого расстояния попасть? Девайсу в дабл-зуме, который потихоньку распикивает эту скалу? Ну, и посмотри, хорошо, и посмотри. Посмотри, как у него сейчас будет. Попади в голову, попади в голову, девайс. Так, слушай, у Зефона точно такая же видимость, только он без дабл-зума. Но зачем ему это нужно? Смотри, вопрос заключается в чем? Вопрос заключается ровно в той же самой ситуации. Девайс чувствует уверенность и пробует пикнуть этого игрока. Это абсолютно правильный мув от девайса. Вообще не понимаю, за что его здесь критиковать. То есть человек в дабл-зуме пикает на скале оппонента. Жалко, мы хотели весь этот раунд посмотреть, но уже не важно. То есть там просто каждый фраг от Копенгаген Флеймс был хэдшотом с Дигла. И с Дигла. И они в конечном итоге берут этот раунд и начинают набирать. Он не запушил с авиком против Диглов там ту же улицу и не отдал свой авик. Вот наш герой как бы, то есть это не Девайс, это Джаби. Ребят, нельзя спорить с Петриком на нюке. Да нет, я считаю, что мы Девайса вообще не по делу за хейтинг. Петрик, ты такой упорный игрок. Поверь, тебе стоит просто выпить немного пива. Оп. Ну Девайс тоже я собираю. Оп. Два хэдшота. Три хэдшота от Джаби. Ну все, это вот тут началось. Вот эта ульта Джаби в девятом раунде. Ну и это еще не все, потому что еще он находится четыре. То есть он... Четыре хэдшота из АК. У него на какой-то момент было 13 хэдшотов из АК на этом нюке. И мне кажется, что сейчас он очень воодушевел. По-моему... Ах, почти пятый. Ну у него дальше будет еще 4 кила на Б, когда он там в аквариуме прыгал. Да это вообще страшный человек. Мы хотели бы их посмотреть. Давай посмотрим. Пожалуйста, ребят. Мы восхищаемся игрой лучших команд в мире. Пусть сейчас это и молодая команда, которая очень хочет в плей-офф, но это круто. Это действительно круто. Смотри, у нас есть два мнения. Я быстро объясню. Если игроки защиты и Девайс посчитали, что в целом сейчас там форс, то для Зифона логично пытаться стреляться с Девайсом и пытаться в него попасть. Это его единственный шанс. Да, это его единственный шанс. Для Девайса, возможно, стоит сыграть, как говорит Миша Стояров, безопаснее. Это абсолютно безопасный фраг с его стороны. То есть это супер преимущество, которое есть у него благодаря даблзмуту. Знаешь, почему Зифон туда залез? Пошел в следующий раунд. Потому что он считал, что он может дать там килл. И он его дал. Ну, а почему Девайс пошел с ним стреляться? Потому что он думал, что он даст там килл. И ЛНЗ тем временем находит в дыму роешь. Вообще, это раунд, который должен был заканчиваться в пользу Нипов. 5 в 3 они проиграли вот такой раунд для Джаби. И это действительно переломный момент. Ну, 3 в 4 уже чуть-чуть Никодос. И вот здесь Джаби начинает сжечь. Что неправильно делает Нипы, кстати. Пока Нипы делает все правильно. Нипы все делает идеально. Но здесь такая, понимаешь, трудная ситуация с этими стеклами. Вообще, я советовал бы им просто туда не лезть. У них нету молотова, как бы, то есть, ну, им невыгодно заходить на Джаби. Они не поставят бомбу, если они отсюда его не выбьют. Нет, они могут поставить бомбу на короткий и просто прикрывать сверху. То есть, есть вариация не занимать эту территорию, если у вас нет молотова. Можно вернуться на две смерти назад и посмотреть это замедленно? Потому что это было потрясающе. Ну, а Плопский тем временем поставит бомбу сейчас и будет прятаться. Типа вот так как-то бомбу поставить? Ну, последнее, что-то Джаби, это самая красота уже. То есть, это уже показатель того, что он любое нажатие отправляет в бомбу. Вот давайте хотя бы это медленно посмотрим. Хотя бы это медленно, потому что здесь абсолютно непонятно, как он это сделал. Замедлите, пожалуйста, до одной второй, пожалуйста. У нас уже просто, ребята, Инферно начинается, поэтому нам нужно срочно на него прыгать. А, ну ладно, давайте, давайте, смотрите, последний фраг и уходите. Ну, как выйдет с окна, тогда можно замедлять. Не, ребят, мы поклонники Джаби, это видно. И как? Ну, это замечательный хедшот, конечно же, такой, ребята, не советую повторять, потому что, скорее всего, не получится. Игра жизни от Джаби на Ньюке на Инферно без шансов будет для Копенгаген Флеймс. Ребят, смотрите, на вторую карту, по-прежнему у нас фаворит НИП, но как будет, так и будет. Ухо Энкани, с вами, друзья, на Инферно. Вот для НИПов теперь игра жизни, так уж точно. У нас разгоряченная аналитика в этот прохладный осенний день. И, конечно же, Копенгаген Флеймс у нас в защите на карте Инферно против NIP сейчас уже готовы выступать. Насколько без шансов здесь будет, Алексей? Не знаю, посмотрим. Пистолетка в 4А играет Флеймс, один опорник на бета Джаби. Опа. И это опасно. Он здесь. Тут, как минимум, вообще план на игру должен быть такой. Вырубить Джаби. Так, ну отогнали Джаби. И что дальше будет? Такое ощущение, что НИП не хотят никуда там перетягиваться. Это будет выход на точку боя. Джаби блочит смог? Или не блочит? Пока не успевает там, видимо, на КТ. Только сейчас летит тоже дым. И Джаби все еще в поиске своего первого фрага. Может найти там Реза или Плопски. Это тоже играет. Джаби! Что это было? Доходят еще герои вместе с ним и ЛНЗ. Девайс Хапус отвечает. Джаби идет дальше против Плопски. Джаби просто тут нереальный какой-то. Только Девайс его увольняет. Надо подумать, НИП над тем, чтобы изолировать этого молодого пассажира. Зифон забирает Девайса, Зифон и Хукси. Есть смог. Хампус. А есть эти фьюзки? Да разбит! Нет! Хампус! Как так? НИП вытаскивают раунд, который уже, казалось бы, не выигрывается. Что-то вообще невозможное только что произошло для Хампуса. Выпад. Вроде как два противника на него должны были смотреть. Время еще было, чтобы дефузнуть. Может быть, обратно войти в этот смог, в бомбу. Но нет, Хампус дарит раунд для своей команды. И Джаби, конечно, был жесток. Но надо бы, чтобы команда там тоже как-то доработала в стиле Джаби. Вот этот вот момент довольно интересный. То, что не попал вообще Зифон по противнику. Стоящему на месте, по сути. 3.55 на эту карту сейчас для команды Копенгаген Флеймс. 1.27 для НИП. Не забывайте также забирать стопроцентный бонус на первый депозит от париматча под нашей трансляцией. Тут у Джаби есть куча гранат у нас на КТ. На точке Б он готов уже взрывать противника. Вернее, на Мадане. На Банане тут Бокапловский отстоялся. Подождал. Подошел под смог уже и готов работать дальше. Еще ближе к этому расположению. Джаби на просвете, Хоукси вместе с ним на точке Б. В то время как, в принципе, их тиммейты имеют дефолтное расположение на... А, это 20, это 15, это человек на больших песках. Или на балкончике, который смотрит выход из ковров. Негодо со скаутом. На, пойдем. Минута до конца. Судя по всему, да. Да, но тут, кстати, понятно, что Флеймс стоит 3 плюс 2 в защите, но Флеймс очень неплохо стреляет. Тут отличная раскидка, просто ювелирная. Вот как выстоять с этими пистолетами? Пока это что непонятно. На самом деле тут скаут должен попадать жестко, чтобы доработали пистолеты. Зефон убивает Пловский. Зефон! Дальше Пореза прошелся. Там Хампус будет включаться с Калашом или нет? Также Роя дергает на себя. Выпад еще от одного. Забрали Девайса. Успели каким-то чудом вывести. Не спешить, не надо торопиться. Джаби и Нико Адос вместе с Хукси. Нет, Дефьюз Китов ведет врыв от Нико Адоса. Он знает, что в Планете 2 должен понимать это сейчас. Должны понимать это Флеймс. И ЛНЗ забирает Нико Адоса 2 в 2. Красный Хампус. Посмотрите на это. ЛНЗ тоже битые. Там надо как-то выйти Хукси и убивать от одного. И Джаби! Его никнеймом надо закрывать этот раунд. И на устах у миллионов сейчас прозвучали эти замечательные буквы. Джей Эй Би 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 Би. Переехала только что Копенгаген Флейм своих соперников. Смотрите, вот опять же ты смотришь. Три человека на точке А. Двое закрыты в хлам вообще. Да, в пленте. Скаут слепущий за смоком. Он вообще не воюет там по сути. Но каким-то образом эти два пистолета убивает выходящих на двадцатке. Вносят смуту в ряды команды НИП. И это уже 1-1. Забирайте подарки. У париматча сейчас по адресу esports.pm. Слэш твич. Связывайте аккаунты и забирайте свое. Третий раунд. Сейчас НИП вынуждены, конечно, форсить у девайса АК-47. Галил Хампуса. Это три дегла от остальных. И война на банане. Джаби не просто было отойти из-под этого спрея. Или что там у нас было. Дегла, видимо, попадал. 18% остается у бомбардира команды Копенгаген Флеймс. Жив, цел. Все нормально. Этот раунд в ответ форсбай довольно серьезно ломает экономику оппонента. НИП будут испытывать трудности еще какое-то время. Если не возьмут раунд сейчас. В ответ девайс открывается на ребра. Там такой байтовый сетапчик. Никодос здесь, правда, показывается, конечно. Расчет на то, что он даст килл и второго не чекнут. Но потусили под ребрами НИП и все-таки решили стягиваться под базу Б. Б. Там пока что один Хукси. Он отдал смог свой. Есть еще Молик, конечно, и Калаш. Что тоже немаловажно. Поджигается банан. Но там уже перетяжка. Посмотри. Три человека будет на точке Б у команды Копенгаген Флеймс. Они угадывают. И здесь НИП идут в капкан. Еще одним смоком закрывается Б. Никодос. Придется Нипам выходить через этот дым. Никодос. Там Хукси нужно тоже помогать. Флешка полетела на всеми. Легчайший минус-минус бомба Хукси. За Б3 воюет. И дальше нужно еще флешечку. Нет? А ее пока что нет. Подсадка Никодос. Забивает только дворец. Сбревает. Боже, что за война на точке Б. Ну, Роя пропустили на банане. Сейчас он будет в спине. Рой – это мастер выхода в спину. Это настоящий ассасин команды Копенгаген. Боже, заливали эти там через мок. Что залетает? Рой забирает девайса. Последний хампус на Б3 его сейчас просто уничтожит. Вот что вообще в игре этой команды меня заряжает больше всего? Это вот это желание подраться. Подраться, пофайтиться, найти какую-то дырку, пострелять, пошить. Просто сломать все полностью. Крушить, ломать и рвать на части. Вот это жизнь. Вот это счастье. Да, вот это Копенгаген Флэймс, конечно. Очень, очень. Ты знаешь, вот любая команда, которая будет играть против нее дальше, даже сегодня, да, и на IP, они должны понимать, что происходит. Вообще не дают дышать. Не дают дышать. Постоянно цепляются. Постоянно дерутся за каждый момент. И они вообще не готовы играть там пассивно, отдавать какие-то позиции, что-то там играть закрыто там. Вот Хукси, вернее, Никодос пикает с АВП, это уже центр, уже открыто действует. Знаешь, что там нет снайперской винтовки вообще никакой, даже скаута. На почте подрывает джаби Хампуса, и Хампусу будет сниться вообще этот парень из команды Копенгаген Флэймс. Сегодня, наверное, не день Хампуса, хотя пистолетка была, конечно, хорошая, но попадает он уже под прицелы команды Копенгаген. Зифон не выпускает Анандзи, это было на центре. Бойлерная только что отработана Никодос. АВП показывается на 15, и дальше можно не репикать. Позиция-то есть, и там Роя тоже на месте. Под карнизом, и под ним, еще под этим же карнизом, находится Девайс. На банан выход от Плопски и Реза. Попытаются они хотя бы кого-то забрать. Хукси на точке Б. Довольно активная позиция на убийство. Флэшка неприятная уйти. Получается от Плопски. Чувствую даже, будучи слепым, как нужно отбегать игрок защиты. Хукси – это капитан команды Копенгаген Флэймс. Опытный человек в этом составе. И дальше уже будет работать он от действий Джаби. Как только включается его коллаж, тут же Хукси, или он даже первый. Ключается. Решил у Джаби немножко украсть статистики. Спасибо, брат, я тоже тебя люблю. Очень приятно это слышать. Наконец-то ты это сказал спустя 6 лет. Я так долго ждал. Я просто не знаю, как ты это понял. Я в чате пропутал. Да я вижу. Любовь всем, друзья, вам. Слушай, но игра команды Флэймс – это любовь. Согласись, Саша, мы давно с тобой такого не видели. Я вообще рад, что это последний матч сегодня. Да, и это, знаешь, это вот такая заряд эмоций, позитива, знаешь. Вот этот Джаби, этот экшен – это просто кайф. Я не знаю, это просто кайф. Я кайфую от игры Флэймс. Ну и проблемы у Нипов. В довольно затруднительном положении они сейчас находятся. Пока играют довольно медленно, стараются действовать широко. Из позитива это, конечно, контроль банана, но при этом обратите внимание, что три игрока у Флэймс прямо сейчас на базе Б. То есть они готовы к подобным выходам. Или же готовы выбивать дугу в среднем тайминге. Что весьма похвально. Никодос. Да, есть минус АВП. Плопский падает, но там резно. Ходят Зифона, и уже есть шанс выхода на точку. А там был только один человек, это Рой. Но Рой там еще тот воин, который может еще и откинуть такой молик на двадцатку. А тот еще за ящиком. Хорошая позиция вместе с Хокси. Это пройти довольно сложно. Закрывается смоком выход из ковров. И как же тут врываться на Рой? Никак не получается. Две головы снял. Уже Хампуса и Реза похоронил. И дальше пытается выйти на него ЛНЗ. Есть попадание через ящик. Но все-таки это ситуация два на два. Но там Джаби все еще на месте. Опасно. Девайс мог попасть по голове. Надо бы дождаться Никодоза, конечно, для того, чтобы нормально выбить эту точку. У Никодоза есть раскидка. Смотри, там молик, смог и флешка. У Джаби диффузы. Молик, кстати, внутрь плента. Выкуривает здесь ЛНЗ. Не знаю, слышал ли Никодоз. Понимает, что нужно также отрезать смоком большие пески. Так и есть. Девайс получает немного по своей красивой прическе. Джаби четко вычисляет плент. Делает минус. Девайс красный. Бомба диффузится. Все. Раунд проигран. Все. 4-1. Никодоз, ты волшебник. Волшебник очень тонко. Я по-другому не могу тут сказать. Очень тонко. Все. Просто божественно. Слушай, у него было три гранаты на заходе через центр. И он просто идеально их бросил. Он дал молик в плент. Заставил ЛНЗ выйти. Его услышал его тиммейт. Я имею в виду Яби. Джаби. И в итоге с Маком закрывается проход на точку. Под флешку. Заход. Убивает ЛНЗ. И все. Дефуз уже, потому что бомба-то стояла Николая Ритца. Это очень жестко на самом деле. Копенгаген Флеймс это сейчас идеальная команда на Инферно. Идеальное выбивание в итоге 2 на 2. И снова нет денег у Яби. Только пистолеты. Есть там арморы, раскидки. Но есть ли уверенность в своих силах? Потому что они могут здесь взять этот второй раунд. Слушайте, ну у многих на самом деле слетят пикемы, если сейчас Флеймс. У меня слетит. У меня тоже. У меня слетит, потому что я ставил Флеймс на 3-0 вообще. Мне на пикем, честно говоря, не то чтобы все равно, но для меня важная игра. И то, что сейчас показывают ребята эмоции, игру и содержание, это намного важнее пикема. Вообще плевать на пикем, честно. Если вот так вот играет команда, она достойна прохода в топ-8 этого турнира. Конечно. И тут, если NAP смогут ответить, я буду только рад, что они смогут вернуться против этого нас. Мы увидим красивую игру, ты понимаешь? Пока по факту это все понимаешь. Тут врыв от Зифона, удивляет Анхампуса. А тот был с гранатой в руках. Роя не пройти пока что тоже под смог. Там как же четко все это было отыграно. Господи, боже мой. Смоком закрыто. В дымы NAP. Казалось бы, ниндзя, да? С дымами должны дружить как-то, может быть, выходить и убивать. Но пока, увы. Оставили одного реза и он готовится к съедению. Слушай, я говорил о том, что помнишь, типа любят пофайтиться такие флеймс. Но сейчас вот в сетапе, в защите они, ну, очень дисциплинированная игра. Есть идея, есть мысль. Смотри, сейчас 4 в 1, они трайхардят. Они понимают, что они в одном шаге от топ-8. Да. И что они сейчас команду NIP просто переворачивают. Они понимают, что нужно брать противника тепленьким, конечно. Включается Thread, тренер команды Björn Pers. Зовут его замечательный игрок. Когда-то, сейчас уже, да, Old. В Киев приезжал. С опытом, да. И поможет ли его опыт сейчас, конечно, команде NIP. Девайса пока мы тоже не видим. Яби. Кстати, об опыте, да. Вот это Джаби, Яби. Тут опять же, не обижайтесь, друзья. Я вижу, что, понятно, нам пишут очень много сообщений и в личку, и сейчас в чате, наверное, что он там Яби его так называет. Но понимаете, все-таки Джаби это как-то в экшене читается попроще. Это Джаби, вполне возможно, это абсолютно нормальное произношение. Я не думаю, что он обижается на нас. Яби, пожалуйста. В смысле, пожалуйста, Джаби. Я настаиваю. Или, да. Все, шансов нет. Ты говоришь Яби, я говорю Джаби. Ты так и так правильно. Выход на банан. Тут бомбардировка. Работается ВП, но тут видишь, то Джаби, то Роя на точке АТО от... Никто за ней уйти вообще на этом банане. Снова АВИК здесь поработал. И быстрый раунд. Вот видишь ты, опять же, Алексей, а как тебе такое? Поджим от Зифона на второй центр. Компус последний. Непонятно, что это, скорее всего, раунд для команды Копенгаген. Я другое хочу обсуждать. Мы ставим паузу и после паузы решаем рашить Б с девайсами. Ну, может быть, там даже это не раш был. Ну, это был быстрый выход, конечно. Бомба, видишь, где? У Хампуса. Он в миду был. Может быть, хотели просто занять, просто стреляться вначале. Да, может быть, хотели быстро занять, да. Но тут вопрос в другом. Вы-то ладно, вы находитесь там в положении решений. Так. И поиски. Я имею в виду NIP. Окей. Но тут сетапчик. Тут трое на Б, Саша. Никодос с авиком врывается на машину, понимаешь? И откидываются гранаты. Там очень много utility damage было. Очень много. Да, я с тобой согласен. И пока очень много проблем у команды NIP здесь за эту атаку. Напоминаю, что именно они забирали себе эту инферно. Никодос. Яби на банане. Погибает от девайса. Тут быстрый выход будет. Нет, но Хукси хороший молик. Зонирует пока что выход от игроков атаки. Им было бы неплохо потушиться и пройти. И вот они этим занимаются. Тут Хукси выпрыгивает. Забирает одного через смок там. ЛНЗ. Даже без смока это было. Хаешка неплохая. Плопский чудом выживает в этом квадрате. Хампус ставит бомбу в смоке. И Хукси дорабатывает вместе с ним Никодос по девайсу. Хампус в итоге сгорает от молика и падает Плопский. Ему надо было как-то выйти, показать себя в этом раунде. Нужна еще одна пауза, потому что команда... Ладно, сейчас были пистолеты еще. Окей. Ну и была пауза перед этим. Окей, да, ты хочешь сказать. Но посмотри, тут настроение. Тут настроение, тут динамика, тут жизнь. Тут пламя полагает. Что-то я чувствую, что если у нас еще пойдет дальше команда Копенгаген Флеймс, то... А с кем она играет, кстати? Сейчас тебе скажу. Нам надо посмотреть, потому что были пары объявлены. Да, да, да. Там Na'Vi с Vitality играют. Герои к Virtus.pro и еще. Na'Vi Vitality, Gambit, Fury, герои к Virtus.pro и G2 Esports победители этой пары. Нормально, вообще. Тут, конечно, очень неприятный соперник попадется, независимо от того, что ты пройдешь дальше. Ну, я имею в виду либо это NIP, либо Flames, потому что G2 очень уверенно прошли групповой этап со счетом 3-0. И играли они против Копенгаген Флеймс. И там у Флеймс не все пошло по плану. Но, опять же, это Best of 1 была. Джаби на банане под стенкой. Тоже хочет играть на подсадку. Нет, там Хокси байтит на выход. Я понимаю, что он хотел сделать. Это убить кого-то с Макея или даже заставить выйти. Но там коварство, на самом деле. Защиты будет только что нам показано. Ой, а как же девайс попадает неплохо. Джаби погибает от АВП. Дальше выпадает Плопски. И Плопски живет. Как у него это получается? Хампус помогает. И, наконец-то, NIP ломает точку B. Они могут туда зайти. Саша, я бы так назвал это. Наковыряли ситуацию. Там еще девайсу тоже повезло, на самом деле. То, что флешку получил, сразу выстрелил и убил выходящего игрока защиты, который под флешку. Нельзя в Флеймс сейчас отпускать эту игру. То есть, понятно, раунд-то они отдадут. Два в четыре тут вряд ли стоит вообще выбивать. По деньгам все более-менее неплохо. То есть, в общем-то, это может быть еще два байраунда впереди. Но Флеймс нельзя отпускать. Вот этот вот нужно держать в ежовых рукавицах. И успокоиться. Успокоиться. Потому что есть уже какой-то определенный импульс, который вот прямо, он, так знаешь, где-то в одном месте так под... Как это слово? Не хочется говорить слово свербит, оно мне не очень нравится. Но чешется. Где-то чешется. Чешется поджаться. Там где-то чешется. Хочется поковырять. Без этого. Спокойно. В общем, так скажу, что команда Копенгаген Флеймс не хотела бы зарабатывать горький опыт здесь на Инферно. А у нас очень много горького опыта уже было по ходу этого турнира. У команд, которые вели. Которые отдавали камбэки в том числе. И вроде как все хорошо. Но более опытные противники возвращаются всегда. Это, кстати, тоже касается тех же антропиков сегодняшних. Которые могли реально выигрывать у Виталити на двух картах. Но довели до третьей и там уже поломались. Тут до третьей доводить не стоило бы. Потому что все-таки, как бы там ни было, у команды NIP очень опытные ребята есть в составе, которые умеют на длинной дистанции себя показывать. Но здесь, конечно, да, незаконное убийство от девайсов. И с этого все началось. Но были еще деньги. Там очень много монет у Никодоза. В кошельке еще остается у Zephon. Так что есть бай фулл с гранатами и АВП от Никодоза за банан. Пока не воюем. Это, кстати, что одна, что вторая команда сообщает. Если будет выходить туда NIP у нас, то только позже. Где-то через секунд 20. Может быть, раньше. Да, видишь, сейчас происходит ротация. Флеймс отдают полностью B-плэн. Поставляют там одного напорника. Это Джаби. У него на руках Молик и Флэшка. Ну, Хукси тоже перетягивается постоянно. Тут просто было понятно, что NIP в среднем тайминге обязаны выбивать дугу. Да. После этих гранат первых. Да. И тут выбьют-то да, но пойдут ли на точку B? Это ключевой вопрос. Потому что могут там угадывать тоже Копенгаген. Но мы видим, что не двигается Хукси больше. У них там перекрестный огонь с Джаби. А на точке А три человека. Там что-то флэшку дали для игрока, который обычно смотрит 15. Это не Кодос. Нет, вернее, он отдавал флэшку. Чтобы ему потом ее накинули. Такие вот моменты иногда мы просто не можем заметить. Когда у нас обсервер переключается. Одна флэшка какая-то может сыграть свою ключевую роль в выходе противника. Вернее, в отмене этого выхода. Хампус готовит смог на выход через ковры. 25 секунд сейчас будет. Никодос. Какой пик? Через 15. Никто не смотрит. Нет, Девайс был на месте. Что происходит? Зифон убивает Хампуса. Это было на коврах. Там еще Плэнти Роя надо пройти. Это такая еще задачка. Не из легких, но не для Девайса и Флопски. Зифона тоже нашли в больших песках. Слишком много движений. Он дал килл и был в коврах. Просто останься в коврах. Ну да, прыгнул вниз. Ты будешь там тупо кость в горле. И все, они задохнутся. А Хукси что-то решил в героя поиграть? Ну нет диффузов. Диффузов нет. У него есть Яби с диффузами. Но далековато тут находится. Тут можно было, конечно, попытаться. Учитывая, что никто из команды НИП даже не пытался бы уйти через ковры. Но большие пески всегда сэвятся. Поэтому не диффузнуть. Вот ниндзя диффуза, конечно, еще не хватает на мажоре. Может быть, был? Ну, может быть, мы не видели. Мы бы видели клип, если бы ее не комментировали. Скорее всего, да. Была бы информация во всем интернете. Уже бы разнеслип. Так, ну вопрос по экономике. Надо бы ее выбить у команды НИП. И, в принципе, третий килл – это уже хорошо в данной ситуации. Но два раунда подряд берет команда из Швеции. Поэтому у них уже много денег. Такой 4 плюс 1 был заход. У нас активно один ковры играл. И четыре через шорт. И, в общем-то, позиции были довольно неплохие у Флеймса. Они дали первый килл, но не смогли устоять. 2 и 0. Коэффициент от париматча на победу на этой карте дает на команду НИП. При этом 1.76 на Копенгаген Флеймс. И мы видим, что в счете и по игре в целом все довольно комфортно для датского коллектива. Мы смотрим традиционно стартовый файт на дуге. Так, поджигает Хампуса, который там пытается найти для себя островок безопасности. Кстати, урона немного. По нему нанесли. Уф, как же удивляет он Джабби. Тот со смоком там и погибает у нас. Флешка на выход. Пойдут сразу. Нет? Ну, надо идти сразу. Дали килл. Тут на центре, на самом деле, могут еще загреться команда Копенгаген Флеймс. Там Никодос показал себя. Убил яму только что. И да, это будет попытка подхода по точку бэк. Как же там ошибается Хукси, капитан команды. Нельзя было погибать сейчас никак вообще. Никодос тоже попадает в ДНЗ. И да, все еще будут деньги у команды Копенгаген Флеймс. Но уже намного меньше. Только Никодос, самый богатый, даст еще дропы. Но будет, наверное, еще попытка выхода. Девайс четко отыгрывает против Роя на 90, убивает его с АВП. Ну, а Зефон в эту позицию даже не хотел выходить. Он остается на больших песках. Что там, деньги есть, да, удача? Еще есть. Ну, и, кстати, важный будет еще сейв от Зефона. Но это уже будут последние бабки. Это 7-4. И тут только вопрос к Хукси. Что там происходило? И Джабби тоже пропускал Хампуса. Видимо, они думали, что нормально поджигали банан. Настолько хорошо, что там не мог пробраться никто из игроков в атаке. Потому что иначе не объяснить, почему Джабби так вот со смоком встречал противника. Ну да, он не был готов к тому, что близко так оппонент. Спасибо Хампусу за это. Тоже работает. Он ведет свою команду вперед. Пока что это лидер. И убивает тоже. И видим, что перестреливает часто именно банан опорников на точке B. Тем тоже стоит задуматься. Это Джабби, Хукси, как они там играют. Тут видно, что Хампус успокаивает своих тиммейтов. Просели Копенгаген Флеймс. Хвалили мы их. Конечно, было за что. Но сейчас можно и пожурить. Потому что вот эта тяга к постоянной агрессии, к тому, чтобы воевать за этот банан, и еще и не вместе. Это пагубная привычка. Со временем. Простите, со временем. Это знаешь, это все равно перерастет в понимание того, что есть дистанция. Что ты не можешь все время так играть. И это не будет все время приносить плоды, понимаешь? То есть вот о чем я хочу сказать. Это мысль. И Хукси, конечно, тоже. Там так попал. Там же не было контроля. Там флешку он, конечно, откидывал в квадрат. Но после нее уже должны были давно не слепые выходить на него игроки атаки. Короче, неаккуратность от капитана. И тоже это была ключевая позиция, которую нельзя было отдавать. Особенно учитывая, что Никодос с АВП убивал центр. И нам показали только что это в повторе. Было красиво, конечно. АДР от Сифона. Сильнейший пока что у команды Копенгаген Флеймс. Сифон это опорник точки А, который работает на больших песках и балкончике. Надо бы команде Копенгаген Флеймс уже забирать раунды. Тут было бы комфортно все, конечно. Но при таких НИП это сложно сделать. Те уже почувствовали кровь противника. Могли удивить Роя только что через Мок Хамбус. Снова на острие. Минута 30 до конца дуга занята. Это из позитива, конечно, для НИПов. Ты говоришь Флеймс забирать, а тут НИПам как бы не отскочить вообще. Потому что да, то раунды они взяли, но смотри, для них ничего не меняется. Ну с точки зрения того, что нужно набирать свои раунды. Контролится здесь дуга вроде как. Коварная подсадка, конечно, от девайса. Хокси может выйти на это. АВП замечает, его девайс не попадает. Хотя было близко очень. И Хокси понимает, что тут как бы не попасть бы под этот прострел. Часто подобное происходит. Девайс Плопский пока что остается на банане. В то время занятие центра от команды НИП. Три человека, там появляется бомба все еще в яме. Это открывает массу возможностей для команды НИП. Проход на 15 и сплит на точку Б. Это план. Никодос убивает одного человека от второго. И уже должны понимать Флеймс, что что-то здесь не так под бананом. Очень, кстати, грамотно играет Никодос. Нравится мне. А он натопал, да? На выход через библиотеку. Тут выход на точку Б. Джаби! Близко за смоком был все это время. Не дал пройти Плопский ЛНЗ. Последний девайс. И тоже добыча для бомбардира команды. Удивление было для НИПов, да? Что вот так вот они проходят, а чувак в спине у них сидит. Да. Это такая позиция, конечно, коварная. Не всегда чекается. Вот там где этот угол, бортик. Да. И любители там под смоком посидеть, игроки защиты. Отмечаем Никодоса, который в арке сделал два дальнейших фрага. И важно было, что он фликнулся дальше, прочекал второго, натопал на библиотеке, а потом вернулся и ударил в спину. Да, для Джаби позиция имба. Мне понравилось, что вот он сделал первый килл, и второго чувака он сразу с трейфом прочекал. Да. Вот я про это знаю. Да. Потом уже, конечно, и уже доиграл эпизод до конца. Нельзя пропускать банан, как это было у Хампуса против Джаби, а те и не воюют близко. Кстати, опасается Авика. На банане сейчас команда атаки, откидывая такой вот молик и потом смок. Авик-то подошел сюда. Никодос с позиции на 90 меняется с тиммейтом. Будет играть дальше на гробах, а Хокси на двойке. Ну, а Никодос должен, наверное, как-то еще закрыто сыграть. В темку пока что отходит эта снайперская винтовка. Банан у нас вчетвером занимала команда NIP. Пятый тоже перетягивается, бомба там на месте, так что будет раскидка точки B. Еще один смок. Небольшая отсрочка выхода. Понятно, что не будут рисковать пока что NIP. Ждут секунд десять, наверное, перед ним. Есть еще смок и молик. Подожди, или тройка где? А, ну да, на B. На B. Есть еще смок и молик. Понимаешь, что он с авиками, он будет стрелять. Не откидывать свою гранату пока что. Нет. Потушить B3. Это байтовая тушка на B3. Хампус выпрыгивает на Хоксе, как это было красиво. Никодос жить в этом смоке нужно. А тут зафейлили, смог только что Джаби. Какой спрей? Три минуса в итоге забирает он почти всю кабанду NIP. И Хампус на размене с АВП. Ситуация 2 на 2. Где два игрока у Флеймса. Это выход через КТ. Зифон и Роя вместе. Там АВП на удержание. Это очень опасно для команды Флеймс. Хампус живет. Плопский за B3. Получает под себя молотов. Сгорает. В итоге не сгорает, его добирает Роя. Хампус может здесь показать хороший хайлайт. Нет, это был бы, конечно, Эйс, если бы он убил и одного, и второго игрока команды Каппингаген Флеймс. Но как же хорошо они вышли там. Широкий спрей первого. И даже его хватило, чтобы убить эту снайперскую винтовку. Как же хорош Джаби. А что там со смоком не пошло? Я не понимаю. Там может быть... Там или заблочился он как-то, или в молик упал, или зафейлили. Все может быть. То есть надо смотреть, конечно, в повторе, вот как тут Джаби прошел. Надо в аналитике разобрать. Вот посмотреть этот смок. И никто не смотрел в него вообще. Даже не понимали, ребята, откуда там Джаби выходит на них. И как же здесь зафейлили. Хотя все так неплохо начиналось. Они там загоняли еще и второго опорника на точке B. Хорошо работали по гранатам, но провал. Два раунда. В этой половине Дивайс занимает Мексику. Дальше довольно глубокий смок от игроков защиты. Дивайс думает о том, что под него кто-то будет играть. А там уже след простыл. Закрытый дефенс от команды Копенгаген Флеймс по вопросам базы А. На банане, кстати, могут оказаться сейчас два игрока. Хотят воевать за него Джаби и Хукси. Нет, все-таки вернулись. Прочекали, никого не увидели и закрылись. А NIP, попробовав себя на точке B, вернулись к базе. И туда сейчас будет перетягиваться еще четвертый боец. Роя забирает одного. Плопский на двадцатке размен. Кстати, сколько там хп осталось у Плопски? Погиб он уже, отлетел. Дивайс находит минус по СДФО. Но это очень важный, кстати, минус, учитывая, что на Больше никого нет. Да, знают по кампусу. И Джаби выпад тут же убивает. Капитана команды NIP тут же Дивайс на месте. Сколько он уже там закопал? Ковры, ковры, ковры. Скоро будет выход у нас от кого-то. Это ключ. Это ключ к победе в этом раунде. Хукси сейчас... Ну, все. Вот я не знаю, все на нем. Чекаем. Чекаем Хукси. Он слышит большие. А этот смок его спадет. Зачем ты смок берешь? Ой-ой-ой-ой. Этот смок уже, да. Понятно, что готовится NNZ принимать Хукси. Молик. Интересный прыжок. Дивайс попадает в итоге. По нему 4 хп остается у Николая Рица. Было попадание по голове Джаби. В этом классе выход знает о Дивайсе. Хорошо, конечно, зонируется бомба. Молик прямиком на пакет. И тут Джаби не может даже дойти до этого Дефуза. Я знаю, Хукси неплохо, на самом деле, исполнял. Да, было красиво. В смысле, что, наверное, против Песков. И Молик он дал очень классный, который ты не часто увидишь. Да, и выпрыгивал он на двадцатку, понимаешь? То есть он технически все исполнял очень классно, красиво играет. Да, но тут у него был выбор. Видишь, стать элементом сюрприза для противника или же вот так раскидаться. Но было бы крайне красиво, если бы туда еще флешка полетела от тиммейта. Но тут было, смотри, он приземляется, сразу попадает в голову. Так что все очень четко было бы, если добил бы он Дивайса. Но не получается, очень тонко. Уберется раунд, Николай Ридц на месте. Были от него тоже хэдшоты там. О-о-о-ой! А, кстати, если бы Рез был бы в Мексике, то это был бы килл. Потому что, по сути, Хаешки бы залетали ближе к голове. Да. А так остается 4%. Он вовремя вышел. Спасся. Контролирует дугу NIP. Последний раунд у нас в первой половине. Два опорника на Б, и уже прямо сейчас Рои спешит на помощь. Второе вам будут фокусить базу Б. Ребята из Флеймс. Либо сделают буст и в итоге уйдут на смещение под Аплент. Там не идеальный смок. Просвет имеется. И Хампу сможет одного из опорников подрезать. Тут, если тот будет открываться. Но в этом сомнения у меня довольно большие. Будет ли раскидывать точку Б команда NIP потом уходить под А? Да, судя по всему, такова тактика на этот раунд. И пока Флеймс не угадывает. А у нас два человека. Но там еще имеется Никодос на центре. Его еще нужно пройти. Это АВП на 15. И он уже в позиции, чтобы забирать одного и уходить. Да, имитация выхода на базу Б сейчас будет. Но имитация там в один ствол. Легко для Никодоса. Прочитан этот фейк. И ЛНЗ пока что на коврах. Они ЛП смещают. Нет, надо идти под Б. А там, кстати, смещается... А, еще один игрок. 25 секунд. Команда NIP решайтесь. Бомба под А в итоге будет выходить. Здесь Никодос внутри плента. Под коврами сложно будет прочитать оппонента. Попадает Никодос по ЛНЗ. Рез тоже погибает. Последний плопский. И это бомбер команды NIP, которому нечего ловить на точке А. 5-10. Вот этот раунд вообще не получился паники. Было довольно многого NIP. Это было видно по фигуркам, передвигающимся по радару. Да, сначала одна идея. Потом, видимо, проходит какой-то кол. Начинается смещение. Потом опять передумали. Сначала подумали в одну сторону. Потом подумали в другую сторону. Да, давайте Б. Я уже под А. Я уже под Б раскидал. Вы можете определиться, пожалуйста, кто колет в команде? Вы приехали на мажор. Кто у нас колер? Подожди. Вот давай, пожалуйста, разберемся. Тренер, можешь сказать, кто у нас колер? Потому что я играю... Давайте после матча. Я не понимаю. Почему после матча? Нам сейчас играть вторую сторону. Кого я должен слушать? Этого или этого? Кто в команде колет? Нет. Давайте прямо сейчас разберемся. Почему тренер не может нормально мне сказать человеческим языком, кто колер? Ну, можно разбираться до техлуза. Ты колер или я колер? Я. Ты, я, мой колер. Колер. У Нипов, да. И колер все-таки девайзер. Команда NIP есть такой. Колер. Колер. Кстати, знаешь, очень жесткое такое вот второе имя в бандитском мире, скажем, колер-коля. Сложно. Колер-то не колер, скажем так. Колер у нас хампус, и сейчас нужен хороший колл в этой защите, чтобы отыграться. 2.55 на команду NIP дают пары матч. 1.47 на Копенгаген Флейм. Забирайте также стопроцентный бонус на первый депозит на паре матча, переходя по ссылке под нашим стримом. Двойной перевес команды Копенгаген Флейм с поочкам. Хотят они конвертировать еще в уход дальше, во взятую пистолетку. Тут закрыто играет, смотри, NIP. Три человека на точке B, двое под центром. При этом просматривается довольно активно. Бойлер, Риас убивает Зефона. Размена пока что не последовала. Рой не воюет открыто, потому что боится еще ковров. Не только выхода с бойлерной. Бомба пока в яме у команды Копенгаген Флеймс. Прикольно было, да? Да, и тут как-то 4 в 4 на ровном месте получалось. Как-то выход на А, где один человек. На центре сейчас Девайс, и ему будут передавать привет. Так сказать, поздравительная открытка от команды Копенгаген Флеймс. Выпрыгивают, ой, забирают одного в итоге. Джаби нападет Хампуса и переезжает Девайса. Никодос, как же красиво под флеш. Они на бейтут. Ай-яй-яй, там капкан. Ой, Плопский красный на КТ, флешка, помогает выйти Джаби. Все-таки это ситуация 2 в 2, и такую можно еще брать в команде Копенгаген Флеймс. Плопский. Пропускают бомбу. Ай-яй-яй-яй, Плопский попытается оборваться. Красный под флешку, Плопский падает, ЛНТ падает. Джаби ставит точку в этом раунде. И, возможно, забивает первый гвоздь. Джаби, он же Яби. Он же Яби-Джаби. В этом раунде я бы его назвал Яби, Алексей. Почему? Ну, потому что красивее звучит. Как же он попадал? Хорошо, без проблем. В этом раунде Яби. Защита. Спасибо, спасибо, что позволил. Да, и на IP, конечно, здесь не понимали вообще, что происходит. Да и видно было по расположению на карте, что все неплохо может быть, если Б, Плопский не пропустит. Но, видишь, он получил в борщ на КТ. И, понятно, не хотел он уже воевать там. И бомба из-за этого прошла. 2 в 2. Ситуация выиграна сейчас этими ребятами. Командой Копенгаген тут же устанавливается пауза. Наверное, командой NIP. Но Тред пока молчит. Видимо, разговаривал Хампус. Или Девайс, который может подсказать высоко. Со своего опыта. Посмотри. Не, Ябби вообще, конечно, это палач команды NIP в этом BO3. Просто легчайшая вообще для молодого. Просто легчайшая. Force Buy от команды NIP. Есть Маки. Четыре у нас пистолета. И скаут на руках у Хампуса. Хампус очень активен. Видно, как он пытается что-то придумать. Вот не только внутри раундно как-то вообще по стратегике. Как-то он передвигается. Постоянно что-то предлагает. Видно это, что он очень открыто действует по карте. Но насколько хороши сейчас Копенгаген Флэмс. Там неплохая Хаешка залетает от Хампуса по Никодозу. Пытается он рандомить через смок. Там, кстати, может быть выход от бомбы уже на ребра. Занята эта территория. Дальше проход на девайсе. Тут большие пески. Отлично, красиво. Забирает Роя. Дальше Хаешку себе ест. Тут Хампус на центре убивает Хукси. И можно это брать, друзья. Потому что все еще реально для команды NIP здесь. Но Зефон находит лобский рез. Пока что пленте. Не дочекали. Так, спина одна видна. И как же не развернулся только что игрок атаки. Вообще Никодоз погибает от Хампуса с этим скаутом. Здесь он готов хоронить дальше команду Копенгаген Флэмс. Зефон последний остался. Но тут уже рез. Рез. Отдай калаш. Как не прочекали до конца уже? Вы знаете, что рез есть. Вот он же опорник точке. Он же постоянно там играет. Прекрасный раунд от Флэймс на самом деле. Не от Флэймса, а от Нипо. Флэймс тут поторопились. И мне кажется, что это тот самый момент, когда играли как-то без контроля. То есть была, видимо, идея на раунд. Но опять же, если у вас была идея на раунд, почему тогда вместе не сыграли? Почему не было единства? Где позиция? Где выход с ковров? Его не было тоже. Вы идете на без ковров. Против Форсбая. Но это странно. Здесь немножко недоработали Флэймс. Теперь уже они делают Форсбай в ответ. Пять пистолетов. Много арморов, естественно. Ну и очень-очень мало гранат. Да, на нюке, кстати, с такой закупкой показывали нам уже шедевр команда Копенгаген Флэймс. С деглами тогда смогла взять раунд. И здесь тоже будет попытка. Правда, не у всех есть каски. Тоже важно. Тем более армора у Хокси тоже отсутствует вообще. У него раскидка в этом раунде. Смаком закрывается центр. Флэшка выпускает на двадцатку. Форсбай, хороший спрей. Отличный, я бы сказал. Хампус помыкает. На эту позицию спрей. И бомба там уже выпадает. Пока раунд этот не получается. Хотя через смок, через молик пытался пройти Хокси. Хампуса удивил, но не убил. Красным оставил. А Николдос последний на втором центре. Там уже понятно, что может быть спина. Она-то есть, но могут еще и разминуться. Ван Ди пока не находит. Девайс дорабатывает. Это, конечно, большой шанс для команды NIP. Это очень большой шанс. Наработать себе путевку в третью карту. Да, это защита на Инферно. Это сторона, которая камбэкается. Конечно, не хочется говорить легко. Это просто тупо будет звучать. Потому что тут игра дается в целом нелегко. Но имеется в виду, что предпосылки, и сама структура карты, сама вот эта вот история. То есть ты смотришь на счет 11-7, и ты понимаешь, что это камбэкается. Это камбэкается. И это не страшно, это не супер такой вот какой-то страшный результат, который там невозможно преодолеть. Да, решили не особо париться по этому раунду. Команда Копенгаген Флеймс просто вышла на центр и уже показала себя. Дала немножко подформить Девайсу и Хампусу, и те на два ствола развалили противника. Сейчас будет Девайсный. Добирается наконец-то для себя команда Копенгаген Флеймс до Калашей. Фулл фокус Николай Ритц. Не хочет вылетать. Не хочет, конечно, учитывая, какой путь был проделан, сколько было разговоров по поводу его прихода в эту команду. Девайс открывается на центре. Элэн Зин на Банане. Неужели будет идти дальше и воевать через МОК, да? Молики пока его там закрывает, убивает Яби. Это уже, кстати, что-то. Также было попадание по Хукси Никодозу. Ой, как это было опасно. И никто из Калашей здесь не смог убить Элэн Зи. Хотя Битова его оставили. Но и так он так поработал. Друзья, посмотрите на ХП Хукси. Ржоя Никодоз. Да, очень много урона здесь для Флеймс. И они ничего не получили под свой контроль. То есть они потеряли Джаби. У них просел сильно Хукси. Минус пол лица там у Рои. И как бы вот и что дальше. И все равно тебе нужно ретейкнуть Банан. Ну, как минимум, надо давать Молик сюда на машину. Это важно. При этом мы видим, что Элэн Зи стоит с флешкой. То есть тут еще тоже будет максимальная работа по гранатам. Потому как у Элэн Зи есть смог и Молик. То есть выход на Б будет очень и очень затруднительным. И если Флеймс примут решение именно идти на Банан, то в таких таймингах это будет очень сложно. Это факт. Уже Зифон выходит на ребра. Распикивает он курилочку. Ну, разве что на стрельбу как-то пойдет еще у команды Копенгаген Флеймс. Здесь по Зифону была получена информация. Кусает его 15. Он убивает Хампуса. И это проблема на самом деле. Хотя с моком закрывается точка Б. И туда у нас пытаются выйти бомба. Придется в Димити, нет? Да, то, о чем я говорил. Вот сейчас максимально неприятный тайминг для Флеймс. Да, тут, кстати, очень важно убить Дивайса. В этой ситуации не получается. Выход через смог, кстати, дают это сделать. Команде атаки сейчас опорники Б. ЛНЗ убили. За Б3 у нас Плопски. Убивает он одного. Это Роя. Падает также Никодус. И Хокси здесь не успевал бы поставить бомбу в любом случае. ЛНЗ кричит там. Заряжает НИП. Ну, на таймере сидели. На таймере сидели Флеймс. Да, много паники, конечно, там происходило. И важно было, конечно, второму опорнику Б отморозиться вообще максимально. Не включаться в эту историю. 9-1-1 и 3-200. 3-300. Это команда Копенгаген Флеймс. Надо бы взять себе пистолеты. Хаешки, кстати, хотят, видимо, взорвать банан. Туда полетят у нас тяжелые ракеты. 3-15 на команду Копенгаген Флеймс дает наш партнер, компания Париматч. Все очень тонко. На карте Инферно так точно. Моликом закрывается опора на точке Б. Четко. Даже если хотели выйти быстро, не смогли. Копенгаген Флеймс. Флешка. Хампус выпад. Легчайшие минусы. Изифон и Джаби были слепые. Ну и тут уже можно пройтись дальше. А еще третьего можно забрать? Как же четко. Было попадание по голове, но... Подожди. А как там? Через стенку, что ли, попали? Там, короче, было попадание по голове, но хеллспойнт забрался один. Ясно. Я думаю, что он красный остался. Но кто знает, может быть, убили его, прошли бы еще там, поставили бомбу. Это было бы неплохо. Но и так денег должно быть много у команды Копенгаген Флеймс. Теперь нужны тактики. Теперь нужен Никодос, судя по всему. Он покупает себе АВП, хочет повоевать с девайсом. Но как же там по деньгам все шикарного на IP. Это уже камбэчище. Такое остановить будет сложно. Война на банане. И снова LNZ ее выигрывает против Джаби. Как-то совсем не получается на первых порах играть на банане команде Копенгаген Флеймс. Но при этом же вроде было понимание того, что можно сыграть в отдачу Дуги и потом ее ретейкнуть. Видишь, атака пока у них скромная, на самом деле. Даже, возможно, скромнее, чем у NAP. Ладно, там на банане не все так было шикарно, но Хампус свою работу выполнял. Тоже проходил там часто и удивлял опорников Б. Сейчас у нас постоянно первые минусы. Именно на банане и в пользу команды из Швеции. Смотри, Никодос даже не подозревает о том, что два в упоре. Там такая засада, конечно. Хотя смоком закрывается. А зачем он дал смок? Интересно, зачем, учитывая, что у него тиммейта убили только что на точке А. Ладно, может быть, он не спрогнозировал это, конечно, но Реза сейчас будет выход, нет? Кстати, в этот смок вдвоем сейчас запушат НИПы. Это будет неожиданно. Это будет жестко. Рез открывается сам на Никодоза. Готовим его удивлять. Это получается. Дальше выпад Хокси. Тереть бомбу. Рез идет дальше. Есть попадание. Зефон там, конечно, может попытаться спасти свою команду. Но как забрать бомбу, это вопрос. Она упала на ребрах. И это, конечно, нереально крутая игра от Реза. Его реакция. Его чувство вообще ситуации. То, что он один на А закрыт. Но нет. Он потушил ребра, да. Но надо выйти просто постреляться, потому что тиммейты показываются тоже в центре. Внести хаос в ряды противника. И это получается хорошо у Фредерика. 11-11. И Копенгаген Флеймс просели. Просели. Высокая вероятность того, что мы можем выйти на третью карту. Кстати, у нас же были все три карты. Как в первом матче, так и во втором. Да. Это говорит о конкуренции. Сегодня никто не хочет проигрывать. Все стремятся в плей-офф. И обидно. Было бы остановиться за шаг до топ-8. 11-11. Очень у нас ровная конкурентная борьба. Команда Флеймс немножко потеряла нить игры. Ну и здесь уже на IP комбетчат. Появляется от них уверенность. Хороший потенциал. Опять же напомню, что раунды-то они добирают в защите. И все у них хорошо. Не знаю там какая уже серия. Сколько было? 11-7 я точно помню. А до этого? По-моему, 10-5. Да. Пистолетка взята командой Флеймс. И взяли Форнбай в ответ, да? Да. Как-то. А, да. Да, точно. То есть, по-моему, проиграли пистолетку Нику и взяли Форс. Да. И все. И все. Больше без раундов атаки. И пока, да, пока. Вообще без позитива какого-либо команды Копенгаген Флеймс. В этом раунде пистолеты у этого состава. Хотят они выйти на точку в этом. Там пока два опорника. Все еще реально ЛНЗ смотрит с зажигательной гранатой. Откидывает ее после флешек. Дальше будет выход. Нет. Да, прорывается первый Хокси. На квадрате появляется. Замечает Флопский. Тот просто убегает. Надо отдавать точку и потом вместе выбивать с тиммейтами ее. Хорошая флешка. Под нее играет Хокси, но от ЛНЗ не уйти. Оба игрока защиты находились в церкви. Подгорает немножко, правда, Флопский. Но ничего. Бомба поставлена. И как сыграть против Флопский? Они хотят постреляться там Рой и Джаби. Близко занимают позицию. Раскидка начинается от остальных. Молик за Б3. И какая? Флеш! Нет. Роя забирает второго. Появляются шансы. Нет. Не досиделся до конца. Тут Хампус ловит агрессора. Выпад. Хампус. Все-таки погибает. Тут его гзикфон. Никодос! Никодос! И Девайс спасает команду после этих хедшотов. Это жесть. Но вся попытка от Никодоза. Это просто жесть. Ты знаешь, исходя из того, кто играет вообще у нас на точке B у команды NIP, я бы на месте Копенгаген Флеймс бил больше по B. Так ты понимаешь, в чем проблема? Они проигрывают Дугу. Да. Ну окей, отдавать ее отбивать потом, понимаешь? Вот этого не хватает атаки. Отдать банан, потом отвоевать его спустя минуту и зайти на... Ну понятно, что можно напороться на стаг, на трех игроков, но... Простите, но опять же, это Лензи и Плопский звено, которое может ошибаться. Но сейчас оно играет вместе с Хампусом. Тот СВП, кстати, готов удивлять. Это два авика в защите у команды NIP. Вышли только они вперед и потратили довольно много денег здесь. Ну, еще много остается. Ну тут Джаби. Хорошая хаешка под Нивой Никодоза. Контактный выход B, но при этом Люркер сидит глубоко под коврами. Ждет просто поджим на морозе. То есть, типа, после выхода на B ждет, когда будет перетяжка? Ну или выход в спину какой-то. Ну тут, видишь, поработали на банане Копенгаген Флеймс. Мало через бойлеры и через ковры вообще играет Флеймс. То есть не хватает такого, знаешь, понятия... Широты атаки не хватает. Вот здесь это прям наглядно видно. Молик хороший на банан полетел сейчас через гробы за стеной. Флешка хорошая. Хуксик этому готов. Не слепой, я так понимаю. Там флешка еще была от Джаби. Флопский отработали. Хапус чекает сам. Хак Никодоз его не убивает здесь. Есть такие странности происходят иногда. ЛНЗ убивает Роя Девайс. Не рандомит никого в этом смоке. Бомба на месте. Слушай, ну тут рабочая ситуация для команды Флеймс. Первая такая ситуация для Флеймс. Нужно, да, забирать этот раунд. Очень важно будет. Рез находит минус по Зифо. Но это где было, я не понимаю. Это на ребрах, да. Очень поздний. Серьезно? Что происходит? Джаби! Какой пуш! Замечает ЛНЗ и не убивает его пока что. Жрет. Как же это было просто на Сэрбиле. Он слышит КТ сейчас. И по нему не было информации. По Резу имеется в виду. Пропустите зайти в церковь. Пропустите зайти в церковь. Ой-ой-ой! Убивает в итоге Хокси. Перекрестный огонь. Пока что за колонной не включается. ЛНЗ пытается найти его. Не, получается последний. Остался Девайс. Как же жестко было отработано. Царь Джаби. Он мог пропустить. Это было бы жестко, кстати. Но он, понимаешь, если бы пропускал Реза, то никто поза увидели бы за колонной. Да, возможно, просто вышли бы два через церковь и просто убили бы одного. И он был бы в ситуации 1-2. То есть тут, да, очень тонкий момент. И ты же понимаешь, что это импульс, который вот сейчас в секунду, в полторы решает все. Связывай аккаунты на esports.pm.twitch и привязывай аккаунт on ParryMatch with Twitch. Короче, много приколясов. Баннер по трансляции. Я думаю, что вам более наглядно и понятно объяснить, что нужно сделать. Показал спину, умер. Игрок атаки только что Роя. Находит Девайса. Это на центре вообще происходит. Так, Клопски. Попадает вот Джаби. И вот здесь, ребята, начинается самое интересное. Джаби просто уже остановился после этого минуса и отдался во власть огня. Минута 20 до конца. Можно не форсить событие, но решила все-таки команда Flames выходить на ребра. Ой-ой-ой. Здесь много урона от Хампуса, который откидывает ХЕшку и делает фраг. Тут Зефон может удивить его своим выходом через боли. Женой все-таки она не просматривалась пока что резом. Зефон, выпад, тут же рез, кусает второго. А как тут Хокси не сыграл? Видимо, хотел дать смок. Не пошел, он вообще просто не пошел. Не пошел, у него есть бомба. Все еще можно разруливать такую ситуацию. С смоком закрывается в итоге 20, что самое примечательное. Поторопились. Три в три была ситуация, они в минуту 20 пошли на ребра. Ну подождите, вы поиграйте чуть-чуть. Ну чуть-чуть поиграйте. Дайте больше пространства самим себе. Насколько интересно сыграет Хокси сейчас. Вот там тайминги. Нет, ну почему ЛНЗ включает нам? Что такое там? Один на один в итоге ЛНЗ далековато. И решили не вместе играть шведы почему-то. Сейчас уже появляются шансы у капитана команды Копенгаген Флеймс. Как же он рискует? Ой-ой-ой, какая хайеп от ЛНЗ. Дальше будет выпад от шведа. Хокси ждет его за ящиком. Какой молик заставляет выйти Хокси на ящик. И у него позиция не самая лучшая. Тут нужно попадать в голову. Он закрыл себя в пленте и просто понимал. То есть он дал оппоненту угол. Типа смотри, чувак, я здесь. Все, ты выходишь и просто смотришь все время права. Ну да, может быть не так уверенно, как мог бы сыграть Хокси он это сделал. Потому что, понимаешь, уже дальше понятно, надо рисковать где-то. Ну не так рисковать, понимаешь? Я к тому веду, что убить, например, он убил Реза на двадцатке. Вышел, поставил бомбу на дефолте. То бишь... И ушел сразу в плент. Большие, в ковры там как-то, да? В идеале в ковры. Ты знаешь, есть ситуация, когда... Это же классическая ситуация. Да, ты просто в коврах настолько имеешь власть над противником один на один. Когда у тебя так бомба стоит. Ты можешь там прыгать, ты можешь там руфлить, бегать. Это супервыгодная ситуация. Но зачем заходить в плент? Может быть он боялся центра, конечно. Но надо рисковать. Ты же красный. Тут надо уже как-то принимать решения. Ну вот он рискнул и выбрал из всех решений худшее. Заходить в плент – это худшее решение. Ну именно не потому, что его увидели. Это ситуативно. Могли увидеть, могли нет. Так он в любом случае бросил бы молик этот в МНЗ. Но он же не знал, конечно. Очень много тонкостей, сами понимаете. Тут очень много теорий крафта. Но с другой стороны, ушел бы на двадцать в ковры, было бы намного больше шансов взять этого раунда. Неважно, знал он, не знал. Двенадцать-тринадцать. И на ИП забирает очень важный для себя раунд. Опять же, деньги есть. Они в игре. Много гранат. Но при этом у Флеймс есть закуп. И это тоже очень важно для их экономики и попытки камбэка. Кстати, если сейчас выиграть Флеймсом раунд, то можно уронить экономику команды Н.А.И.P. Те тоже почти под ноль закупались. Крайне важный момент. Мало того, что можно... Ой, жонглёр! У нас появляется на карте Инферно. Это Хампус, который подносит хаешки-плопские. У него тоже есть своя. Так что три хае будет, если что, на выходе к точке Б. Тем временем Н.А.И.P. Опасается выхода через ковры. Откидывается смок резом. Там Роя и Зифон. Вообще, такое чувство, что хотят они совершить десант на большие пески. Джаби поработает на банане. Откинет смок на КТ. Заставит противника здесь воевать вдвоём всё-таки. И это врыв на А. Алексей сейчас будет заруба. Очень важный раунд. Да, ковры от Зифона. Я думаю, что он будет прыгать на двадцатку. Но мне нужен хороший сплит. Я не понимаю, что там троечка делает. Троечка что-то кидает или что? А, там Никодос держит смок. Всё, я понял. Да, Никодос. Рез близко. Ой, как это будет опасно. Тут позиция ультимативная. Встреча такая будет. Пропустил! Ой, пытается найти его там один из противников. Как Рез живёт? Вообще непонятно. Разминулся со всеми. Никодос убивает его. Как у него это получается. Какое анлаке для Реза. Ай-яй-яй. Сейвить, сейвить, сейвить такое. Нет, нельзя идти. Всё закрыто уже. Конечно, сейвить. Всё правильно. 13-13. Учитывая деньги, нужно уйти. Какой момент вообще? Ну да, очень тонко. И как же Никодос прочекал, да? Но видно, была информация тиммейта в том, что там разминулись в смоках. Занюхали друг друга. Но, да, этот фраг, он был на раунд от Никодоза. Ой, как же накаляется ситуация на этой карте. Это инферно. Это то, за что мы любим мажоры в том числе. Потому что здесь постоянно какая-то феерия происходит. Здесь какие-то нереальные раунды. И тут, казалось бы, уже и NAP должны выигрывать. Там уже они камбэкуют. Это защита. Но Каппингаген Флеймс тоже имеют что показать. Какой козырь выложить на стол. Ну тащат. И им-то проще тащить. Они в атаке. Сейчас у них будут деньги. Так, чтобы чувствовать себя более-менее нормально. Тут еще можно убить одного. А второго тоже. Как тебе такое, Джаби? Убивает LNZ. Хампус падает. И уже остаются два девайса у команды NIP. Да, денег нет. Очень важный вопрос. Так. Как? У нас есть смайлики или нет? Скажите, вот мы заказывали как много. А, да. Мы заказывали, кстати. Именно не О в конце, а много. Как много раундов может забрать в таком стиле команда Каппингаген Флеймс. Как много. Много и знак вопроса. Можно два. Девайс уже появляется на банане с АВП. Хорошая флешка, но он убивает слепым Джаби. Как же здесь не повезло команде Каппингаген. Но Хокси удивляет Плопской, который был все время на Гетрайте. Как много. Да. Да? Без знака вопроса. Или знака вопроса. Давай без. Давай без. Без. Просто как много. Я хочу, чтобы это спамили в плей-офф наши зрители, которые подписываются на канал. Фолловьте наш канал, друзья. И не забывайте о том, что есть еще трансляция на Ютьюбе. Всем привет на этом стриме. Здесь у нас Заруба. Пока что размен один в один. Конечно же, он приятен команде Каппингаген Флеймс. И сейчас, ты знаешь, если они выйдут прямолинейно на точку Б, это будет разочарование. Почему? А под Смаке это не будет разочарование? Нет, конечно. Помнишь, сегодня мы это обсуждали? Я говорил, что вы если идете на стак, то это не страшно. Тут чек центра. Чек центра. Не пойдут на Б. Страшнее то, возможно, да. Страшнее то, что вы это делаете не вместе. Пойти на Б не ошибка. Смог в КТ, смог на гробы, вышли на размен, сыграли. Это нормально. Они не пойдут на Б. Даже если там стак. Вот после этого пика от Юспика уже я понимал, что это точно будет по КТ. Они переосмыслили. Да, что их прочекали. И ты понимаешь, что Дивай сейчас сидит и думает. Вот, конечно, было бы классно с АВП, с Веслом тут выступить героем. Но, может быть, героем станет Рез. Кстати, он пока в глубине Аплента. И мы выясним, это его закрыли или их с ним. Он убивает Хокси. Бомба не поставлена. До сих пор не прочекали яму. Там все, не прочекали угол. И сейчас это раунды команды N.I.P. Руками реза, друзья. Как же так? Как много! Как много нужно проиграть таких раундов, чтобы чекалось все, ребят. Но пробежал только что игрок. Как он не дочекал угол? Игра на выживание? Да. Игра на выносливость? Где-то уже глаз дергается, понимаешь? И не дочекивается угол, так сказать. Супер закуп сейчас у команды Flames. Куча денег. Несмотря на то, что они нафидосили в прошлом раунде. Страшно нафидосили и улучшили экономику N.I.P. Так еще и раунд отдали. Но это, опять же, повторюсь, игра на выносливость. Все по-честному. Будут выбивать Flames банан. Не то, чтобы в раннем тайминге, но уже, как мы видим, Джаби просел по хеллспоинтам. 33 у него за спиной. Оп. Ну, здесь глубокий смог на дуге. Опасно. Тут без банана. Могут, конечно, играть дальше Копенгаген Flames. Хампус тоже пытается найти свою жертву на центре. Хорошая ГАЕ под Хокси. Его тиммейта. Боже мой. Сколько урона нанесли, даже не увидев противника. Н.I.P. В этой ситуации Хампус. Как тебе такое? Ну, просто, ну, как у него это получается? В стиле Глэйва. В лучшие годы просто. Мастер. Астралиис. Вот, находит в смоке уже постоянно у нас. Очень много урона. И Рой, конечно, может быть недоволен. Но что поделаешь, такая жизнь. Надо свои раунды забирать. Ты знаешь, весьма смущенно выглядит Flames сейчас. Да, после такого-то раунда, конечно. Идет, конечно, смещение на дугу. Тут откидываются какие-то молотовые. Откидывается какой-то смог. Зефон, кстати, слышит на перетяжке. Может кого-то убить. Нет! Рез выигрывает эту дуэль. И Хампус в спине уже не читается. Команда Flames заходит просто в засаду. Приходит Flames. Два мап-поинта для команды NIP. Рез, конечно, поломал Копенгаген Flames. Заставил их задуматься над тем, что происходило в том раунде. И в этих мыслях они пока витали. И проиграли уже 15-й противнику. И мы близки, как никогда, к карте Engine, друзья. Будет, конечно, попытка еще выхода на допы. Это два Калаша, два Мак-десятых и Галилу от команды Копенгаген Flames. Но смогут ли они выйти на банан? Сейчас не потеряв никого, потому что постоянно Пловский кого-то там подрезает. Никодос боится закидки хаешек на почту туда. Приходит уже. Еще раз смаком закрывается Пловский. И снова Хокси. Погибает дабл-выпад. Никодос убивает обидчика тиммейта. Дальше Хампус. Отличная стрельба. Второго тоже хоронит. Никодос только сейчас на размене играет. Но бомбу не забрать. Она горит. ЛНЗ. Хорошая. И хаешек накрывает еще Никодос. За последний остался Зифон. И уже, скорее всего, этот раунд не берется никак. Командой Копенгайген Флейм с Зифоном. В частности, это 16-13. Без Чуда. Хотя Рез там как-то не совладал, конечно, со своим спреем. Но это не проблема. 20% остается у Зифона. Смотрим, Эншин. Или тут будет Чудо? Ну, Чудо, конечно, хотели бы увидеть многие. Чудо было отреза. Такие раунды нельзя проигрывать на мажоре. Когда у тебя такое преимущество по всему. Хотя, ну, Зифон, да, находит ЛНЗ. Так, подождите. Ладно. Может быть. Но там Девайс на бомбе. Николай хочет постреляться. Знает, что противник битый. Была информация, как минимум, отреза, который стрелял по нему. Смог. И хае от Девайса. Все. Прочитано. 16-13. Все-таки это 1-1. И команда Копенгайген Флеймс должна успокоиться после этой Инферно. Близкий матч. Весьма похвально Флеймс... Флеймс здесь отстояли, учитывая то, что это карта оппонента. Очень неплохая игра в целом была от них. Но уже во второй половине мы видели недочеты. И понимаем, да, вот в каких моментах, в каких аспектах команда Флеймс не смогла проявить свои лучшие кондиции. Друзья, но это замечательный Counter-Strike. Мы говорили с Сашей о том, что нам нужна третья карта. И мы ее получаем. Не уходите далеко. У нас небольшая пауза. И мы уже вернемся со студии аналитики. Каждый день в CSGO погибают тысячи куриц. Для нас это игра, а для них настоящая битва. Забудьте все, что с вами было до этого. Гоу, гоу, гоу! Ты курица, ты часть игры. Я делаю из них настоящих профессионалов. Стратегия и тактика. Идеальный маппул и раскидка. Боевая подготовка. И безопасность. Теперь ты готова. А ты знаешь, что делать. Париматч. Играют они, побеждаешь ты. Торнадо Энерджи. Торнадо Энерджи. Думал ли ты когда-нибудь, что играя в КС, ты сможешь выигрывать скины или игровые девайсы? На Сайбершок это возможно уже сейчас. Раз в неделю обновляется пять заданий, за выполнение которых ты получаешь по одной звезде. Собери все пять звезд и прокрути ленту призов, где можно выбить дорогой скин или девайс от наших партнеров Logitech G совершенно бесплатно. И да, задания не всегда легкие. Тебе придется изучать физику бани-хопа или сюрфа, чтобы выполнять миссии. Все это возможно только с премиум подпиской, которая в течение мажора будет со скидкой в 21%. Удачной игры и разминки на Сайбершок. Торнадо Энерджи. Торнадо Энерджи. Теорстром. Гот! 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 Можно сказать, что Копенгаген Флеймс сами упустили свою победу. Можно сказать, что Копенгаген Флеймс не готовы в атаке играть против НИПов. Можно сказать, что НИПы хитры и умудряются даже с помощью одного Реза, который прячется на планете с Диглом все-таки выбивать свои раунды. Это была достаточно, наверное, неаккуратная встреча после элитного Денюк. Инферно был не таким красивым, что ли. Хотя Джаби хорош. Но нас в любом случае ждет третья карта. Мне кажется, он был более просто драматичным. И в какой-то момент Копенгаген Флеймс имели все карты в своих руках. Просто доминировали над НИПами. НИПы, пытаясь собраться, все равно допускали детские ошибки, как, например, неаккуратный смог в КТРС под Б, чем сразу воспользовался Джаби, дал трипл килл. И, в принципе, 10-5 – отличный счет для команды Копенгаген Флеймс. Особенно, если ты берешь пистолеты. Но, к сожалению, не удалось им завершить безошибочно эту карту. Ну, это достойные соперники, прямо скажем. Потому что не только НИПы ошибались. Концовку, например, полностью провалили Копенгаген Флеймс. Тут, как по мне, уже сказалась их неопытность на турнирах высокого калибра и в матчах высокой ответственности. Тем не менее, все равно они очень агрессивны в своем дефенсе, были во многих моментах бесцеремонны. И это очень хорошо работало против НИПов. Честно, по первой половине самое большое впечатление – это то, что НИП просто не знают, что Копенгаген Флеймс могут делать так, как они делали. И, естественно, все это приправлено шикарным аимом того же Джаби и всех остальных в этой команде. Ну и, безусловно, периодически грубыми достаточно ошибками ниндзя в пижамах. Но игра, в любом случае, такая, ну, тоненького. Ну, НИП хороши в дефенсе, но при этом при всем трудно хвалить эту команду за победный раунд, которым им просто повезло. Потому что Копенгаген Флеймс, не обладая нужным количеством гранат, пошли разыгрывать через малые пески и, конечно же, стали жертвой того, что им надо проверить слишком много позиций. И не успели поставить бомбу. Но это потом везение? Или все-таки соперника ошибка? Ошибка соперника. И при этом при всем везение НИПов. То есть НИПов в какой-то момент просто надеется на ошибку соперника. И они ей воспользовались. Ну, так видишь. КС-то есть такая игра. В ней побеждает тот, кто меньше ошибается. В любой игре побеждает тот, кто меньше ошибается. Я могу сказать, что сразу три игрока НИПов не могли найти свою игру. Это LNZ, RS и Плопски. Но отлично то, что под конец уже действительно даже они начали чувствовать. Мы уже увидели и LNZ, который врывался на банан. И Реза, который агрессировал на главке. И только Плопски все еще, по-моему, не включился. Не включился на все 100%. Ну, а Девайс и Хампус, они давно-давно уже работают. Поэтому и меня радует эта ситуация. НИПы в хорошей форме подходят к решающей карте, на которой у них высокий винрейт. Но это лучшая карта команды Копенгаген Флеймс. И именно поэтому на такой карте справедливо выяснить, кто пройдет дальше. Ну, сегодня вообще такой день справедливости. У нас очень плотные сегодня результаты. Есть на что посмотреть, есть чему порадоваться. Ну, все понятно. Решается судьба выхода в основную стадию мажора. Поэтому все игры 1-2-2-1. Друзья, давайте посмотрим вот этот раунд. Этот счет 12-13. Хорошая закупка есть у Копенгаген Флеймс. Я выделил этот раунд как раунд на игру. Я думал, что именно здесь все определится. Потому что у Ниндз нет денег на следующий раунд, если они проигрывают. У Копенгагена дают слишком большой отрыв. Если проигрывают этот раунд, то счет становится 14-12. И NIP очень умная команда, которая, скорее всего, его сможет реализовать. Но самое любопытное, что не этот, а следующий раунд стал истинным. То есть апогеем этой встречи. При этом, при всем, посмотрим, как этот раунд закончился. Просто ситуация, в которой команды заблудились. Нужно смотреть. Действительно, сейчас будет момент, когда Копенгаген Флеймс будут раскидывать для выхода из-под ковров. Правильно я понимаю ситуацию? Да. И там Рес в смоке запутается с остальными соперниками. Он стоит на балконе, будет стоять. Ну, Рес стоит довольно-таки в агрессивной позиции. Он выжидает тайминг своего смока. Любопытно, что абсолютно правильно NIP обновляет еще один смок в ковры, под который Рес пробует сыграть. Я не совсем понимаю, почему... Ну, то есть, понимаю, NIP как раз боятся рисковать. И оставляют одного Реса принимать ковры. Но, к сожалению... Там подарочек для Никодоза. Он в итоге убил Реса. Ну, такой вот момент. И тут главный вопрос. Ну, 4 в 5. Астралис бы точно уже убежали сейвить. NIP тоже убегают сейвить. И, в принципе, раунд должен так и закончиться. Но очень грамотное действие от команды Копенгагенов. Потому что они понимают, что им не страшно потерять некоторые девайсы. Потому что у них очень высокий лос-бонус. И они идут, рискуют, пытаются сделать минуса у сейвящих NIP. Более того, они их найдут в конечном итоге. И сделают два минуса после таймера. И у ребят из Ninjas and Pyjamas будут проблемы в следующем раунде. Которые мы, наверное, тоже посмотрим. Потому что он... Да, он в итоге стал ключевым. ...так же представляет интерес. Последние секунды взрывается бомба. Ну, тут лучше, наверное, было не открываться ребятам. Или как-то уже что-то еще это сделать. Потому что два девайсных потеряны. Мы видим, у них трудное решение. Они делают эко. Им денег дают вообще немного. Проиграв этот раунд, они там будут тоже закупаться. У них не будет всех гранат тех же Хаеша, которыми они любили банан напрягать. Моликов может не хватить. То есть Копенгаген нам надо выиграть лишь четко вот этот раунд и вести встречу к победе. И Рез покупает Гиггл. Да. Ну, изначально как-то тут интересно то, как попытались Нипы реализовать свои девайсы. Вот эти вот два, которые у них есть на банане. Девайс сделал entry kill. Плопский тут заигрался и потерял свой девайс. Ну, у него все так же не идет игра, да? То есть это ожидаемое его действие. Да, да, да. Согласен абсолютно. Плопский оставляет еще девайс за цементом. И вот тут главный майндгеймс начинается. Куда идти Копенгаген флеймс? Они вряд ли там понимают полностью экономическую ситуацию. То есть там Нипы могли закупиться, там какие-нибудь формилки, фамасы, что угодно они могли купить. Я так понимаю, что тут ребята слышали игроков на двадцатке, которые с пистолетом были, да? И они, опасаясь их, решают все-таки стянуться под B-плэнт и рассчитывая, что все прямо там находиться не будут. Вот. И тут ключевой мув делает Хампус. Нам это показали тоже на трансляции. В момент, когда уже Копенгаген флеймс, видите, по передвижениям решили уйти на B и двигаются действительно в том направлении, в последнюю секунду Хампус решает все-таки чекнуть мидл до конца, спалиться. И это вынуждает Копенгаген флеймс, наверное, провоцирует их пойти на A. Вот это, наверное, момент ошибки, наверное, да? На пустой A. Ты понимаешь, у них по гранатам все в целом неплохо. Но здесь нельзя разделяться ребятам. Знаешь, Никодос стоит на гранате, то есть на смоке. Но они должны идти как минимум втроем через малый. Никодос к ним присоединится, Никодос к ним не присоединяется. Это уже рискованно. Как можно на паузу? Уже медленней, медленней. Никодос ждет поджима сзади. Вот там сейчас классные все события в пленте происходят. Не дочекали они Реза. Но, в принципе, заходя вот так вот через малый, они это очень даже рисковали сделать. Потому что слишком много позиций, а бомбу надо ставить секунду на секунду. Потому что, в моем понимании, если они уже прочитали, что их предполагают на B-пленте, ну, заходите на двадцатку. Возможно, вас кто-то и ждет, но разменяйте этого одного игрока и ставьте бомбу. Друзья, смотрите, что у нас будет происходить. Значит, прежде всего, у нас был на параллельном стриме постоянно Death Run. Вот вы видите никнеймы. Хикиди, Аву, All Star 41, Миринейр, Джаджа, Тапочек 8, Катавка и Хаммер 72, Рус. Прекрасные люди. Прекрасные люди наверняка, значит, это победители Death Run карт. Вот все дни, пока там надо было бегать по этой сумасшедшей карте, где тебя могут в любой момент выключить. И, соответственно, в любой момент останется только один вот эти парни, которые оставались одни. Дальше они играют АИМ-карту вместе с Адреном. Ну, то есть играют против него. Победителем станет тот, кто за две минуты набьет самое большое количество карты. Ждите, ребята, анонсов. Мы будем это прямо показывать. И можно будет выиграть вот такие вот интересные скины. А что это за калаш? За первое, второе, третье место. Ну, это неонрайдер на первом. Дорого стоит такой. Петрик. Это, по-моему, 40+. Ну, очень даже симпатичный калаш. Но знаешь, что еще такое? Сейчас выясним. Это легко выяснить. Это одолеть MVP мейджора на АИМ-ке. Окей, друзья. МВП Краков мейджора – это хорошо. А вот НИПы за 1,6 – это наша судьба. Матч-винер сейчас. Ну, собственно, это коэффициент и на Эншин, и на весь матч на данный момент времени. Соответственно, давайте все вместе смотреть на эту замечательную встречу на карте Дэншин. Специально для Михаила скажу вам, что этот чудесный неон в Статтреке стоит как минимум 40 долларов. Но это неважно сейчас. Давайте смотреть мажор. А давайте смотреть мажора с вами Ухо и Энканис. И мы готовы пройти полную дистанцию этого дня. Третья карта – Эншинт между командами Каппенгаген, Флеймс и НИП. И Эншинт. Ты сказал Эншинт, и я – Эншинт. И я хочу еще добавить, что это Эншинт, друзья. Мы будем смотреть Эншинт. Комментатор! Офишал Энканис Твиттер, Ухо7, Инстаграм. Подписывайтесь, если хотите высказать нам свое недовольство. Может быть, много недовольных у нас есть. А почему это нравится, кому-то не нравится? Ну, конечно, больше сердечко. Большинство людей, которые пишут, пишут слова поддержки. Очень приятно это слышать. Спасибо вам большое. Но есть те, кто, значит, так сказать, специалисты, которые знают толк во всем и считают очень важным донести свое мнение. Это тоже похвально. Эншинт. Да. Эншинт. Древний. Эншинт. Древний. Очень классная карта. Очень классная карта, и Флеймс ее играют довольно неплохо. Мы видели уже с тобой Эншинт в исполнении этой команды. Классная, интересная атака. Да. Они круто файтятся за мид. То есть они контролят эту часть карты. А вот NIP для меня – это такой знак вопроса. И NIP в этом Best of 3 на этих двух картах показали, что довольно много слабых мест есть. И Флеймс здесь могут, конечно, найти для себя варианты. Мы могли бы и не выйти на эту третью карту, если бы не рез его точка А, как его там ничекали противники. Главное, чтобы после этого отошла команда Копенгаген Флеймс. Ребята, всем еще раз добрый вечер, доброй ночи, доброе утро. Да. Это у Хайнканис. И это третья карта между командами Флеймс и NIP за выход в топ-8 мажора. Все. Шутки прочь. Все. Только серьезный контрстрайк. И это получается пока у NIP лучше, чем их соперников. Пытались прорваться через Зики и попали на Плопски и его тиммейта. Элэн Зи, конечно, забрали, но как дальше выйти – непонятно. Никодос старается, воюет до конца, рез поджимается по центр. Дивайс убивает Никодоса и дальше отрабатывает против Хукси. И первый раунд для команды NIP. Как же кричит Николай, там было видно по веб-камере. Да, чувствует, что может сейчас отлететь. Дрожат стекла. Да. Все так. Ну и Флеймс начинают раунд пистолетный с того, что быстро занимают Зик. Пушат, хотят играть через Пески. Но ребята из NIP были к этому готовы. 2.65 на победу на этой карте. Это уже у нас, по сути, best of 1 за выход в следующую стадию, либо за поездку домой. Именно такие коэффициенты предлагает париматчи тут. Могут быть проблемы у Хампуса. Там ребята с глоками и P250 выбегают на центр карты. Но Хампус без проблем, в общем-то, выживает в конечном итоге. Плопски подключается так же, как и РС. Все фармят, все хорошо. Команда NIP начинает? Хампус, ты знаешь, вообще проводит очень хороший мажор. Как бы там ни было, сколько бы ни было проблем у команды NIP, всегда Хампус, активности от него. Придумывает он себе позиции, которые могут отработать раунд для команды из Швеции. Короче, он молодец. Он открывается для меня как один из настоящих лидеров. Хампус круто. Да. Тут как бы еще надо подработать по позициям NIP, например. Потому что у них там больше всего такого экшена происходит, не самого приятного. Но думаю, что со временем они тоже подъедут. Главное здесь справиться с командой Копенгаген Flames уже начинает с этого раунда, потому что дошли эти ребята до калашей. Да, и вот уже есть позиция близко к пескам в районе Зига у Flames. Ну и будет позднее занятие меда, я так понимаю. АРС в свою очередь поджимается на длине. Под базой А. Хампус откидывает флешку в бублике. Пытается там максимально откладывать на более позднее время выход оппонента. Ну и Flames играет через центр. Хампус откидывает не самый удачный смок. Вообще непонятно к чему этот был здесь дым. На фишку, так сказать, да. Но напоролся в итоге на калаш. Рез жмет точку. А это уже может быть интересно. Окажется в спине. Ну видишь, не идут пока что на А. Сами Копенгаген Flames убили они, конечно, бублик. Оставили там пока одного Джаби. Но тут Рез может выйти и его забрать на банане. Уже появляется два человека. Тут летит молотов. Никодос убивает девайса. Там были, видимо, какие-то активности. Но Джаби убил Реза все-таки на развороте. ЛНЗ. Два минуса. Остался только Плопский. И он закрыт пока что в зиге. А команда Flames... Подожди, таки законтролили Реза? Да. Развернулся. Джаби убил его. И Хукси отправляет Плопский тоже в следующий раунд. Ну... Я по карте смотрел то, что Джаби подошел под окно. Развернулся. У Макелла этого не видели, правильно? И сказал здорово Резу. Нет, мы видели все, что происходило на бета. Там сам Девайс хотел тоже повоевать где-то ближе к банану. И Калаши оказались сильнее, нежели Пармики. Слушай, ну здесь клево играли Flames через контроль. Да, то есть они вышли поздний такой... Поздний выход на центр карты. Невнятный там совершенно вот здесь вот этот момент от Хампуса. Вот. И вот он, да, килл от Джаби. То есть все-таки он спину смотрел. Ну, готовы к подобным проявлениям активности ребята из Flames. И здесь уже Рез был наказан. Лобски. Сначала этого раунда. Возможно, будет плюсовым для NIP. Здесь очень все тоненько. В песках воюет Плопски. Но, опять же, пока активного внедрения нет. Похожий раунд. Вот формация по атаке, опять же, очень схожа. То есть, знаешь, ждут вот эти вот стартовые смоки, стартовые какие-то агрессии возможные. Сейчас будет выбивание меда. На центре был только Хампус. Он же в окне. Хокси может подрезать Плопски. Там тот тоже хотел. Повстречаться с кем-то из противников. Закидывается Бублик. Также смаком закрывается окно. Нет, там флешка была. Хампус. Попадает под Роя. Есть первый минус в этом раунде. Роя. Вернее, даже Джаби. Внедряется сразу в центр. И ловит Девайса. Тот вообще вне тайминга абсолютно забегал сюда в руки противнику. Очень простой минус такой оказался для Джаби. Тот еще закрывает перетяжку с точки B. Там два человека. Плопски и ЛНЗ. И это попытка сыграть первым номером. Только одному забирают в этой ситуации ребята. Но сами насколько они сильно потратили все просто. И гранаты, и ХП малый у Плопски. И только Рез может с одной стороны спасти этот раунд. Но как у него это получится? Если позиции-то нет. Он только на центре. А бомба до сих пор еще не вышла. Ждет на зиге Джаби. Как же он вернулся обратно на центр. Убивает еще раз Реза. И Рез такой уже думает. Тебя уже сколько можно там этого Джаби встречать? Зифон. Находит еще и Плопски. Пока что разматывает команда Копенгаген Флеймс за атаку. Да, два раунда подряд. И я смотрю просто вот, что Ancient это сильнейшая карта обеих команд. 80% винрейта у команды Копенгаген Флеймс и 88% у NIP. Сколько сыграно? Но 8% у шведов и 25% у Копенгаген Флеймс. Это нам говорит о чем, Алексей? О том, что это будет офигенная карта. Здесь будет очень много зарубий. Кто бы сомневался? Я об этом говорил в начале раунда. Да. В начале игры. И вообще, многим командам стоит поучиться у Флеймс строить свою игру за атаку. Да. И сегодня мы наблюдали определенно проблемы в игре. Да, я там отмечал какие-то классные мувы от фейзов в том числе. И Virtus.pro показывали хорошие задумки. Но вот здесь вот конкретно вот этот вот дефолт, который они показали два раунда подряд, он очень интересный, потому что они играют через контроль карты. И они показывают, как на Ancient можно контролить карту. Как давать вот эту вот диффенсу истеричить, закидывать гранаты, а потом занимать зону и все это закрывать. Кстати, за атаку я вот сейчас вот понял, что насколько тебе удобнее против пистолетов без армора выходить на точку А. Я понимаю, что она была пустая, но даже если бы там кто-то сидел, даже если это стак там какой-то будет от команды NIP, то все равно легче за атаку выходить на этот план, потому что у тебя шире просто пространство, которое ты можешь использовать. И не так-то легко вообще играть в защите, как бы там ни было, с пистолетами. И это просто, оказывается, для Никодоза первый минус. Там попытка ворваться вместе команды NIP, но к Никодозу не пройдешь, не подкопаешься вообще здесь за этот раунд. Копенгаген Флеймс спокойно. Видно, что успокоились как раз после Инферно. Они понимали, что могли еще вторую карту забирать, но больше какого-то нерва у Роя видно по его лицу. А Роя – это парень, который обычно за атаку командой Копенгаген Флеймс ходит под зиг, напрягая точку B. Сейчас интересно, как будет играть, потому что, в принципе, такая острота, знаешь, она может быть рабочей. Нет, очень активно в сторону А плента бегут, смотри. Ничего себе, Рошна, а? Что? А Кампус вообще что-то слышит? Там нет? Там Рес был. О-о-о-о, это заливочная! Три минуса, как же только что жестко поработал он. Бомба на руках будет скоро уже, но это 2 на 5 от Джабби и Зифона. Там уже Бублик тоже подключается, хорошая раскидка команды NIP. Кампус рывается, бомба поставлена, это неважно. Рес минус 4. Вот Рес как раз-таки был тем человеком, который мог спасти команду NIP в этом раунде, и он это сделал. Учитывая, что он там на халпе был и заспреил выход, а Мак-10 вроде как счастье, никого не видно на точке А. Так хорошо, можно поставить пакет, все накрыто, но Рес приходит и эту всю тусовочку, конечно, закрывает. Слушай, ну неплохое, наверное, решение пушить А, но оно весьма неожиданное. Но тут, наверное, нужен какой-то смок с руки на халпу. Именно не просто потому, что конкретно Рес понятно, он тут залил, все, убили троих, но это самая неприятная позиция при выходе на базу. Слушай, я вот только что, давайте еще раз насладимся Ресом и его спреем с М4А1С, да, это жестко. Так вот, я только что на вебке, вернее, на камере увидел раритет, это QPAD-овский коврик у Хампуса, еще старый. Не знаю, может быть, их выпускают сейчас в Швеции. Я, кстати, его видел. Но такая расцветка была лет десять назад просто. Давно, да. QPAD вообще такая компания, не знаю, там вообще они выпускают какие-то вообще девайсы. Я думаю, выпускают, но рынок сейчас не такой широкий просто, как это было раньше. Ну и так было сложно, конечно, достать, но это ностальгия, друзья. QPAD-оврики были популярны в Скандинавии, конечно, все ее, эту периферию хотели получить. Но не удавалось многим, потому что надо бы кому-то еще привести было этот коврик. И не везде продавался. Седьмой раунд. Выпад снова от Роя на центр. Конечно, хорошо там чувствует себя команда Копенгаген Флеймс. Хотят они воевать за эту территорию. Это важно, конечно, как и на любой карте с такой схемой. Тебе центр нужно отвоевывать, занимать для того, чтобы противника заставлять двигаться, для того, чтобы ему было неудобно перетягиваться между позициями. Но пока боятся, видимо, АВП. АВП на месте у девайса, но это точка В. Работает по банану. Пока его Копенгагены не нашли. Джаби встречает Рез, а тут поджимает точку Ай. За это его наказывает один из Копенгаген Флеймс. Вот так вот. Рез думал, что он все время там будет поджимать. Но есть контроль от Флеймс. Именно этот килл показывает о том, что карта контролируется. Смог какой-то подвыход там от Флеймс. При этом они играют в миду. Здесь Роя дожидается Плопски. Но не сидится на месте команде NIP. Не сидится. Тут уже игра на себя называется. Вот я знаю, как лучше. Но Хампус убивает Джаби. Тот слепой выходил на точку А. Окси на размене. И второй раз тоже он играет против Хампуса. Девайс последний. Он далеко. Это уже будет сейв АВП. Учитывая, что проблему по экономике вырисовываются у команды NIP. Копенгаген Флеймс все же хороши в этой атаке. Очень контактная команда. Очень интересная. Действующая постоянно. И разыгрывающая в звеньях. То бишь сложно против такой играть на размен. Да. Это правда. Надеюсь, сами полезли. Это правда. Сами полезли. Тут, по сути, что делали копенгагенские огоньки? Это просто контроль карты. Холдили. Но где-то что-то они шатали. То есть не было такого, что они там типа, во, мы активно заходим, заходим, заходим. Видишь, отрезок все зависело, наверное, потому что надо бы его подрезать и все, выйти быстро. Смотри. То есть, получается, тут вопрос в чем? Что он проявляет активность, его убивают и все. И уже понимая NIP, что они в меньшинстве и контроля у них нет. Ну, начинается какая-то движуха по всем фронтам. И Флеймс оказались к этому готовы. Пауза тактическая, я так понимаю. Или нет? Пока молчат. Тут тренер Флеймс пьет водичку. Нет, все-таки нет паузы пока. Очень близкий у нас матч в целом. Мы видим 10-16 нюк, 16-13 инферно. Ну и сейчас карта Эншин. Никодос получает под себя смог. Там какой-то... Сразу подсадка. Делают... Это реакция адекватной команды в атаке. Сразу подсаживаться за этим смоком. Защита под него тоже любит пушить Зик. Но пока без подобных активностей у команды NIP. Хампус играет в ахне. Закрыто тоже крайне там. Никто не хочет вообще воевать на этом миде у защиты. Никодос хочет найти девайса. У него будет такой шанс, учитывая, что Николай Риц сам выйдет на банан. Ключевая дуэль. Никодос ее проигрывает. Николай Риц на коне. Выезжает обратно. Хороший минус. 5 на 4. Очень четко здесь было. Обрати внимание, что Флеймс вообще не работают по банану. Такое ощущение, что это, знаешь, установка на игру. Мы не будем агриться под B. Пускай они там потеряют бдительность, потеряют фокус. Много Флеймс играют через мид. Сейчас аккуратно занимают пески и смещаются ближе к лобби. И, возможно, это будет такой полноценный сплит на базу A, простите, B, через лобби, через зигзаг и через дугу. Откидывается хаешка Линусом. И начинается, судя по всему, финальный аккорд в этом раунде. Там смог, закрывает банан. Надо бы, наверное, через него выйти. Или как вообще? Свои-то грены потратила команда Флеймс. Выпрыгивает первый зайчик там. Тут на зиге тоже активность. Роя закрывает реза. ЛНЗ падает под натиском Хукси. Но Хампус два минуса своих дал. Дальше на третий не вышел, но девайс АВП тоже на месте. Флопский. И тут вся команда NIP уже была. А это говорит о том, что они читали противника. Уже знали, как реагировать на эти раскидки. Уже действительно перебегали на помощь своим тиммейтам, которые там оборонялись. Ну и смог плюс на банане. Это тоже кость. В горле или камень преткновения для команды Копенгаген Флеймс. И пока что NIP выходит на свой четвертый раунд. Не отпускает оппонентов в далекие заплыва этой атаки. Да, и тут нужно отметить все-таки девайса, конечно. Его стартовая вот эта вот агрессия принесла плоды на дуге. Очень важный он дает килл. И в итоге тиммейты сориентировались, сгруппировались. Там Флэша. Хокси его замечает такое ощущение и убивает через дым. Там даже почему-то не... Ну ладно, просвет видимо был небольшой. Не засчитала по дыму. Плопски на зиге. Думает, агрится или не агрится. Вот в чем вопрос. Но Роя к этому готов. Уже однажды он переходил дорогу Плопски. Вообще ощущение такое, что Флеймс, вот они дают играть первым номером. То есть они заставляют Nipof агриться. Ой, Девайс, какой промах. Его не отпускают. Сразу вгрызаются эти гиены в гриву Девайса. 5 на 3. Ты видишь, 2 кила на активных движениях. Да, сами хотели. Опять же, Nip видишь, у них был ран, когда они отсиживались. И у них это получалось. Ну ладно, Девайс там пикал банан. Но в целом-то потом-то сидели, имеют преимущество. Но сейчас снова играют первые и получают по зубам. Попытка угадать, что ли? Три человека на точке А сейчас окажутся там на центр проход. Плопски может отменить выход бомбы. Это Хукси, несущий ее. Смог флешка. Плопски хорошо заливал, но вот трое не добил. Очень много урона внес. Выхода. Могут выигрывать такое. Они отреза потеряли. LNZ тут не считается от опорника точки B. Но как же они не спешат. Посмотри, бомба отворачивается, пытается уже дальше. Да. Это full try hard только что было. А LNZ еще потом свертухи на развороте в прыжке. Ты знаешь, когда я смотрю такие раунды от команды Копенгаген Flames здесь вот четко на карте Ancient. Я думаю, что кто-то из них создал ее просто эту карту. Или тренер ее создал. Потому что так они красиво играют на Ancient. Красиво, да. Но слушай, ты не так часто увидишь проход в три ствола на мид. Да. Сюда, в коридор этот основной. Да. И видно, насколько пока неудобно NIP в защите это играть. Неудобно. Неудобно. Тут и центр тебе ломает. И на ZIG постоянно подходят близко. Там сидят, уже ждут на пятой точке тебя. Да. Кто знает, может быть, стоит девайс... А девайсы-то, кстати, могли запускать по центру. На ZIG тот же. На бортике там. Мог он оказаться. Там кого-то под B подрезать. Но пока у нас без особых активностей от Коли. Он только однажды поджимался на банане. Но в целом то сидит на точке статично. 2.55 сейчас на команду NIP. 1.47 дает компания Parimatch. Это третья решающая, напоминаю вам, решающая для плей-офф. Всего лишь один шаг для одной второй команды. Не забывайте, кстати, избирать бонус. 100% депозит под нашим стримом от Parimatch. Campus хочет повоевать снова на центре. Это было опасно. Разменялись они уроном. А Колесико он биндить не хочет? Нет. Мышку поменять? Нет. Нет. Понял. Откройте форточку, душно стало. Так, смоком не попали, что ли, на 90? Тут может LNZ еще сыграть. Все горит. Все пылает на точке B сейчас. Эта команда Flames заходит на позицию LNZ. И вырывается. И это сбокина. Чек и LNZ убивает еще одного. Тут можно третьего забрать. Этим занимается Плопский. Как же сейчас с пистолетами выигрывается раунд команды NIP? Никодос на месте, конечно, на Хоксе битый. У него маг десятый в этой ситуации. Он вообще не боец. Он не помощник Хокси. Перехвалили мы Flames, наверное. Слушай, очень плохой заход. Вообще не было смока в лобби. Вообще ничего не отзонили. Бомбера не прикрыли. Все, не пройти дальше, конечно, тут все. Из команды NIP забирает себе пятый. 4-0 просто. Три раунда. Я бы остановился в этом раунде на смоке, который летел на 90, на светлый. И то ли не попали, то ли что там произошло, но как LNZ вышел с него. Там же был просвет такой огромный. И об этом даже ребята из команды атаки не подозревали. Какой-то лишний импульс был в этом раунде у команды Flames. То есть не было контроля, не было фокуса. Это, ну реально, вы заходите через дугу в пятером. У вас нет люркера в лобби. То есть через пески никто не сыграл. Здесь вы выходите, у вас чувак ставит бомбу. Он стоит впереди, просто посередине плента. И его могут прикрыть только с одной стороны. Угла нет. Нате, килл раз, килл два. Связывайте аккаунты на esports.pm.twitch3 Да, получаете фрибет на париматче. А также без кэшбэк на первую подписку на этот канал. Учитывая, что я только что прочитал. Спасибо париматчу за это, за эти все акции во время этого мажора. Дальше еще будет больше. Мы надеемся, учитывая, что мажор-то в самом разгаре. И мы на пороге плей-офф. Напоминаю, что завтра будет выходной на мейджоре. И смогут ребята немножко перевести дух. Подготовиться к своим соперникам. Но уже послезавтра первые четверть финала. А одиннадцатый раунд находится под прицелом Джаби. Он хочет забрать его. Хампуса ликвидирует. Хампус хочет воевать. Да. Мне кажется, что такое ощущение, что это не только Хампус хочет, а это такая установка. Я вижу, да. Слушай, Джаби уже... Вот я сколько не смотрел... Он уже сломал просто. Сломал игру просто. Копенгаген Флеймс. Джаби постоянно идет в спину. Но там в спине у него находится девайс, который может успеть еще подрезать противника. Кстати, Джаби пока об этом даже не знает. Но девайс боится, не выходит. Ой-ой-ой. На бэк, конечно, проблема. Нет попадания. Там кто-то стрелял. Это АВП, наверное, атаки. Это тиммейт, да, стрелял. Джаби. Легчайший минус по опорнику. Лэнзи такой, что? Откуда? Как? Где? Прошел Джаби, как он просочился. Девайс. А ну давай, отвечай. Джаби нашел дырку в обороне команды NAP. А она появилась благодаря тому, что Хампус соло поджимал мид. Не было тиммейта, не было размена, не было контроля, не было бублика. Ничего не было. Ничего не было. Обидный раунд проиграли только что Копенгаген Флеймс. Назабрали вот так вот уверенно за счет Джаби. Следующий. И уже даже NAP перехотелось идти на ретейк. Джаби и центр это связанные вещи на карте Ancient. Вот сколько он ходит туда, постоянно у него это получается удивить. На перетяжке поймать. Вот девайса он убивал уже, кстати, на перетяжке. В этом же Ancient теплопский, конечно, до конца воюет, но здесь на песке находит свою смерть. Не будет одного девайса для защиты. АВП и коллаж имеется у Николая и Фредрика, то бишь девайса. Рез могут спасти там. Остальные могли что-то себе купить? Вообще пистолеты. Ощущение такое, что Мэка будет сейчас. Потому что они-то брали раунд с пистолетами просто. На это тоже нужно рассчитывать. Нет, 3250, 2500, 2200 от Хампуса. Надо бы запустить девайса в ЗИК. Пока это заход на точку Б. Наркада, судя по всему, опять дуга. Угадали-те. Проводит сейчас команда NIP девайсу. Надо бы кого-то здесь подрезать, но с маками. Как же всё закрыто здесь. Красным оказывается Зифон. Ещё до врыва бомбы. Но убивает Лобский. При этом девайс не может нормально разыграться с АВП. Подсадку бы какую-то соорудить. Рез! Попадание пороя. Минус бомба. Уже шанс. Девайс выпад на Никодо, зато ждал спину. Бомба посередине плампания. Я думал о том, что можно вернуться на А, но бомбу-то забрать стоит команде. А таки. Открывает ТРС. Тут погибает. Есть неплохой буст. Можно реализовать. Есть килл. Хампус. Делает фраг по Хуксе. Но вы же знаете, что сейчас два... А как же так? Там же двое. Может быть. Там же не было даже килла со смоком. Как-то очень странно разыгрывает команда Копенгаген. Но должны доработать. ЛНЗ. Убивает одного. Дальше противника Доза работает. Он с пистолетом. Тоже погибает. ЛНЗ. Линус. Следующий раунд для команды NIP. Что не так сейчас с Копенгаген Флеймс? Вот они только же знали точно, что там подсадка была на 90. Такую фигню делают. Ну это просто жесть. Ну как так можно? Ну что за бред? Тут у них... Понимаешь? Вот так вот. То есть ты смотришь и реально абсолютно гениальная классная игра. И тут же просто следующий раунд какой-то. Ну просто налили ведро помоев. Я не знаю. Просто взяли раунд и выкинули в помойку. Просто тупо нате вам раунд, нате вам девайсы. Все. Тупо... Ну ладно, один девайс дали. Ну так в плане экономики, да, подарили девайсы. То, что позволили противнику закупиться сейчас уже всем, чем хотела команда NIP. Пауза была. Есть деньги у трех игроков команды Копенгаген Флеймс. Но что они сейчас себе привезли? Сейчас можно вообще в хлам проиграть еще этот раунд. Потерять деньги и сыграть эту сторону со счетом 9-6. Хотя насколько все хорошо у них там разворачивалось до этого. Но два раунда на точке Б против пистолетов они проиграли. Это при том, что девайс не сыграл вообще. Рез убил только одного с халашом. Или двоих. Неважно. Результат налицо. Хаечка неплохая по Джаби. Выход на центр все-таки будет на точку Б. Активности какие от Никодоза вообще. Что это такое? Девайс вообще не понимает. Как так-то? Забирает еще и Роя. Хампус работает на центре. Убивает Джаби. Хорошая флешка. Но Хокси здесь не перестрелять. Сам видимо тоже ослеп от нее. Хампус. Но это не особо-то большая проблема для защиты. Зефон и Хокси. Два на четыре. Уже только Зефон. И у него в руках Дигл. Буду долго еще вспоминать эти раунды ребята из Флеймс. Конечно, тут еще как бы и половина не закончена. Да, то есть у нас сейчас будет два раунда до конца. До смены сторон. А денег-то нет. Денег-то нет у ребят из Флеймс. Сами виноваты. Перенесли себе массу проблем этими раундами. Этими робкими выходами на точку Б. Этим ничеком. И тут уже Дивайс тоже начал показывать себя. Наконец-то мы можем чаще проговаривать никнейм Николая Рица. Потому что он попадает рез. Не дает выйти Хокси. Эта игра сейчас с пистолетами не задалась. И фармешка для Дивайса в концовке с 5-7. 8-6 смотрим последний раунд этой половины. Бай, конечно же, от команды Копенгаген Флеймс. И крайне важно, чтобы... Не то чтобы для... Да, для счета, понятное дело, это приятно. Но даже просто для морали взять последний раунд в половине. Критические ошибки были допущены. Здесь в атаке они должны были видеть себя 9-6. Как минимум. Ну да, ну да. 4К47 и Галил на руках. Есть Смоки, есть флешки. И, возможно, мы увидим сейчас раннее занятие МИДА. Но, как минимум, Смок прилетает в окно. И Джаби здесь уже готов наказывать Хампуса. По-моему, там сейчас опять будет внедрение в Смок. Или нет. Джаби все-таки дальше не пойдет. Решил не рисковать. Ну и вспомнили, Флеймс, о том, что существует база А здесь. Там пока один опорник. Это САВП. И это, возможно, удивление для Хукси. Это еще и бомба была. Это еще и бомба, да. Инфа тут же залетает. Смотри, идите. На всех парах. На точку А у нас Хампус убивает. Таби изи фона, которые хотели выйти в спину не к Хампусу, а к Резу, который как раз-таки показывался там с АВП у нас на старте. Да, но здесь был контроль. Хорошая реакция от команды NIP. Они полностью под контролем держат сейчас эту карту. Не исключение для товарища Плопский в зиге. И последний Никодос. Выпад на Реза. А тот не преклонен. 9-6. Как и говорил я парочку раундов назад, что это может так закончиться для команды Копенгаген Флеймс. Да, проблема здесь для Флеймса и отличная в итоге концовка от NIP. В общем-то, можно сказать, что они сыграли с хорошим счетом в защите. Ну, посмотрим. Флеймс еще должны в защите тоже также что-то показать. И ждем мы уже второй половины и атаки от NIP. Пистолетного раунда тоже. Хотелось бы увидеть что-то интересное в пистолетном. Ну и смотрим, обращаем сразу внимание на наличие дефьюз китов и набора гранат у Атаки. Смог Молик, два смока. Там что-то, наверное, еще какими-то гранатами поделились. В общем-то, главный вопрос. Наличие дефьюз китов у Флеймс. Нет, дефьюз китов. Не будет. Что за... Хотят повоевать. Я не понимаю, но я уже смотрю каждый... Досмотрим. Да досмотрим, конечно. Нормально. 4b, смотри. 4b, смотри. Хотят зарубиться здесь на зиге. Где-то, может быть, на центр выйти, тоже постреляться. Но тем временем NIP собирается ударить единым фронтом на точку А. Были коэффициенты от наших партнеров в паре. Матч сейчас на экране. Это крайне важно, учитывая, что могут Каппингайгенфейм забрать себе этот раунд. Нет, говорит Рес, подождите. Все нормально. Заход на А здесь будет очень быстро после P250 Фредрика. Ну и расчет на быстрый рейтейк, правильно? Без бифузов и без гранат будет сложно такое выбить. Очень сложно. Вот и все. Учитывая контроль, позиции Плопски. Открывается. Это опасно. Отходит. На себе держит пока что трех игроков. Зифон его отрабатывает. Девайс помогает, убивая Роя. Зифон второй минус уже в этом раунде. Нужно пройти еще и Резу, поэтому 150 на дистанции. Это было очень опасно. И Линзи пока не погазывал себя. И Хампус все это время обходил противника в спину. Он включается. Пока не убивает Никодосу, уроняет Линуса. Реза тоже нашли. Хампус последний остался. Убил одного. Второго. Остался против Джаби. Один на один в ситуации. Понимаю, что там, наверное, не дефуза, раз так пикает противник. И надо бы и рисовать графику, и выигрывать этот раунд. Хампус без патронов даже его себе забирает в актив. Грешит команда Virtus.pro этим тоже отсутствием дефюз китов в пистолетном. Мне непонятно. Ну серьезно. Я сколько смотрю раунды пистолетные, я не понимаю. Ну серьезно. Тут вопрос, конечно, не в дефюз китах. Тут в целом, наверное, можно сказать, что у Flames была довольно неплохая попытка. Я просто, кстати, прости, что перебью тебя. Вот по поводу пловской позиции. Вот этот разлом на выходе из храма справа. Да. Вот сколько, я не смотрю, игроки атаки там занимают и постоянно отлетают с одной. Вот. Они сидят в углу там. Они пытаются пикать и постоянно отлетают от выходящих игроков из храма. И здесь тоже не исключение. Были бы дефузы у противника, то можно было бы выигрывать раунд. Тут Хампус уже доминирует. Просто уничтожает противника на центре. Отличный смог какой-то залетает там на стенку. Неважно. Рой последний. Он игрок Зига. И команда NIP это знает. Особенно касается девайса. И плопски, которые зайдут. И вопрос только в том, кто первый доберется. А там еще было попадание по девайсу. Но пять человек у команды NIP сейчас выживает. А это уже будет эко. Так что карт-бланш для ниндзя в пижамах на заход в двойной перевес по очкам. Но Ико. Ико, да, у Флеймс. На форсбай они решили сыграть активно в миду. Но как-то там Хампус с Калашом вообще не испытывал никакого смущения. Идея, видимо, заключалась в том, чтобы просто запушить, сыграть активно. Но там совершенно не было никакого результата. По итогам Лобски сейчас скрывается на шорт. Пошел фарм. Но есть ответ от Никодоза. Джоаби находит также минус. ЛНЗ уже подключается вместе с Резом. В общем-то весь этот выход и попытку агрессии через пески перекрыли ребята из NIP. Готовы забирать, готовы добирать шесть раундов перевес. У них очень хорошая игра для них прямо сейчас. Ну и первый оружейный в атаке. Смотрим, что в защите. Есть АВП. Есть довольно много гранат. Два АВП, кстати. Что интересно и примечательно. И нет дефьюз китов в первом оружейном. На мид. Довольно быстрый выход от NIP. Хампус слепой. Пытается найти зефона. До него добирается только девайс после падения Хампуса Рой. На зиге тоже вовремя появляется. Там, кстати, очень жестко прошелся еще по ЛНЗ. Пока центр за командой Копенгаген Флеймс. Но при этом один игрок был на точке Б. Но это Никодоз с АВП. Слышит раскидку на позицию. Дальше открывается. Не забирает банан. А отходит. Это важно жить. Хокси появляется на 90. Хороший угол для того, чтобы не дать бомбе пройти. Вот Плопский прочекает его. Это тоже вопрос такой. Должен. Обязан. Перетягивается также Ройе. Не тот угол подогревается командой атаки. Ну и уже много времени потеряно. Не, пройти на плент. Это раунд. Как тебе Плопский приходит просто на плент? Да. То есть мы сейчас заходим 2 в 4 ставить бомбу. А у тебя в Калаше два патрона. Ага. Ну забыл. Бывает такое. Неплохо. Тут ладно патроны. Проверил бы еще ближний угол. Потому что надо двигать тазом, когда ты заходишь на плент. У тебя не так много времени. Ты видел одного из опорников с АВП, который ушел на Зиг. И понятное дело, что он тут не один. И в такой ситуации нужно проявлять себя более активно, для того, чтобы зачистить хотя бы одну сторону, для того, чтобы поставить бомбу там дальше. Ну, как-то совсем робко смотрелось в этом раунде команда NIP. Но сейчас другая жизнь в следующем. У них все еще неплохой бай. Это уже пять калашей. Там без Галилов, без МАК-10. Занятие Зика. Четыре человека находятся под точкой Б. Одного оставили ЛНЗ слева на центре. Любитель Роя тут постреляться. Плоп скипа не отпускает. Все четко по звуку. Наказано. Наказано. Очень непредусмотрительно сыграл здесь Роя. Первый фраг получает NIP. Ну, позиции такие, что вроде как просматривается у нас заход на Б-базу. Здесь бы еще не кодоза пройти. Получает Молик под себя один. Там также откидывает Молик еще и игрок команды NIP. Но понимают по гранатам сейчас Flames, что здесь ну два плюс. То есть там шьется что-то, пробивается, откидывается, отпугивается. Как же он шьет? Там просто два магазина уже вышьет у себя Девайс из Калаша. Тупо швея. Просто хейтер этой стенки. Николай Рицкак не попадает ни кодозу. Это было бы очень важно. Убить хотя бы одного на выходе здесь. Но сейчас там уже фраг по Хампусу. От Плопски не уйти. Флэээ. Воу, воу, воу. Как же рез. Врывается Зефон. Не дал пройти Плопски. Но бомба поставлена уже для атаки. Хорошая ситуация, чтобы доработать. Джабби последний. Он даже не успел на перетяжке здесь. Это 13-7. Ты видишь вот эти все прошивы. Вот эта вся истерика гранатная. Она просто ввела в ступор Флеймс такое ощущение. Ну как, ребята. У вас весь раунд тут происходит истерика. Ну и вообще тут весь сам раунд он складывался не самым лучшим образом для Флеймс. То есть мы видели как погиб Рои. И это было чересчур. Вот четкое ощущение того, что у Флеймс иногда просто нет педали тормоза. Вот ее просто нет. Не то, что иногда. Это то, что вот я говорил еще на предыдущей карте, что не будет все время работать активная игра. Вот такая вот. Не будет вот вознаграждаться ваша наглость. И вот игра от Рои и вот этот килл, он был реально ключевым в раунде. И Рои – это игрок, который выполняет ключевую роль. То есть он реально делает большой объем работы. Но для этого ему нужно просто жить. И иногда просто нужно поиграть закрыто. И вот нет вот этого, знаешь, баланса у Флеймс. Просто его нет. Да, сейчас можно очень просто ввести себя в ступор просто и потом не выйти из него. Тем более противники уже так далеко отошли от вас. Этот бегун в виде команды NAP уже на полкилометра впереди. Все ближе и ближе к этому финишу заветному для NAP, для домашней арены. Надо еще взять три раунда. И потом, конечно, поддержка будет нереально у этой команды от шведской публики в Avicii Arena. Начиная с послезавтра, когда стартуют у нас первые матчи плей-офф. Тяжелые времена для команды Копенгаген Флеймс. Что еще сказать? Тут уже нужно где-то закрыто, где-то рискнуть, конечно. И только так можно построить, разжечь, вернее, пламя этого камбэка. Зифон вырезает угол на центре. Берет игру на себя, пытается прошивать. Там Рез его может подрезать. Нет, нет. Рез понимает, что это, возможно, байт. Потому смотрит на позицию окна. Там Хокси играет на чек. Боятся пока внедряться в первые перестрелки команды Копенгаген Флеймс. Закрывается окно. Тут же Молик от Хокси. Заставляет Хампуса выйти ближе к бублику. А Рой неужели пойдет на Зиг? Его ждет Плопски. Как раз только этого и хочет, чтобы кто-то вышел. Там Зига. Зифон. Хорошая точка, на самом деле. Сразу на голову наводится. Убивает Хампуса. Могут не отпустить его. А там Смаком все закрывается. Надо жить. Как же Зифону? Отойди отсюда. Там по Молику проходится Плопски. Убивает его. Дальше Джаби. Ой, какой обидный промок с АВП. Дальше работает через Храм. Хорошая флэша уже от игроков атаки. Но под нее никто не врывается. Пока что еще нужна. Третья полетела уже. Джаби. Есть поддержка от Роя. Нет. Он погибает отрезок. Хукси на месте. Минус Фредрик. Девайса за Бумычем находился у нас. За этим ящиком, который мы помним. И там уже оказывается Джаби. Он убивает Девайса. Минус бомба. Пока что на земле. Плопский последний остался против Троихин. Все еще не включился в эту ситуацию. Джаби выключает его еще до захода. 13-8. Команда Копенгаген Флеймс живет. Джаби красавец. Очень хорошо сыграл Смок под себя дал. То есть он перекрыл Вижен оппоненту в храме. Вроде как не поизнали, что он там. Но в итоге еще и Джаби нашел для себя хороший тайминг. Очень хитро сыграл. Очень грамотно, можно так сказать. Не законтролили. Не законтролили Джаби. МАК-10 Упловский говорит о том, что есть смущение в кошельке команды NIP. Может быть будет довольно быстро игра через точку B. Там три игрока отправляется. Одного LNZ снова оставили на центре. Но это дефолт команды NIP. Судя по всему. Сколько мы подобных ситуаций уже видели. Под B пока тусовочка. Антиподжимная, так сказать. И есть раскидка. Которая на базу B и готова лететь. Никодос там с АВП на дистанцию. Вместе с ним Хукси. И Рой в зиге. Ну что, контактный заход на B у нас через дугу. Никодос откидывает молотов. Может быть уже поздно. Хампус находит фраг по Хукси. Непонятно где это произошло. На хелпе было? Да, это было на хелпе. Рез находят минус по Рой. Проблемы здесь у Флеймс. Очень хорошо. Нипы в итоге выходят на базу B. Никодос. Будут сейчас его душить судя по всему. Выход в смог. Это могло быть весьма опасно. Зефон на размене. Один в два. Но там два красных. Там два красных. Но при этом есть еще Молик и смог у Зефона. Правда позиции у Плопски и Девайса слишком хороши, чтобы проиграть этот раунд. Вернее, так легко его отдать противнику. Отшибается Плопски. Конечно, полетел у нас Молик на бомбу. Но Молик также будет не в ту сторону. Нет! Не в тот угол. Бросает его Зефон. И Девайс такое дело тащит. Это если бы он направо бросил эту зажигательную гранату, то мог бы даже еще раунд этот потащить. Были же диффузы. Ну видишь, он даже подозревал, что могут быть двое в лобби. Но Молик все равно он кидал налево. То есть он не рассчитывал на то, что Зефон может быть. А Смок у него был же, да? Или не было? Смок он дал на Дугу. На Дугу дал, да. Ну, может быть, на бомбу хотелось бы. Ладно. В такой ситуации понятно, что нужно очень быстро, реактивно принимать решения. В идеале ты кладешь, наверное, Смок на бомбу и Молик внедряешь либо на длину, либо в лобби ближний. И ты пузешь под него. Молик, типа да, чтобы он надзонил возможный выход. Знаешь? Да, да, да. Это, наверное, в идеале. Но опять же, то есть один в два. Возможно, была еще какая-то инфа для него. Понимаешь? То есть, может быть, ему дали какой-то колл. Вот смотри, видишь, у него Молик смог? Да, Смок. Ну, обычно просто мы привыкли к тому, что бомбу закрывают дымом в такой ситуации. Но, видимо, было неудобно, учитывая, что еще нужно было пройти как-то просвет справа. Забирайте свои подарки прямо сейчас на сайте esports.pm.twitch. Спасибо, паримачев, за это. Мы это с тобой не досмотрели. Что там по деньгам у команды? Каппингагенфлеймс. Только одна эмпка у Зифона. Две ЦЗ и два дигла от Никодоза и Хокси. И этот раунд может похоронить все надежды. Потому что все уже под ноль. Закупаются ребята. Подходят сейчас NIP по точку A. Зифон убивает Хампуса под B. Это тоже важный минус, потому что можно забрать там какой-то девайс. В любом случае он может благоволить команде Каппингагенфлеймс. Выход на джаби. Тут пока что за ящиком на точке A. Рез его замечает. Выпад. ЦЗ пока живет. Нет, недолго. LNZ. Забривает его. Дальше откидывается очень хорошо халпа. С маками, флешками, моликами. Также в храме. Бомба под это все устанавливается. Ситуация 4 в 4. Выбивание ли от Каппингагенфлеймс. Наверное, стоит идти до конца. Диффузов нет. Если идти уже до конца, то сейчас нужно активно действовать. Так. Зифон. Роя. Неплохо. LNZ и Девайс остались. Это Мак-10 и Калаш. LNZ убивает одного бомба. Плохо стоит под LNZ. Так точно. Где Девайс? Тоже вслед за ним пытается выйти. Спрейд. И это не точность команды NIP. Здесь они, конечно, сыграли неуверенно. Не досмотрели. Бабок нет. Это важно. Где бабки? Билли. Лебовские. Билли, где деньги? Да. Спустили. Спустили все деньги ребята на Девайс в этом раунде. Конечно, все было шикарно. Смотри, ты вот заход на точку А. Четыре человека в живых у атаки. Четверо также в защите выбивает. Вообще там с пистолетами выход. Но обостряется ситуация на карте Ancient. Мы другого не ожидали с вами, друзья. Это все-таки третья карта. Команды рвут друг друга. Но четочку лучше в деталях оказывается команда NIP. В этом раунде они решили купить, кстати. Как тебе такое? Два Галила, три пистолета. Поехали с таким набором. Ну, ты знаешь, откладывают немножечко вопрос у победителя на этой карте NIP. Ну, в том смысле, что довольно рискованный закуп. И если этот раунд пойдет как-то не по сценарию, то Flames могут брать два подряд. То есть там дальше голая эко. С другой стороны можно сказать, что будет и лосс-бонус. И тут в очень таком среднем и тонком тайминге поджимается MIT. Рой задетектил дугу. Начинается активный выход на базу B. Здесь Ziphone не испытывает проблем. Забирает он Reza. Нет пока размена. Хорошая работа в целом у топорников. Рой подключается также. Хукси делает минус. Последний Алинус. Бомбу ставит на морозе? Нет, не ставит. Джаби здесь отменяет установку пакетом. Конечно, то, что шьется эта стенка, это вообще иногда такая имба. Особенно в ситуациях один на один. Вот вчера, да, произошло это. Ты вчера не видел? Я не знаю, ты в курсе, что там вообще на этой деревяшке есть подсадка? Да-да-да. С которой можно просмотреть ху-ку. Вчера показывали нам команды. Это было удивление, и это было прикольно. Я тебе больше скажу, что я на мажоре еще этой подсадки не видел, кроме как вчера. То есть ее начали уже только вчера, сегодня. Команды использовать более часто, что ли. Ой-ой, Хукси! Можно и до Эшли тогда идти. Там, кстати, пытается выйти на него кампус, и не получается. Хукси! И его тоже убивает. И это минус пять довольно быстро. Раунд заканчивается. Возможно, даже, друзья, это самый быстрый эйс этого момента. Мажора. Но это не точно. Конечно, приятно. Хукси здесь подфармил. В статистику вписал себе. Всех пятерых игроков команды NIP устанавливается пауза. Причем Копенгаген Флеймс ее делают. Ее проводят. Думают, как бы можно еще удивить соперника в этом важном моменте. Куда пойти? Где поджаться? Стоит ли играть на центре активно? Надо ли делать выпады на банане? Где, кстати, у нас еще особо-то огоньки не показывались? И нужно ли врываться дальше от точки А? Штайн и Пи при таком-то счете могут играть свои дефолты, очень медленно разыгрывать атаки. Они все еще чувствуют, конечно, что могут отдать карту, а потому играть стоит им аккуратно. Ну, смотри, давай так, просто посмотрим на раунды, которые были. И, ну, весьма скромно. Что у нас? Б, дуга. Вот последнее много раундов, да, то есть это Б, дуга. Ну, вышел, был, был выход на А. Соврал я. Но там они что-то напротачили с бомбой. Никодос оформляет первый килл. Падает Плопски уже. Численное преимущество имеется здесь для Копенгаген Флеймс. И могут быть проблемы у NIP. Бомба стягивается. Я так понимаю, сейчас будет позднее выбивание центра карты. Ну, и Никодозу тоже тут пока закидывают флешками. Ребята из NIP, но при этом, как мы видим, идет движение в сторону. Ой, Хукси, что? Ну, он просто боком чекал. Ой, ну, начекал. Но он провалился. Боком, конечно, теперь назад на лопатки кладет его Хампус. Но так неприятно, конечно, терять капитана команды Копенгаген Флеймс. Вообще, на ровном месте. Боком чекал и не ушел. Как тебе Зефон? Как тебе Зефон? Мне Зефон ничего так, на самом деле. Но он сейчас может пропустить точку B. Туда выходит Рез. Кстати, перетягивается еще один опорник. Хампус убивает Зефона. Что, неужели? Слышал его разворачивался. Рез убивает при этом еще Рой, который хотел вернуться обратно на эту точку. Но как же хорош был Рез. Здесь все отрезано. Здесь все просто ужасно закончилось для команды Копенгаген Флеймс. Хотя дали первый килл. Дали первый килл. Потом поджали на банан. Вроде думали о том, что это выход от атаки на точку А. Но нет, Зиг все-таки не дочекали. Так что за это сейчас NAP могут забирать себе пятнадцатый. Это уже будет матч-поинт. Третья карта. Как-никак. Реза. Звели только что. Джави красный остался там на девяностых. Как обычно у нас NNZ, который решает исход этого раунда вместе с Девайсом. Скорее всего, нет! Джаби чекает его Девайс. Последний остался на банане. Забрал одного. Дальше ситуация дуэльная против красного Никото. Зато выпад делает Девайс. Нет, не попадает по нему. Не успевает. Времени, понятно, было балла, но как же Девайс здесь сердце ёкнуло, скажем так. Хорошая попытка. Хорошая попытка. Классно, что прочитали NNZ, потому что ты, как всегда, смотришь на 90. Если там есть человек, особенно если это человек играет за сторону атаки, то все. На точку не выйти, бомбу не задефузить. 15-11, друзья. Матч-поинт. Команда NAP близка к тому, чтобы ворваться в плей-офф. И уже выступать с четверга на Avicii Arena. Четыре раунда их отделяют от топ-8 этого мейджора. И понимают шведы, насколько они сейчас близки к заветной восьмёрке. Герой в зиге. Хукси играет на миде. Довольно опасно здесь. У него совершенно нет никакого размена и саппорта. Стоит глубоко довольно АВП. Ну и Хукси откидывает неплохую хаешку. Судя по всему, он знает о том, что есть чувак за ящиком. Поэтому он туда-то хае и бросил. Никодос! Ну, не прошил, не пробил, так сказать, терминологии наших друзей из другой, конечно же, киброспортивной дисциплины. Хотя я думал, что может и убить, учитывая, что у Хампуса было всего лишь 8 хп. Прощупывается почва по точкой B. Зиг занимается. Плопский под молекот тиммейта. Всё чётко. Право-лево. Занято. Но вот пройти Никодос – это тоже задача. Наверное, полегче здесь будет, если бы Плопский уже был в позиции. Никодос. Какой тонкий момент. Ой-ой-ой, ждёт. Плопский будто чувствует, что там неладное. Там АВП. Не стоит играть в соло. Это будет 5 банан, что ли? Да, похоже на то. Слушай, здесь на размин сыграть, да, вообще шикарно. И нет гранат совершенно. Вернее, один смог у Нипов, по сути. Сейчас дадут смог на Хэлфу или куда-нибудь на… Как же опасно. Девайса нашли. Зейфон первый минус – это отличное дополнение в этом рауде. Рой не пропускает ещё одного. Дальше спреет Роя. Уф! Хадшот ЛНТ и Резу залетает просто бесплатно. Никодос не пропускает ещё и Хампуса. Быстро раунд заканчивается. Пока что живёт огонь. Слушай, ну а Рой вообще в целом на этом Эншенте молчит. Его нет. У него, я вот только что посмотрел, у него было 10 фрагов до этого момента. И здесь он оформил трипл. Да, обычно делает очень много грязи, очень много ветра, разгоняет. Но в этом раунде, вот когда нужно, включился. Замечательная игра, конечно, хэдшоты там. Ну, у него очень ответственная позиция, пески, и она очень непростая. И ему практически сразу дали понять, что он не будет здесь играть в ту игру, которую он любит. В смысле, не будет у него много пространства, он не будет там летать, убивать всех. Вспомни, как его там вырубили сразу в первом оружейном. Опасно. Попадание в голову только что по одному из опорников точки Б от Азифон. Главное, выжить в этой ситуации. Не получается уйти от Хампуса. Хампус! Два минуса. На зиге появился Роя. По нему была информация. Хампушу с АВП может подрезать на перетяжки. Кого-то из противников не попадает. Дальше пикает Джаби, но тот готов. Надо бы уже репикать было Хампусу. Понимал он, что нужна агрессия, учитывая, что тиммейт это без девайсов. Они ставили бомбу. И можно даже сказать о том, что программу минимум в этом раунде команда NAP выполнила. Бомбу поставила. И даже руками Хампуса могла выиграть раунд. Хампус, конечно, жесточайший АИМ. И сверхуверенный боец команды NAP. Но мы все еще можем посмотреть допы. Не прекрасно ли это? Ну, наверное, должен день заканчиваться допами. 12 часов в эфире. Это же не мажор, если мы не будем заканчивать допами. Ты знаешь, главное, чтобы не было какого-то глупого раунда. И это касается Копенкаген Флеймс. Да, это будет обидно. Честно, это какой-то недочек резы, как на Инферно, например. Пускай лучше. Или здесь. Да, NAP могут просто выиграть, но давайте без дурацких раундов. Это правда. Да, потому что и так команда эта настрадалась на этом бестсов 3. Дефон занимает центр. Угол пока не поджигается часто. Там летят молики. Тут у нас Хампус. Неужели флешка полетела? Выход Роя не прочекали. Мы только что Роя! Разворачивается Хампус. Да, есть размен один в один. Пока что это неплохо для команды атаки в первую очередь. Никодос остался на точке бесса ВП. К нему уже приходит Хукси. Пока спрейм тупого занимается. Флешка на отход от Никодоса на выстрел, возможно, чтобы понять, как же играет АВП. Но Хукси пока не дрогнул. Центр занимается тоже. ЛНЗ выход через лево. Зиг тоже подключается вместе с ним. А команда Флэймс закрывается. Два на Б. Один на Бублике. И один на А. Это Джаби, который смотрит проход через Хелпу. Через длину вернее. Знаешь, мало у нас вообще Джаби в экшене, да? Учитывая то, что Нипы много ходят на Б. Опорника. Жизнь его. Вот Джаби, конечно, хотелось бы его видеть здесь под Б, под Зигом. Мне кажется, что ему больше подходит вот эта позиция в песках, где играет Роя. Ника. Сам пикает Зиг. И это подарочный для Хампуса. Дальше флешка. Ювелирная залетает на второго опорника. Хукси вынужден отойти. Моликом закрывается Хелпа. С Маком тоже. На 90 пока что не выйти. Надо бы какой-то буст соорудить в команде Копенгаген Флеймс. Но нет близко тиммейта вообще. Там заход через Зиг будет, конечно же, от Зифона. Хорошая хайей. И через Мокукси находит Элэн Зи. Это уже интереснее 3 в 3. Хампус погибает от Зифона. Уже большинство есть. Рез. Замечает Хелпу. Дальше разворот. Нельзя пропустить Зифона с этой ситуацией. Здесь ключевой минус может быть. И Зифон перестреливает Реза. Как же жестко. Ты видел, какие микрострейфы? Какой же гений. Какая тонкая работа. Джаби делает минус по девайсу. Проигрывает раунд Нипы, выходя на Б. Отрезав все с Моками. И будучи ситуацией 4 в 4. Не смогли сыграть в этой постплан ситуации. И не смогли удержать этот плент. Наверное, я думаю, что все-таки нужно попрактиковаться на Сайбершоке. 27 режимов, в том числе, очень. Один из самых важных, я считаю, режимов в игре. Это режим Retake. На котором нужно команде Нипи потренироваться. Это факт. Тридцатый раунд, друзья. Это настоящий праздник для всех любителей КС. С высокой пробой, конечно. Здесь каждая позиция отыгрывает на 100%. Игроки стараются на 1000%. И хотят они залететь в этот плей-офф. И пока что мы говорим о допах. Занятие центра. Рой. Удивляет противника на миде. Нет? Элэнзи! Как же спреет! Но в итоге добивает, конечно, Рой одного из противников. Но дальше не уйти. Хампус, как обычно, на размене. Не отпускает агрессора. Дальше занимает центр. Опасается авика. Он-то есть. И не один, кстати, у команды Копенгаген Флеймс. Джаби и Никодос. И при этом поджимается банан. И ожидает его рез. Никодос. Нет, остановился. Все-таки не стоит он тут. Пока без поддержки от Хукси. Арестом еще и с бомбой. По точке ИБ. Туда же перетягивается Хампус. Есть раскидка. Но очень скромная от команды NAP. Это только два смока. Одна флешка. И вот эти дымы уже полетели. Никодос должен убить. Отойти. Видит тень. Не убивает снова! Ну как? Точно такой же эпизод у него уже был. Там дальше выпад. Хампус. Какой спрей. Никодос воюет за этой колонной. Пытается кого-то отойти. Убивает только Два Пловски. Нет помощи от Хукси. Через смок его не нашли. Пока что ситуация. Снова 3 в 3. Снова это точка Б. Хукси не дошивает никого здесь. Все фуловые из команды NAP. Зифон идет в спину. В прошлый раз он очень качественно зашел через Зика. Сейчас он будет двигаться через Дугу. И находит он фраг по Резу. Отрезает Хампуса смоком. Шить. Девайс будет угадывать здесь. И Хукси ему тоже отвечает. Через другую сторону убивает Девайса. Тут уже Хампус. Такой нельзя проигрывать. Выход смог. Ну как на развороте Хапус делает этот минус. Там Дефус идет у нас. Да, да, да. 15-15. 15-15. Допы, друзья. Допы. Да. Он живой. Слава Богу, Counter-Strike. Представляешь? Мы смотрим допы. Алексей, это у Хампуса. 12 часов в эфире. Я представляю третье Best of 3. В каждом Best of 3. Три карты. Да. Такое бывает, конечно. Стараемся ради вас, друзья. Но здесь команды тоже достойны друг друга. Пока что Копенгаген, Flames на коне. Потому что они закомбетчили на этих допов. И, кстати, я хотел сказать, что у Хампуса был один хп. Если бы он еще убил диффузера в этой ситуации или второго там подрезал, то это был бы невероятный клач на выход в плей-офф. Но пока нет. Постойте. Остановитесь. Говорят, Копенгагенские огни. Они тоже хотят выступить на Вичи-арена. И у них, возможно, это получится после таких-то крышесносных раундов в защите. Сейчас первый на допах. Поехали смотреть. Кстати, там все еще два ВП Джаби и Никодос. Джаби-то берет АВП, но в этой ситуации часто его нет вообще. Тут уже вопросы, честно говоря, к Нипам. Да. Что-то проблемы у них. Три в три-то ситуация. Снова пропускает Зифона в спину. Но тут стоит отметить, что Зифон-то очень аккуратно играл. И при этом заходил уже не с Зига, а с респа у противника. Да, да, да. Даже не мог такого ожидать. Никодос показывается на Зиге с АВП. Там нужна закидка флешки. Для того, чтобы нормально можно было сюда зайти. А даже без нее почему бы не ворваться. Рез разворачивается. Накрывает шквальным огнем Роя. Размена не поступила. И это уже три в пять для команды Копенгаген Флеймс в этой защите. Зифон оставляет. А, вообще там с Бублика можно выйти. Надо бы рискнуть. Но это десятитысячные допы. Напоминаю вам, друзья. Это очень важный момент сейчас. Потому что если уже совсем уж не получается раунд, то надо бы уже сейвить. Да, сейвить, да. Это правда. Ну вот такой, да. Как по мне, не очень корректное, не очень глупое правило на самом деле. Ну какие десять тысяч? То есть мы отыграли 30 раундов. У нас было эко, были фарсы. И сейчас бы на допах еще поиграть раунд с пистолетами. Да, вот. Я вот именно мечтал об этом. Что? Девайс не отпускает Хокси. Тот, наверное, уже хотел идти на сейв. Ну да. Хочется очки протереть после такого. Прошивается данная точка. Это бывает. И наконец-то мы дожили до того, как АВП убьет кого-то отсюда. Выход на точку А. Зейфон замечает Клопский еще до взрыва смока, убивает его. Будет драться. Будет драться, но Девайс с этим не согласен. Он тут уже отворачивает от плента одного. Джаби сам не хочет туда идти. Надо бы сейвить АВП, как мы сказали. По поводу системы допов, Алексей, у меня крутится в голове только одна цифра. 12500. 12500? Так это решит все. Просто купи, оставьте 12500 на три раунда. И все. Это нормально. Это, во-первых, не позволит обузить АВП и какие-то плетки, например. Да. То есть это не позволит покупать там, например, три авика подряд. То есть три раунда подряд. Чего человека просто не хватит денег. Как же Джаби хочет засейвить это АВП. Как же до него выходит команда NAP. Правда, пока что по одному делает это. Было попадание по Резу, но тут красный выходит и уже забирает Джаби. Это было крайне важно, на самом деле, учитывая, что мы уже проговорили по ходу этого раунда. 10 тысяч. Сейчас будет бай. Но если его не берет команда Копенгаген Флеймс, то следующий раунд... Это безобразное решение. Не то чтобы бесплатный, но будет легче. Намного как команда NAP. Игроки, команды, менеджмент, организации перед ивентом, читая регламент, должны были обратить на это внимание. Они должны были консолидироваться и написать хотя бы я не знаю где. приехать, проговорить это с админами PGL, написать какое-то открытое письмо во Львам, сказать, что, ребята, это ненормально. Ненормально играть 30 раундов, играть эко, играть пистолетные раунды, а потом на допах еще и отыгрывать... Алексей! Алексей, да мы тебя поняли. Хорошо, спасибо. Ты прав, понимаешь? Двенадцатый час, ты понимаешь? Уже тринадцатый час сейчас будет. Мы уже с тобой в следующем дне, понимаешь? Уже, наверное, сколько там уже осталось у нас времени? Пять минут до двенадцати. Пять минут. О, Киево, конечно, друзья, у нас здесь в студии горячо. И вообще уже нужно снимать с себя все здесь, потому что такая у нас заруба. Девайс в поисках в этом раунде по точке Б. Хампус на центре, хорошая флешка. Там, кстати, подковарнейший смок играет Хокси, и не только он, Зефон вместе с ним. Можно бы оформить Хампусу? Нет, флешка там тоже замечательная, конечно. Как же работают по гранатам сейчас обе команды? Это феерия, это симфония, карты Ancient, это лучшие команды здесь, сейчас. Но могут еще, конечно, нави с ними посоперничать, потому что тоже играет хорошо Ancient. Потеряли Хампуса при этом на выходе через middle. Девайс занимается грязным делом. Хочет себя нарандомить килл, да? Самое интересное, что Хокси тоже там пытается прошивать эту тупую стенку. Какой злодей. Интересно, что Флэймс играет сейчас, по сути, на отдачу B. То есть, если смотреть на миникарту, мы видим трех игроков в глубоком расположении. Сразу обрати внимание на семерку и девятку. Это люди, которые должны сразу подсадиться за смоком. Я думаю, да, на это расчеты будут. Хотя... Минус подивайся. Никто забирает еще и ЛНЗ. Последний Плопски должен погибать. Будет шить. Ага. Нормально. Зефон там забегал уже. Так, ну диффузер-то нужно. Плопски! Выйдет! Сейчас еще убьет! Как это было жестко! Так, если бы он убил диффузера, потом еще раз вернулся... Это был бы какой-то абсолютно легендарный раунд вообще. Это был бы раунд, в котором надо было сразу граффити, во-первых, для Плопски. И назвать эту карту не Ancient, не The Ancient, а The Plopski. Просто сразу же надо было переименовать, понимаешь, как улицу. The Plopski ходить. Но вообще попытка неплохая. Ты смотри, убивает диффузера, разворачивается, а там из узкого пространства на него два ствола выходит. Да, да, да. Там реально тонкий момент, там реально тонкий момент. Тут супер-лаки и анлаки могло бы быть тоже. Для одних лаки, для других анлаки. Так, у нас стартовое такое быстрое занятие от Хампуса Дуги. Никодос к этому готов. Откинет еще и Молик. Там постоянно какая-то душнила шьет через эту деревянку. Как же их из-за толпали. Это или Рес, или Девайс. Да. Девайс в данном случае по флешку. Выход на Роя, но тут через Пиксель. Четенько работает по голове противника. Не выйти, Плопски! Как же сложно! Все в смоках, все в Моликах. Горит! Вышится! Выход на Никодоза. Отменяется АВП. Плопски уже поработало. Мое уважение за такую защиту команде Копенгаген Флеймс. Рес остался последний. Второй раунд. Должны собирать огоньки. Обрати внимание, что делают НИПы. Ты видишь, что они делают? Долбятся в Б. Долбятся в Б. И это происходит уже очень много раундов подряд. Да. Просто одно и то же. Просто безидейно. Вот такое ощущение, что они просто сломались. Я не знаю, там у них пропали идеи. Это странно. А сколько у нас? Три раунда Б было? Раундов, наверное, 7-8. То есть последние раунды основного времени и вот эти раунды на допах – это просто тупо Б. То есть нет какого-то, знаешь, тишина. Раз, ретейкнули песок. Показались на меду. Что-то такое. Какая-то раскидка. Пауза, выход. Нет. Просто тупо идем, шьем туда, тусуемся. Дуга. Опять шьем. Реально это называется «долбимся в Б». Это 100% так называют. Это по-другому не назовешь. Это на что вообще расчет? И сейчас Флеймс, играя в атаке… Будет действовать шире, конечно. Покажут? Покажут. Но сработает ли это вопрос, ребята. Не забывайте фолловить этот канал. Всего лишь… Да и ничего остается до 350 тысяч. И потом будет разыгрываться «Керамбит», «Доплер». Так что фолловьте канал и этот. И также смотрите нас на ютубе. Так. Перешли у нас за «Атаку Флеймс». И вот они готовы воевать на центре. А «Хампуса» выпускали на центр «Найпи». Ну одного, понимаешь? Этого недостаточно обычно. Респот. А тут выпад от Хокси. Забирает одного рез. Попадание по голове. Красный Никодос. Джаби тоже битый сильно. Выход на точку. А будет? Да. Бомбу видели. Плохой смог. А по нему может действовать ЛНЗ? Может. Наверное… Удобно будет здесь. Красный Зипон попрыгивает. Три. Три красных, Саша. 4, 9 и 6. И Рой. Возможно, он спаситель этой команды сейчас в этом раунде. «Хампус» через бублик. Будет неплохая флешка Джаби. И может его убить. Нет, не получается. «Хампус» замечает. Его, наверное… Хорошая минуса от авиков. И плетки здесь поработали. Конечно, в виде девайса и «Хампуса». Три лоу хпшных было. Веслами, да. Тут отвернули команду «Копенгаген Флеймс». Было бы больше хп, конечно, у команды. Хотя, какая разница. Там был хэдшот от «Хампуса» и «Авики», которые убивали. Тут хоть фуловые тоже стояли бы. Они, может быть, правда, позиции другие занимали бы. Но это неважно. В игре команда «ANIP» 17-17. Тут можно еще вторые допчики посмотреть. Больше зависит от команды «Копенгаген Флеймс». Как она будет широко атаковать. Она-то пыталась широко выйти. Сейчас и центр, и подход к точке «Б». Но вот позиция реза все поломала. Я, кстати, не понял насчет вот этого раннего выхода. То есть они засветили и показали бомбу под «А». Сразу же начали двигаться туда. То есть был размен. В общем-то, заняли мид. И было время, и был спейс. Почему решили сразу душить «А»? Ну, такое. В общем-то, сыграли, как сыграли. Для того, чтобы посмотреть вторые допы, нужно, чтобы «Флеймс» взяли раунд. И «НИП» взяли также один раунд. Через мид и через центр карты играет сейчас «Флеймс». Есть только одна хорошая новость для всех. Что в следующем раунде будет бай нормальный у обеих команд. Несмотря на то, как закончится этот. Хокси. Ой-ой-ой, на центре сейчас будет грязь. «Кампус» ждет выход. Его прочекает, но не убьют. Пока что, во всяком случае, «Зипон» тоже попадает под капитана команды «НИП». Рой отвечает по пловски. Это было под точкой «Б». Где бомба? Бомба у Никодоза. Он выходит сейчас на центр и будет переходить ближе к Рою. Напоминаю, что на «Б» был только один девайс. Но к нему сейчас мчится «ЛНЗ». Никодоз откидывает смог направо, на светлый. Моликом закрывает близ дистанцию. И здесь Рой в смоке пока что. Он не может выйти. Он сообщает своему тиммейту, братан, надо возвращаться под «А». Там у нас один «Люргер». Там у нас один «Люргер». Это Джаби. Там рез. Пока что в облике может подрезать сейчас и бомбу, и АВП. Тут все, что только угодно. Никодоз чекает его! Вот как он узнал об этом? Джаби при этом убивает перетяжку от «Хампуса». Неужели вот так вот потеряет этот раунд команда «НИП»? ЛНЗ хочет исправить ситуацию. Выходит на одного. Убивает еще и второго Роя, который неудачно свой стрейф сделал. Один на два от Джаби. Против ЛНЗ и Девайса. Это тот угол, который обычно чекается. Но если кто-то идет через «Храмп», в данном случае только «Хэлпап» отключается. Нужно все проверить. Джаби одного убивает. Нет, не получается. Второй раунд для команды «НИП». Переворот. Ситуация 2 на 3. И как же хорошо выехал ЛНЗ. Линус. Как угодно называйте его. Мистер Минус 3. Рез, конечно, не сыграл. Как вообще не сыграли там ребята «НИП». Опорник не потерялись. Тут «Флеймс» раунд. Значит, тут двойной переворот. Две стороны. Слушай, там Никодос просто «ВХ» какой-то. Как он прочекал его за бубликом. Да. Жестко. С АВП дал в таком тайминге. У Реза не было шанса. Не было шанса. Ну разве что там против автоматики он мог там еще как-то выстоять. Но не против АВП. Один раунд отделяет команду «НИП» от плей-оффа. И прямо сейчас они могут уже поставить точку в этом «Best of 3» и таким образом двигаться дальше. А команда «Флеймс» покинет этот замечательный турнир. Но. 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 Слишком много «но». Оп. Девайса байтят на выход еще раз. Минута три. Пикнет он или нет? Это вопрос. Еще одна флешка. И по сути одинаковая ситуация у нас с одной. Со второй стороны «Хампус» убивает Джаби. И тот пытался играть агрессивно через центр. Все ближе и ближе команда «НИП» плей-офф у себя дома на арене «Авичи». Еще четыре минуса. Да. На точке «Б» три человека. И такое ощущение, что команда «Копенгаген Флеймс» туда и пойдет. Да. Пойдет в засаду, судя по всему. Она не будет играть широко. Она отказывается от этого. Даже не то чтобы в засаду, а скорее прямолинейно. Ну да. Там три человека. При этом есть перекрестный огонь. Довольно неплохой там еще с «Моликом» девайс. АВП смотрит выход через «Зик», через «Баню». Ну там еще может пятерка оказаться тоже быстро «Хампус». Четвертый. На этой позиции. С «Маком» закрывается девайс. Хороший «Молотов» на выход. А тут у Пловски тоже коварнейшая дистанция. Перекрестный огонь с «ЛНЗ». Пока не могут войти сюда «Копенгаген Флеймс». Сколько же времени они тут потратили? Это просто ужас. Четвертый уже перетягивается сюда. «ЛНЗ» погибает. «Зифон» его убивает. На «Банане» Никодос не может пока что ворваться. Пловски на месте. Убивает бомбу! Пловски! Еще по второму идет дальше. Рой отворачивается от «Хампуса». Это летально для игрока атаки. В данной ситуации «Никодос» последний будет. его доедает «Хампуса». Это победа команды «НИП». Очень важная победа для морали команды «НИП». Не самая, конечно, конкурентная была здесь борьба с точки зрения того, что дальше соперники будут сложнее и будет еще труднее играть. Но это была заруба. И очень симпатичная игра от команды «Флеймс». Спасибо им за эти эмоции, за этот замечательный «Контерстрайк». Но команда «НИП» двигается дальше. И уже в следующем туре, уже в стадии плей-офф, будет играть против «G2». Эмоции и «НИП» команда «Копенгаген Флеймс». Это была замечательная драка. И хочется сказать спасибо команде «Копенгаген Флеймс». Они были хороши на этом турнире. Они были очень близки к тому, чтобы попасть еще дальше. Но не хватило совсем чуть-чуть. Ты знаешь, вот это уже была такая... Это была дистанция, на которой и эмоционально, и, наверное, уже просто вымотались, выдохнулись. То есть тут уже, ну, просто, я не знаю, но игра — это испытание. Это было испытание, это было тяжело, это было очень и очень непросто. И это было симпатично. Спасибо «Флеймс» за такую замечательную игру. Спасибо «НИПАМ» за то, что тоже в конечном итоге показали содержательную игру. Вот они, эмоции. И вот у «Мейджор». Это «Мейджор», друзья. Столько бра-бойса прозвучало сейчас в Швеции. Конечно, все рады, что домашняя команда будет выступать на арене. Поздравляем команду «НИП». Говорим еще раз спасибо команде «Копенгаген Флеймс». Они были реально умнички. Надеемся, что в этом составе останутся. И также спасибо вам, друзья, что смотрите. Спасибо тебе, Алексей, за три «Бест оф три», которые ты отработал. Ты большой молодец. Спасибо тебе, Саш.